Ну, замечательно. Ну что ж, уважаемые участники, меня зовут Андрей Мирошкин, я буду вести сегодняшнюю конференцию «Оптимизация затрат, эволюция управления IT-инфраструктурой». Те, кто находится в московском регионе, ну, поздравляю с, наконец-то, наступлением весны, вот, так что это создает некоторое предвкушение, что в ближайшей неделе все будет становиться еще красивее, еще лучше, а, как известно, красота – один из универсальных критериев управленческих инженерных решений. Так что я надеюсь, что мы сегодня вместе с вами увидим самые красивые решения, особенно в относительно такой важной части, как управление IT-инфраструктурой. Кто-то говорит, что данные – это, так сказать, кровь сегодняшнего общества, да, ну, в таком случае IT-инфраструктура – это остальные, так сказать, системы, организмы, которые помогают циркулировать питательные жидкости. Вот. Итак, напомню вам, как обычно, контекст и порядок работы сегодня. Контекст такой, что мы сегодня проводим мероприятие на площадке журнала информационной безопасности, Information Security, вот его логотип вы видите на ваших экранах. Мы в компании Grotec выпускаем этот журнал уже много лет, он доступен и в электронном формате, естественно. Вот. Ну и в наше время, конечно, очень важны личные контакты, личные встречи, поэтому мы вместе с редакцией журнала готовим такие мероприятия, как наше сегодняшнее. И, пожалуйста, кстати, рекомендую вам, оформляйте подписку на этот журнал, то есть онлайн-онлайном, это здорово, но тем больше мы ценим хорошо изданные, приятно подготовленные издания, журналы, которые можно полистать, не напрягая глаза, посмотреть там на своих коллег. На их прекрасные тексты, мысли, опыт и так далее. Так, значит, контекст такой. Напомнил, у нас целая серия, напоминаю, мероприятий по IT-инфраструктуре, по информационной безопасности, по цифровой трансформации. И для того, чтобы быть в курсе, достаточно просто смотреть за нашим планом. Мы работаем над тем, чтобы совершенствовать то, как он выглядит, чтобы сделать вам его использование для вас еще более удобным. Отвечая на вопрос Александра Пронина, да, конечно, мы опубликуем те презентации, которые прозвучат сегодня, так, то есть сами документы, которые нам предоставляют докладчики. Также мы с вами получим, вы получите ссылки на видео, и мы ведем запись нашего сегодняшнего мероприятия, как раз для того, чтобы предоставить вам ссылку на видеозапись. И то, и другое будет опубликовано на интернет-странице конференции. Теперь, порядок работы сегодня, уважаемые участники, таков. Значит, мы следуем нашим главным принципам, прежде всего, ориентироваться на ваши интересы. И поэтому и я, и наши сегодняшние докладчики ожидаем от вас управления нами. Как вы будете нами управлять? Через чат вы предоставляете свои комментарии в чате, и мы будем обращать на них внимание, будем просить докладчиков откликнуться. Вы формулируете вопросы, и на стороне многих, почти каждого из докладчиков, есть команда, коллег, которые ждут ваших вопросов и будут отвечать на них еще до того, как завершено выступление. А после каждого выступления у нас запланировано 10 минут на вопросы-ответы. И там, после выступления, я буду вашим голосом, буду озвучивать ваши вопросы, а вы, пожалуйста, помогайте мне в этом. В том числе, обращайте внимание на то, какие вещи не раскрыл докладчик, так? О чем вы хотели бы услышать, вот как Роман Гоц сейчас пишет к вам, капекс, опекс, что вас интересует. Дайте, пожалуйста, знать. Дайте нам знать прямо сейчас, Роман выступает первым, и, конечно, и Роман Гоц из компании Атос, и другие наши сегодняшние докладчики хотели бы в максимальной степени ориентироваться на ваши запросы. У нас сегодня аудитория подготовленная. Дайте знать, пожалуйста, какие вопросы, какие темы приоритизировать Роману. Если можно, сделать это в чате прямо сейчас. Ну что ж, итак, вы активно управляете мной докладчиками. Через ваши комментарии и вопросы в чате докладчики и команды на их стороне отвечают. Я помогаю. И у нас с вами в 14.40 запланирована 50-минутная дискуссия. Что такое дискуссия? Значит, те вопросы, которые больше внимания получат сегодня, мы обязательно обсудим со специально приглашенными гостями и с нашими сегодняшними выступающими. Ну что ж, в общем, я надеюсь, что порядок понятен. Так, вот у нас пошли вопросы, такие подсказки Роману Гоцца, на чем именно имеет смысл остановиться. Давайте я озвучу некоторые, а вы со своей стороны дополните. Вот, так, прежде всего, Михаил, какими аппаратными программами и средствами можно обслуживать большую инфраструктуру в условиях нехватки человеческих ресурсов? Так. Импортозамещение, говорит Андрей. Так, ну, отлично. У нас есть несколько минут для того, чтобы наш первый выступающий сегодня, Роман Гоцц, директор департамента больших данных и безопасности АТС России, получил от вас некоторые цели и указания. Вот вам конкретно, тому прекрасному человеку, который меня сейчас слушает, на каких вопросах хотелось бы сосредоточить доклад Романа Гоцца. Напомню, что у доклада есть общая тема, инфраструктурное решение АТС для оптимизации затрат этой инфраструктуры. Ну, здесь можно больше акцент делать в безопасность или в архитектуру и оптимизацию затрат. Так, все-таки оптимизация затрат нас объединила сегодня, и, Роман, я предложил бы вам, прежде всего, экономическую составляющую выделять в вашем выступлении, связанные с ней вопросы. Так, ну что ж, Роман, если вы готовы подключаться, я предлагаю нам с вами начинать. Пожалуйста, включайте камеру. Я пока представлю, извините, партнеров конференции одну минутку, генеральный партнер конференции – компания Softline, партнерами конференции выступают компании АТС и МТ-Групп, и у компании Softline будет онлайн-переговорная комната, это отдельное виртуальное помещение, куда мы, уважаемые участники, вас попросим перейти. Вот Роман появился на наших экранах, приветствую, приветствую. Ну что ж, подсказки удалось какие-то направляющие получить? Сейчас нажму пока с экрана. Слышно меня, Андрей? Доброе утро. Да, слышно. Единственное, что я нахожусь сейчас не в городе Москва, да, сейчас, вот, видно презентацию? Да, презентацию видно, звук хороший, кстати, очень, мне кажется, даже чуть лучше, чем когда вы выступаете. Будем надеяться, потому что там у нас LTE, а тут у нас Wi-Fi, главное, чтобы он был стабилен. На самом деле, в старом городе, в городе Рязани сегодня мы находимся, но не суть, мы же за мобильность, и сегодня тоже будет про периферийные вычисления немного, но, в общем и целом, вот те вопросы, которые уже были в чате заданы, я на них отвечу, и все-таки про оптимизацию затрат мы сегодня говорим, я поэтому и задал в чате вопрос, это больше кому интересно капекс-опекс, да, то есть когда не хватает ресурсов и надо какой-то пик погасить, и тут опекс интересен, либо это, например, модернизация всего старого, там, 50 стоек устаревшего оборудования в новое, чтобы понять, как это сэкономит электроэнергию, сэкономит площади и будет показывать большую производительность. Вот здесь именно про IT-инфраструктуру, если говорить, что больше коллегам интересно. Я сейчас буду идти по своим слайдам, в конце хотелось бы увидеть еще, может быть, какие-то вопросы, на которые мы остановимся, еще тоже там проговорим. Соответственно, если брать нас, в принципе, про АТОС, да, говорить, то АТОС – старейшая IT-компания Европы, и с точки зрения модернизации и оптимизации инфраструктуры, ну, мы знаем достаточно много, во-первых, АТОС – один из крупнейших цодовладельцев в Европе, во-вторых, у нас много различных поставок, там, начиная с давным-давно-давно, 90 лет в этом году компании АТОС, с точки зрения именно инфраструктуры, как мы начали ее делать. Поэтому про большие инсталляции, как их модернизировать, как их оптимизировать, у нас есть опыт не только в России, но и глобальный, поэтому нас иногда приглашали для развития IT-стратегии, чтобы мы написали эту IT-стратегию развития IT-инфраструктуры компании, куда идти, в облако, не в облако, гибридная архитектура. Здесь мы тоже можем много чего сказать и помочь. С точки зрения безопасности прозвучал вопрос, но он не относится к оптимизации, мы тоже можем поговорить про безопасность. Если, соответственно, интересно что-то с точки зрения оптимизации затрат по безопасности, задайте вопрос в чате, давайте посмотрим. С точки зрения инфраструктуры, как я сказал, 90 лет Фредерик Розенгбюль создавал эти табуляторные машины, и сейчас у нас есть вот такие 32-юнитовые, 32-процессорные, 42-юнитовые сервера, которые могут заменить много-много чего. Мы как-то даже смеялись. Один такой сервер с 32-мя графическими ускорителями выдает примерно десятую строчку в топ-50 суперкомпьютеров России. То есть один просто, вот одна такая стойка может много чего заменить. Идем дальше. Про инфраструктуру, как вы видите, на этом слайде мы знаем достаточно много, и с точки зрения вычисления вообще, в принципе, это к нам. Технологический лидер серверного рынка не просто так написано, поэтому у нас есть квантовые вычисления, есть суперкомпьютеры, есть вот тут отдельный вопрос, мы про это поговорим, про оптимизацию, то есть вышел AMD с новыми процессорами, и у нас есть сервер Брисиклана SA на процессорах AMD. Тут 24 жестких диска, видно, как вот на фронте вставляются. Есть Intel x86-я архитектура, справа масштабируемый сервер, есть Powerade внизу, и скала. И здесь тоже про оптимизацию можно отдельно поговорить, про скалу, наверное, отдельно слайдов не будет, но крайне рекомендую тем заказчикам, у которых есть Power-архитектура, риск-архитектура, приглашать нас в тендеры, потому что до нашего появления рынок был достаточно монопольный, он был за IBM, либо сейчас за ядром. Соответственно, когда приглашается компания Atos с партнерами в конкурс по IBM Power, или там, где, в принципе, прописаны технологии Power, то снижение в конкурсе, с точки зрения, мы же говорим, про оптимизацию затрат, иногда получается очень существенное. Конкуренция наша все. Дальше периферийные вычисления. И здесь вот прозвучал вопрос, как управлять и мониторить большую-большую инфраструктуру. Вот здесь как раз-таки про периферийные вычисления я отвечу на этот вопрос. Пока начнем с классики, традиционно, с Soda, как здесь можно что оптимизировать. Ну, во-первых, мы всегда заказчикам говорим, что scale up first для того, чтобы в вашем Soda не плодить инстансы, не плодить большое количество различной архитектуры, тур и различных серверов. Берете один сервер, его наращиваете по мере вашей потребности. И, что самое интересное, по мере роста сервера вы отвечаете бизнес-заказчикам на их потребности. Удобно, гибко. Вот поэтому я задал вопрос, капекс или опекс. Здесь же мы поставили 4 процессора, мало поставили 6, 8. И все это в рамках одного сервера без различных перегрузок и дополнительных каких-то вещей у установок. Про сам сервер говорить долго не буду, просто скажу, что он действительно помогает оптимизировать много-много уже устаревшего оборудования в один, в два максимум сервера. Мы готовы это делать. В конце будет email, или в чат тоже напишу email. Уже написали, тут коллеги подсказывают, что в чат уже написали email, по которому можно обратиться. И мы готовы пересчитать все, что у вас было, как минимум по мощности в новые сервера. Вы посмотрите по энергопотреблению, по занимаемой площади, по занимаемой REC-юнитом. И в том числе увидите, как это все по мощности можно сделать с запасом, например, плюс 30%. Если архитектура у вас приспособлена для Сабханы или Postgres, то здесь мы еще больше можем что-то рассказать, чем про Oracle, конечно, есть. Про Oracle и оптимизацию затрат. Здесь очень яркий пример. Это уже российская история, когда у заказчика стоят с точки зрения лицензирования, оптимизация затрат. Мы же смотрим не только на железную основу. Мы смотрим сервер и его поддержка, или вся железная основа и их поддержка. Дальше мы смотрим на софт и поддержку софта. Соответственно, когда мы смотрим на это все, на совокупную стоимость владения и на 5 лет, то вы здесь видите, экономия измеряется в десятках процентов за 5 лет, когда мы используем менее частотные процессоры, чем, допустим, это в Exodate используется под СУБД Oracle. Есть практика тестирования, опыт, опыт миграции, готовы рассказывать, показывать, в самом числе с новыми технологиями и новыми для увеличения скорости. То есть здесь можно получить и экономию затрат, и увеличение скорости обработки информации. Для тестирования, вот такой, какой здесь на примере, например, показанном, 12-сокетной серии на 62.44, он доступен в России, можно сделать тест прям в вашей инфраструктуре. Посмотрим на старые или устаревшие технологии, которые могут находиться у вас в СОДе. Они обычно есть, на них вы можете не покупать поддержку, но, а, они занимают место, б, уже они не выдают такую мощность. Ну, если уж говорить про мобильные телефоны, тем более, а про уже сервера. Если вы сервера покупали 10 лет или более назад, то один сейчас двухпроцессорный сервер, все по мощности их, конечно, заткнет. Поэтому слева, видите, про обновления, как и когда лучше делать. Компания DC подсказывает, да, ну и различные уже приложения и энергопотребление. Здесь вы тоже видите, насколько это все становится эффективнее и лучше с каждым очередным выпуском новых технологий. Стоит, кстати, отметить, что мы позволяем модернизировать наши сервера даже после того, как они закончились в продаже, да, еще плюс 5 лет. Это обеспечивает вам, ну, фактически 10-летний, 7-10 лет горизонта использования серверов, и дальше мы предложим уже модернизацию. Если говорить про то, как софт с железом вместе сочетается, то здесь вот вышедший наш сервер на AMD, мы его не просто вам говорим, вот коробка, мы говорим именно с точки зрения ваших затрат. У вас затраты идут на сервер, на СХД, ну, вот здесь вы видите, да, на систему виртуализации и на сеть. Что мы говорим? А вы теперь посмотрите все это совокупно и сравните с нашим предложением по гиперконгергентной инфраструктуре на основе ВИСА на своем варе. Все нарисовано справа, в принципе. И вот сколько эта единая коробка стоит? Здесь даже по высоте видно, что она занимает меньший объем, и по финансовой составляющей она точно так же будет существенно лучше. Просто надо понять и попробовать протестировать. Как раз, кстати, Берсиквен и СА к нам приехали в офис в понедельник, да, или в прошлую пятницу, ну, то есть они уже доступны для тестирования, приехали с жесткими дисками, сразу мы туда хороший процессор вставили, готовы показывать, как гиперконвергенция позволяет экономить. Причем здесь гиперконвергенция не только в ВИСАН, но сегодня прозвучал вопрос про импортозамещение. У нас есть, и сейчас тестироваться будет. У нас на Intel уже есть протестирована гиперконвергенция российская, будет протестирована на AMD, поэтому здесь готовы тоже про это общаться, показывать, как это можно все оптимизировать с точки зрения затрат. По самой архитектуре x86, да, есть Intel или AMD, вы здесь видите различные цифры и показатели, там, 6 раз, 40 процентов и так далее. Простой пример, мы для наших озер данных используем в основе AMD, потому что 24 диска на передней панели, это гораздо больше, чем 20 дисков, что у нас на Intel платформе. Вот и все. Поэтому здесь, смотря от ваших задач, от вашего приложения, которое стоит сверху, мы можем рекомендовать Intel или AMD, в зависимости от того, что будет для вас эффективнее. Возможно, некоторые слушатели сейчас первый раз слышат АТОС, что такое, какая оптимизация, как здесь можно это делать. По факту вы видите на экране проекты, которые мы реализовывали в России, и есть организации из розницы, наши заказчики NVIDIA, и в банковской теперь MSP-банке, госзаказчики у нас есть, где и Postgres стоит. Здесь можем много чего рассказать, причем Postgres – это была миграция с Power'ов плюс Oracle на Postgres плюс x86 архитектура. Самое, что ни на есть, экономия издержек и затрат на проприетарные технологии и переход на открытые платформы. Ну и с точки зрения SFO здесь тоже, видите, два больших примера, знаковых для нас. Дальше идем. Вот с точки зрения озер данных и больших данных здесь хочется рассказать, как можно это сэкономить. Знаете, как русский человек обычно делает, а ввязываемся в драку, потом разберемся. Вот если вы занимаетесь большими данными и строите платформу для озера, то крайне рекомендую обратить внимание на программно-аппаратный комплекс, который мы выпускаем, это с Data Lake Appliance, на первый взгляд кажется, что PAX, значит, это дорого, значит, там все уже внутри замешано, мы в этом не разбираемся, проприетарное. Нет, это не так. Во-первых, аппаратное обеспечение x86 и сервера, много-много-много, с дисками, которых тоже много-много-много. Открытое дальше OpenStack, OpenShift, открытое тоже программное обеспечение, сверху Hadoop, то есть платформа Cloudera, либо российская Arena Data, и все это поставляется как программно-аппаратный комплекс. Почему, спросите вы. Вот здесь, на этом слайде, на последней строчке, обращаю ваше внимание, что как раз-таки совокупная стоимость владения программно-аппаратного комплекса в расчете на 5 лет, она минимум на 30% дешевле. И заказчики, которые считают, мы сейчас вяжемся в драку, начнем строить озера, дальше разберемся, вот они на старте могут сказать, что да, зачем нам PAX, мы же тут все сами умные, все сами умеем. По факту, и в России у нас уже такая практика есть, приходит к тому, что давайте, мы это уже попробовали, давайте теперь с вами поработаем и поставим, соответственно, программно-аппаратные комплексы. Готовы тоже до уровня тестирования и проверки гипотез, это доказать и показать, взаимодействовать вместе с вами. Этот слайд будет в раздаточных материалах, другие плюсы PAX вы можете тоже посмотреть и убедиться, почему это может быть хорошо. Здесь представлены глобальные заказчики продукт, мы запустили вместе с Клоудерой в прошлом году, с Аренодатой в этом году, поэтому пока российских заказчиков у нас на уровне тестирования, есть уже тестирование и проекты в работе, и готовы в том числе с вами обсуждать, как и для чего использовать именно Atos Data Lake Appliance. Теперь про много-много-много различных архитектур, инфраструктур, как их мониторить, как их управлять, и как при этом, простите за русское слово, не порваться и не сделать так, чтобы затраты вырастали с каждым небольшим установленным сервером кратно. Это про периферийные вычисления. Во-первых, для чего периферийные вычисления? Ну, это минимум умные города, дальше это розничные магазины, это транспорт, это буровые, это АЗС, то есть там, где у нас есть камеры, мы сейчас вот ехали в поезде, и как говорится, профдеформация, когда идешь по поезду, начинаешь считать камеры, потом смотреть у начальника поезда на экран и смотреть видеонаблюдение, какое у него, какая ВМС стоит. Андрей, наверное, меня поймет точно. Но по факту нам интересно нечто большее, да, это умная видеоаналитика. Если говорить про поезд, то какой смысл смотреть начальнику поезда в экран, когда происходит драка, если начальника поезда, например, нет на месте, и у него нет умной видеоаналитики, которая отправила бы ему тут же смс-очку, если он был там, не знаю, в первом вагоне, а не в десятом, и сказал, вот там что-то происходит, обрати на это внимание. Здесь мы тоже говорим про программно-аппаратные комплексы, и с точки зрения затрат, я рекомендую обратить вот на предпоследний столбец платформу под ключ. То есть полный цикл услуг по внедрению, поддержке и обслуживанию платформы. Что это означает? Это означает, что мы приходим к вам и говорим, вот железка, сами делайте, что хотите, как с камеры, например, да, а мы говорим вам, что внедрение видеоаналитики мы готовы делать под ключ. То есть мы делаем от программного обеспечения до аппаратного обеспечения, и дальше, когда у вас много-много этих различных объектов, мы помогаем это вам мониторить из одного окна, или мы мониторим это за вас, накатывать обновления, накатывать прошивки обновления, там, альфа, бета-тестирование, готовы это все делать, есть опыт, готовы показывать, как это мы делаем, таким образом, чтобы вот вы знаете, как мониторить и работать с содом. Хорошо, отлично, продолжайте и с ним работать, но когда оборудование выходит за сод, то мы здесь как раз-таки есть, которые помогут вам мониторить и обслуживать это оборудование вне сода. Ну и самое интересное нам, что нам важно, чтобы у вас это масштабировалось и не тормозилось, а ли вы внедрили там на трех объектах из трех ста и встали, потому что дальше не знаете, как это масштабировать, потому что делаете это на коленке, делали это на игровых картах или еще что-то, ну или вообще на мобильных телефонах, не дай бог. А потом еще и отказоустойчивость появится вопрос, безопасность появится вопрос. Вот мы этот вопрос сразу помогаем закрыть, в том числе на удаленных объектах. Ну вот как здесь на экране вы видите, что справа на картинке сервер просто на стене. Вопрос безопасности, вопрос как его обслуживать, вопрос как обновлять, какая сеть и так далее, и так далее. Здесь у нас все это предусмотрено, готовы про это отдельно рассказать, ну или в чате в том числе. С точки зрения масштабирования видеоаналитики, здесь точно так же подход простой, мы гибко предлагаем с точки зрения затрат, как использовать видеоаналитику, либо совсем без GPU, либо графических ускорителей для видеоаналитики, либо один, либо два, совсем объект большой, тогда можно 3 NVIDIA 100 поставить на этот объект в виде нашего сервера Blue Sequoia NASA. Здесь мы опять же поможем, не везде количество камер одинаковое, не везде софт одинаково нагружен, мы этот сайзинг подставим под наши возможности и поможем гибко, соответственно, оптимизировать затраты на внедрение. Опыт построения у нас уже есть, есть и на АЗС в Теско, это розничные магазины при АЗС, которые находятся, есть и Disney парк аттракционов, где много-много датчиков, то есть не обязательно там могут быть именно камеры, ну и распределенные объекты, как видите, в США, рынке Америки, у нас 20 тысяч распределенных объектов, то есть мы понимаем, какими управлять и что с ними делать. Более того, мы идем немножко дальше, и здесь вот из этих восьми кубиков, которые вы можете почитать на досуге, вот эта фабричная предустановка, например, первая, помогает сокращать ваши издержки, наш опыт, где как разворачивать, тестировать, тоже помогает вам, как говорится, go to market, сократить это время и по запуску решения, и не ждать, когда через полгода, год, у вас там что-то случится, вы протестируете, мы готовы за месяц развернуть, дальше уже пошло пилотирование, доказывание гипотез и внедрение. Услуги по управлению, как я сказал, вот эти управляем, managed services, так называемые, тоже у нас есть, и с точки энергопотребления точно так же этот сервер оптимизирован для периферийных средств. Что еще, что еще сказать? Вот все-таки вопрос к Апекса и Апекса. С одной стороны, как у нас на практике это происходит? У нас есть возможность, на самом деле, as a service, я называю аренда, и у нас есть возможность предоставлять оборудование в аренду, в том числе есть оборудование в Москве, есть оборудование на складе, и некоторые заказчики этим пользуются. Если вдруг нужен Апекс, на короткий промежуток, на долгий промежуток, на 3-5 лет или на 3-5 месяцев, на безразницы, мы можем и так, и так работать. Дальше возникают вопросы пиковых нагрузок, мы готовы под пиковые нагрузки тоже предоставлять оборудование, причем это может быть как частное облако, то есть оборудование, стоящее у вас, как у нас оно стоит, вы получаете это просто как услуга, тоже готовы это обсуждать. Но что еще более интересно, если у вас стоит парк оборудования, который мы поставили, он на наших серверах, то мы под вас готовы держать, так скажем, горячий резерв, когда вам вдруг неожиданно не запланировали, или ваша организация растет быстрее. Это же тоже проблема, когда вы планировали рост инфраструктуры на 20%, а она у вас растет на 200%, и вам приходится что? Бегать по рынку, искать, где бы быстрее заткнуть дырку необходимости бизнеса в новом сервере, и вы покупаете его чуть ли не по дорогой цене, не покупаете того вендора, который вам нужен был и так далее, и так далее. То есть куча на самом деле проблем, а потом вы оглядываетесь спустя год и смотрите, что у вас там стоит зоопарк, космические затраты и так далее. А как этим всем управлять, еще тем более вопрос. Поэтому мы готовы держать горячий резерв для вас. То есть понадобилось еще, если ваши ожидания от бизнеса оказались еще больше, что бизнес еще больше просит. Пожалуйста, тоже готовы и с точки зрения капекса. При этом я сейчас говорю не только про базовые сервера, но и про программно-аппаратные комплексы в целиком. Будь то большие данные, Data Lake Appliance, или будь то периферийные вычисления на основе EDGE. Маркетинг прибежал, сказал, давайте от погоды теперь будем строить аналитику какую-то в наших магазинах или АЗС, или еще кто-то, безопасники. Причем доступно уже сегодня, это действительно так. Так, те вопросы, которые уже были озвучены. Импортозамещение, но на самом деле это, мне кажется, не про оптимизацию затрат, а про увеличение затрат. Ну, во-первых, про миграция здесь сразу, во-вторых, все оборудование, которое произведено не в России, для того, чтобы его производить в России, появляется наценка за это самое производство в России. Это тоже надо понимать. Но импортозамещение у нас есть в России, есть под логотипом Маяка, есть под логотипом Data.ru. Это два партнера, которые помогают нам локализовывать оборудование на рынке России и создавать программный аппаратный комплекс. То есть мы протестировали, мне кажется, вчера уже есть мониторинг российский, пришел сертификат протестированный, Bazalt OS на Бельсикване SA позавчера мы протестировали, все работает, сейчас сертификаты заполняем. Astra Linux у нас протестировано с Брестом, с виртуализацией. То есть с точки зрения софта, софтверного стека и тестов в целях импортозамещения, здесь мы идем широкими шагами, смотрим дальше, как можно приземлять оборудование. Здесь немножко сложнее с рэпом у нас. Но, опять же, это не про оптимизацию затрат. Дальше. Второй вопрос. Обслуживание большой инфраструктуры. Давайте начнем с того, что исторически Atos занимался аутсорсингом. И вот эти менедж сервисы, когда я пришел в Atos 5,5 лет назад, это был целый департамент, так и назывался менедж сервисы. Поэтому глобально Atos как производитель – это один департамент, как управляемые услуги – это другой департамент. И мы можем внедренную инфраструктуру, поставленную нашу инфраструктуру, помочь ее управлять, то есть когда необходимо подключать нужных людей, может быть, пики какие-то, да, на какие-то периоды, и помогать обслуживать, а дальше, в зависимости от того, как и чем вы это обслуживаете, у нас есть и большой центр ресурсный в Воронеже – 1300 человек, есть и в Москве инженеры – 120 человек, ну и по России немного. То есть здесь готовы обсуждать, как мы можем помочь с точки зрения именно наших решений, и же вам помочь в дальнейшем обслуживать. Специально оставил правый квадрат, прямоугольник пустым, потому что ожидаю, что сейчас еще будут вопросы про оптимизацию инфраструктуры, оптимизацию затрат на эту инфраструктуру. Наверное, как завершающий свой слайд, хотел бы показать историю, что, в принципе, мы и в России, и про перифильные вычисления, и про озера данных, и про традиционные сервера, и гиперконвергенции, уже есть внедрение, есть заказчики, и различные абсолютно задачи. Можем давать пилоты более чем на 14 дней, отвечаем вот здесь справа на экране попробовать, будет в рассылке адрес, как вы видите, очень простой, пресейл атас.нет, и SLA на ответ у нас 24 часа, то есть вы туда отправляете свою задачу, свой сайзинг, свои вопросы, текущую стратегию вашей инфраструктуры. Мы вам отвечаем за сутки, как это можно с помощью нас реализовать, опекс, капекс, оптимизация и так далее. Либо список всего вашего оборудования в ЦОДе, а мы предлагаем, как это можно по стойкам оптимизировать. Тоже такое мы делали, и любим такое делать. Для того, чтобы больше вы узнали про периферийные вычисления, edge.how, отдельный сайт, много чего там интересного есть, рекомендую туда зайти. Ну и мои контакты здесь, сейчас скопирую их тоже в чат, чтобы они были, как это говорится, подписывайтесь на наш канал, да, и YouTube, и Instagram. Не знаю, мне говорят, что в Instagram есть у нас фолловеры, ну, хорошо, как бы, да, если кто хочет туда. Я больше за Хаббр, то есть мы любим выкладывать на Хаббре интересные статьи и будем продолжать их там выкладывать, в том числе сейчас у нас количество тестирований, различных инноваций, все больше и больше. Андрей, со своей стороны, закончил рассказ, да? Давайте посмотрим. Отличный темп. Ну и, мне кажется, очень хорошая, современная бизнес-модель у вас сейчас. Уважаемые участники, ждем ваших вопросов. Роман, я бы вас попросил вот один ваш тезис прокомментировать. Вы вначале предлагали такую тему, модернизация старого заменой на новое с оптимизацией. Так, я думаю, что это для многих наших участников актуальная ситуация. Так, ну вот, чуть-чуть на ней остановитесь, пожалуйста. Ну, как вообще на практике это работает? Обычно у заказчика есть список всей текущей инфраструктуры. То есть он понимает, ну, во-первых, потому что он определяет, что из этого продлять у вендора, что продлять еще как-то, поддержку я имею в виду. То есть точно текущий парк оборудования известен. Известен он и в том числе по энергопотреблению, по занимаемым рек-юнитам и так далее. Эту информацию достаточно отправить нам, и наши технические консультанты проанализируют и помогут ее, ну, соответственно, из вот такой, из точки зрения затрат, из точки зрения объемов прогнозировать, нарисовать. Если один в один пересчитывать, мы умеем пересчитывать, причем, могу сказать, и спарки, и пауэры. Единственное, наверное, с мейнфреймами будет потяжелее за сутки ответить, да, ну, давайте пока вот без экзотики, можем пересчитывать x86-ую архитектуру в, так скажем, наших попугаях, используя спик-инты или сапсы, в зависимости от того, какие приложения сверху стоят, и тоже с этим учетом предложить новые процессоры, потому что если стоят Broadwell и Haswell, не обязательно процессор один в один будет пересчитан. Дальше предложим наш вариант, предложим, может быть, даже два варианта, на Intel и на AMD, и посмотрим, где как лучше заказчику уже дальше этот процесс диалога. Но практика показывает, что даже вот такие пересчеты, они уже показывают, иногда бывает, знаете, как Андрей, что стоимость поддержки, так скажем, была 100 рублей в год, а стоимость покупки нового оборудования, она меньше 100 рублей получается. Ну, то есть просто даже за цену поддержки можно купить новую инфраструктуру и оптимизировать старую. И ты такое было, улыбались потом все. Да, понятно. А вот эти договоры о поддержке, да, ну, о сопровождении, они, ну, в каких валютах, не знаю, то есть как, потому что, ну, когда говорится об импортозамещении, там, с одной стороны, понятно, что что-то удорожается, с другой стороны, вроде как, валютные риски, да, возникают. Вот здесь как? С точки зрения импортозамещения, здесь стоимость оборудования, стоимость поддержки в рублях, соответственно, склад ZIP находится в России, инженеры, обученные на первый, второй уровень, находятся в России, соответственно, здесь, как это, так скажем, если вдруг стрельнет в санкционный риск, то российские юридические лица будут обслуживать предоставленное и поставленное установленное оборудование, и оно будет в рублях, безусловно, и продление поддержки точно так же будет в рублях. И вот, кстати, с точки зрения поддержки, Андрей, да, вот хороший вопрос, потому что поддержка на оборудование при его продлении от российского нашего локального партнера, скорее всего, даже будет получше или поинтереснее для заказчика, но тут опять надо смотреть от количества и качества оборудования. Хорошо, есть несколько, уважаемые участки, ждем еще вопросов к Роману, так и по услугам, и по номенклатуре АТОС, и по вашим кейсам, да, вы можете дать конкретный какой-то ваш кейс, чтобы Роман его прокомментировал, время позволяет. Ну вот Андрей Мэй спрашивал, на HCI сколько минимально блоков? Это я вопрос передам, с вашего позволения, техническим нашим консультантам, да, это вот здесь, потому что надо смотреть на сертифицированные решения на сайте VMware, потому что там есть блоки, которые сертифицированы на Intel и на AMD, мы там и там есть, и мы в оффлайне просто пришлем тогда информацию, какой минимальный блок есть, и отдельно еще напишем, какой минимальный блок доступен для тестирования в России, ну, чтобы можно было взять, посмотреть, как это работает. Хорошо. Заинтересовало, а вот в ПАК АТО сходит какие-либо средства безопасности, какое-либо программное обеспечение для этого, Александр Провин? Вот с точки зрения безопасности, это нужен консультант наш Илья Костриц, который отвечает за озера данных, практика, которая у нас есть, я вот не знаю, что туда входит, с точки зрения 20 различных софтов внутри стоит, то есть сервер, сеть вокруг, много дисков, сверху что-то операционная система, средства мониторинга, и дальше идет стэк софтов, ну, будь то под гидой Клаудера, либо будь то под гидой Аренодата, не суть, но практика показала при развертывании пилотного проекта в заказчике, что при внедрении этой всей истории, и там много действительно различных софтов, они как муравьи, знаете, то есть вот так вот посадил их все, они вроде сидят, но только там включил свет или хлопнул в ладошки, они тоже начинают разбегаться, и когда начинают версии разбегаться, совместимость разбегаться, первыми, кто приходят, вы не поверите, не там сис-админы, а первые приходят безопасники, и говорят, слушайте, вот тут что-то много дырок вдруг появилось неожиданно, да, какая-то информация различную уходит, давайте-ка вы этим займете, и вот на этот вопрос лучше, конечно, коллега, чтобы он мой ответил, потому что мы действительно смотрели, как закрывали дыры, и пилот успешно продолжился и завершился, то есть опыт в этом есть, как по безопасности программного аппаратного комплекса, про озера данных. Если мы же говорим про паки, которые для видеоаналитики, ну, там очень много чего по безопасности, начиная от физической безопасности, вскрыли сервер, диски тут же стерлись, да, до как сделать так, чтобы те сервера, которые установлены где-то далеко, информацию передавали по безопасным каналам в центр, это тоже есть у нас отдельное решение, хорус называется, ну, просто не в рамках, это уже не про оптимизацию, да, здесь. Так, то есть те, кого безопасность интересует, пишут вам, собственно, запрос на вашу почту, да, и ваш коллега подключается. Так, отлично, отлично. Вопросы про это замещение смотрю тут, Андрей, да, я на него ответил. Можно ссылку на Data.ru, давайте пришлем в оффлайне материалы по Data.ru, Ну, там немножко анонсируйте тогда, если... Ну, по сути, как бы мы, можно так сказать, наше оборудование установлено... Вообще какие предпосылки, да, то есть мы устанавливаем оборудование в России в различных заказчиках, и даже сейчас вы видели в моей презентации, что у нас есть установки под Postgres'ом, тогда на CentOS, и сейчас, соответственно, на Astri в госзаказчике, но я не могу разместить логотип, потому что Atos это Societe European, так скажем, европейская компания, и референции с российскими заказчиками не будет. Но у нас инсталляций большесокетных машин в госзаказчиках очень много, ну, начиная с того, что первая 16-процессорная система была уставлена в России на Casca Lake, ну, я имею в виду, первая в мире инсталляция. Вот, и именно для этого мы здесь с партнерами по рынку здесь компанию Data.ru сделали, как называем ее, филиал Atos в России, ну, филиал для сочкания импортозамещения. Поэтому все те технологии, все то, что я сегодня рассказывал, они доступны от российского производителя, но там уже вместо Клаудеры – Arena Data, вместо, допустим, Red Hat – там Astra Linux, ну, и так далее. То есть именно вот мониторинг интеграл мы тут протестировали, тоже с нами работает, импортозамещение вот там. Материалы, говорю, дошлем. Сайт сейчас разрабатывается, буквально совсем свежая история, ну, туда идем большими темпами. Так, хорошо, ну, вот Олег Алексеев, видимо, меньше знаком с вашей компанией, задает такой вопрос, который вы сами выберете, как отвечать. Чья разработка, спрашивает он? Здесь вы упоминали многих партнеров, на самом деле, может, действительно уточнить. Отличный вопрос, ну, здорово. Когда спрашивают, чья разработка, это очень… Ну, IT-рынок, он очень такой интересный, на самом деле. По факту мы производитель, но, начиная вот на тот слайд, где я показывал про нашу инфраструктуру, про наше решение, там видно, что есть, например, у нас Escalo. Escalo – это мы берем наши сервера, точнее, мы берем сервера у IBM, их IEM во Франции, и в Россию они приезжают, ну, фактически, как конкуренция IBM Power. То есть там внутри не наши технологии, и на тех демо-серверах, которые у нас есть в России, так и написано сверху IBM, сделано в Мексике, дальше BUL произведено во Франции, ну, Manufacture там и Assembled. Вот, если мы же смотрим на наши сервера, например, Blue Secon S, вот этот самый масштабируемый 32-процессорный, это наша разработка, наши сервера делаются на фабрике Ван Джер, разрабатываются в Гренобле, прекрасные города Франции, куда рекомендую, в том числе и с нами можно съездить, если будете покупать наше оборудование, да. Но, что самое интересное, эти сервера аемят уже от нас, да, Hitachi, например, по всему миру, и перепродает Dell. То есть через эти каналы, через партнеров этих производителей можно купить наши сервера, ну, только не в России, потому что в России двухуровневая система дистрибуции, и фактически зачем делать конкуренцию самим себе, да, вот, а так есть инсталляции от этих производителей, поэтому, когда кто-то видит наши сервера установленные там в каких-то больших, сейчас у нас там Саудиорамка, например, да, такая небольшая, так скажем, нефтяная компания, идет инсталляция, и там через Hitachi это все идет. Вот, то есть разработка, еще раз, наша, наша IP, и здесь, в точке, ну, и Эдж тоже наша разработка, тоже наша IP. Отлично, отлично. Спасибо большое. Роман, я смотрю за временем, пора нам следующему докладчику предоставить слово. Жду вашего подписчика. Увидимся, да, на панельной дискуссии. Увидимся на дискуссии. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, итак, теперь представляю вам Василия Демидова. Василий, здравствуйте. Добрый день. Василий руководит развитием бизнеса HP GreenLake Softline Россия. Компания имеет очень такую богатую, я бы сказал, широкую экспертизу, вот, и тема выступления, как снизить затраты на содержание этой инфраструктуры, переведя капитальные сдержки в операционные. Тема отчасти затронутая, подозреваю, что да, вот облачная оплата, речь пойдет об облаках. Ну, облачные стратегии, да, это тот вопрос, который очень многих заказчиков интересует. Так что с большим удовольствием вам слово предоставляю. И перед тем, как вы начнете, напоминаю тем, кто нас слушает, что когда наше время истечет, да, и мы обсудим вкратце выступление Василия, вы, уважаемые участники, увидите в чате ссылку на онлайн-переговорную комнату, где вы сможете продолжить общение с Василием и командой Softline, и выяснить в том числе какие-то вопросы по вашим кейсам. Там не ведется запись, там вы можете более спокойно обсудить то, что вас интересует. Василий, можно начинать презентацию на экране. Да, благодарю вас, Андрей. Действительно, предыдущий спикер, что называется, мне немножко проспойлерил, поэтому пересечения есть, но я надеюсь, что взгляд на тот сервис, что предоставляет компания Softline и вендорх Hewlett Packard Enterprise, все-таки тоже будет полезно, вы сможете сравнить и посмотреть на это с другой точки зрения. Ну, если говорить такую краткую преамбулу и вообще с точки зрения того, да, то есть у нас вопрос, как меняется IT-инфраструктура. Для этого нужно понять, как меняется IT. И есть сейчас очень популярное востребованное маркетинговое словосочетание цифровая трансформация, но можно это назвать более локально, понятно и четко с точки зрения того, что различные IT-технологии, они меняют бизнес-процессы компании. Они позволяют иначе взаимодействовать с нашими клиентами. То есть если мы говорим про тот же бизнес банки и телеком, это различные личные кабинеты, которые при этом должны быть синхронизированы там через записы, какими-то еще каналами получения связи, это сразу же биллинг, и при этом мы сюда, опять же, продолжая предыдущее выступление, можем включить некий анализ пользовательского спроса, поведения. Опять же, в том же телекоме знаю, что это вот условно анализ, а как мы можем повлиять на нашего потребителя. Если мы говорим про производство, то это различные технологии, именно цифровое производство и цифровое моделирование, когда нам уже не нужно делать это вживую. И мы это можем, в принципе, все делать на компьютере, и вычисления именно цифровые, и уже работать с ними. Ну и в целом, наверное, можно отметить, вспомню слова, сейчас не припомню, кто сказал, побеждает не самый умный, побеждает самый быстрый. И вот события прошлого года, мне кажется, они еще более ярко подчеркнули, и в том смысле, что чем быстрее компания меняется, адаптируется к новым реалиям, тем больше она зарабатывает, тем меньше она тратит, тем эффективнее работает. И в разрезе этого и инфраструктура должна быть гибкой. Опять же, Даня несколько раз услышал это слово, и действительно, гибкость – это то, о чем мы сейчас слышим очень много. Как мы можем более оперативно, более правильно реагировать на все изменения вокруг. И если говорить с точки зрения подходов, мы можем выделить глобально их три. Условно, две крайности, между которыми по центру промежуточна некая гибридная модель. Первое – это строить свою собственную IT-инфраструктуру. И здесь уже идет речь о выборе компонентов, вендора глобально. И это самый понятный, простой и, наверное, привычный способ закупки, потому что, да, есть деньги, есть товар, товар у меня, я им пользуюсь, делаю, что хочу. И при этом компании, и я сейчас говорю не только о российских, но и о зарубежных, очень часто в этой парадигме сталкиваются с такими проблемами, как долгий цикл закупки, неэффективное использование этого оборудования, потому что мы же понимаем, что оно приедет, там, не знаю, через 2-3 месяца, может, или даже через 4-5, да, а нам нужно вот уже здесь и сейчас. Соответственно, мы закладываемся с неким запасом, оно будет просто стоять и пылиться на складе. Плюс это дополнительные трудозатраты. Понятно, что это нужно обслуживать, поддерживать, поэтому понятная управляемая работа своим дата-центром, но против вот тех факторов, которые я назвал. С другой стороны, облака, которые набрали популярность за последние, ну, наверное, сколько лет, 9-10, да, когда скорости позволяют, когда провайдеры, по сути, берут на себя ту функцию, что они закупают мощности для себя, но предоставляют это на большой пул заказчиков. Соответственно, так или иначе, мы видим тренд, это повышение востребованности облаков, их все больше, но против них, по сути, один самый главный фактор – безопасность. Не все компании и, допустим, не под все данные или приложения возможно выделение такой передачи. Какой бы уровень SLA безопасности не гарантировали, я это говорю в том числе, по примеру, Softline, мы видим, что как существовала капик-закупка, так она и существует. Как есть пользователи, которые помогают, что под эти сервисы готовы выделить облака, и это экономически более выгодно, это совмещают. Ну, и между этими где-то промежуточное или там совмещение обеих моделек, а под разные задачи либо просто закупается оборудование, либо используется публичное облако. Частное облако в данном случае я отношу к своей, по сути, он прям инфраструктуре, потому что хоть технологически это и облако, но вы все так же его просто закупили, используете, но использую я технологии виртуализации и гиперконгенции. И вот по вопросу капекс и опекс, да, мне понадобится добавить орехи, вот действительно стоит вопрос еще отдельный, а как это экономически согласовать и что будет для компании выгодно. И здесь мы тоже видим такое определенное смещение, если раньше речь шла только о капекс, закупках как единственный вариант, то сейчас все больше компаний говорят, нам нужно разбить платежи во времени. Мы понимаем, что здесь и сейчас мы не готовы изъять сразу крупную сумму инвестиций и инвестировать это в инфраструктуру. И, опять же, там, имея некие финансовые корни. Могу отметить, что есть еще такое влияние, как налог на прибыль, расчет амортизации оборудования, влияние на НДС, в общем, различные финансовые показатели. Кстати, в личной комнате как раз готов показать один из примеров кейса, как различный, как, например, одного из проектов, как закупка оборудования ложится именно на финансовые показатели. И когда, с одной стороны, кажется, что услуга более дорогая, на самом деле финансово и именно, с точки зрения, TCO, да, именно финпотока оказываются более эффективны и приглашают, там, готов более подробно об этом рассказать. Соответственно, решение GreenLake, оно основано на базе вендорах Hewlett Packard Enterprise, и, по сути, это попытка совместить. Вот Андрей задал вопрос, что речь ли пойдет про облака, не совсем. Речь пройдет про облачную модель оплаты, вот ту самую гибкость, которую можно добиться для локальной инфраструктуры, потому что, как я уже обратил внимание, по сути, идет, борьба между двумя факторами – это экономика и безопасность. Вот GreenLake – это попытка совместить и, что называется, усидеть на двух стульях. Как это работает, сейчас покажу. Во-первых, что в данном случае мы подразумеваем под инфраструктурой. Действительно, программно-аппаратный комплекс, он может формироваться различными средствами, он может в себя включать как аппаратное обеспечение, будь то серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и так далее. Программное обеспечение поверх этого. Очень часто проект GreenLake – это проект именно гибридного облака, поэтому нужно включить средства виртуализации. И дополнительная поддержка. То есть, по сути, первый этап работы с этим сервисом – понять, какая именно инфраструктура вам требуется. Далее мы переходим к таким основным положениям контракта и почему все-таки речь идет об облачной модели оплаты. Во-первых, это услуга. Мы именно предоставляем это еще раз как сервис. То есть, полностью законченный, когда мы отвечаем за то, чтобы у вас были необходимые вычислительные мощности. Почему я сказал, что туда входит не только железо, и речь не просто об аренде, и при этом отдельная пул, и очень часто речь идет именно о необходимости каких-то сервисов. Мы начинаем по самой простой технической поддержке. Это может быть какая-то миграция данных или настройка СРК, системы резервного копирования. В общем, разные задачи. И все это в рамках единого сервиса, единого контракта. То есть, опять же, управляемое, по сути, обслуживание, управляемое взаимодействие с одним поставщиком. Место инсталляции. Поскольку чаще всего стоит, ну, скажем так, требование, железо должно быть у нас, мы хотим его потрогать, пощупать и успокоить наших коллег из информационной безопасности. Это наиболее частое место инсталляции, хотя это может быть и внешне арендуемый сот, то есть это не принципиально, это по усмотрению заказчика. И теперь самое интересное, что в этом сервисе происходит. Мы рассчитываем тарифы, которые привязываются к определенным единицам, будь то единица сервера, гигабайт памяти, сетевой порт, я не знаю, ядра используя SAP. То есть какой-то понятный тариф, исходя из которого мы там, давайте вернемся к случаю, расскажу именно в разрезе серверов, более понятно. Мы поставляем физически 10 серверов. Вы знаете цену за одну единицу. И далее у вас начинается переменный платеж, где мы с вами определяем минимальную границу, то есть порог, ниже которого оплат не будет, ну и максимальную, в данном случае ограниченный общим установлением. То есть не резерв, который мы держим где-то под вас, а резерв, который уже физически у вас, и который, когда вы включаете, тогда за него используете. Вот о чем идет речь, когда мы говорим про облачную модель оплаты, то есть более гибкую, и то, что это уже локальный буфер, который есть у вас, и который по те самые пиковые периоды или резерв, если вы понимаете, что вы стабильно растете, и вам все время нужно чуть больше, вот эта история как раз об этом. То есть, еще раз, привязка к конкретным единицам используемого оборудования, отслеживание этого потребления и оплата, которая напрямую завязана на такую систему. То есть, ну там, опять же, 10 серверов поставлено, вы, допустим, определили, что 7 минимально, вот 8, 9, 10 будут оплачены только если они включены. И при этом мы понимаем, что, опять же, мощности могут меняться, изменяться, и, возможно, потребуется какое-то расширение. Интересность GreenLake в том, что мы тарифы фиксируем изначально на момент подписания. То есть, это может быть масштабирование уже имеющегося оборудования, то есть, по сути, мы кубиками достраиваем систему, либо какое-то иное оборудование. И, опять же, с точки зрения работы SoftLine, в основе, еще раз отмечу, лежит решение в вендорах Hewlett Packard Enterprise, мы можем добавлять и сторонние решения, как железо, ну и, как я уже сказал, софт и так далее. И, соответственно, там часто, например, идет связка с сетевым оборудованием Cisco. Ну, это как пример. Всем рекомендую Aruba, конечно же. Шутка. Вот. Дальше вопрос, что делать с этим оборудованием в конце. Контракт закончился, он в данном случае от 3 до 5 лет. Вы можете сами, опять же, выбрать, оставить оборудование у себя, продолжать им пользоваться, либо утилизировать, то бишь отдать нам и вендору на утилизацию, продлить контракт, и оно будет заменено на новое уже технологически, соответствующее, там, условно, следующее поколение. Это, опять же, что к вопросу, как там отслеживать энергопотребление, чтобы это занимало меньше места и так далее. Ну, и техническая поддержка мы предоставляем, как я уже сказал, там, глобальный уровень сервиса в зависимости от конкретной задачи. Почему это не лизинг, почему это все-таки некое отличие от АСССР и почему это все-таки именно сервис? Ну, во-первых, юридическая основа, это именно услуга, которую мы отвечаем за то, чтобы у вас были вычислительные мощности. Во-вторых, та самая гибкость, которую вы оплачиваете, исходя из того, гибкость оплаты, которая привязана к конкретным употребляемым мощностям. Это фиксация тарифов, которые при этом, опять же, являются вашим правом, а не обязанностью расширяться или не расширяться. В том же лизинге, к примеру, нет такой возможности. Если мы там фиксируем, то это, значит, уже обязанности, зафиксированные в договоре. Ну, и, наконец, обновление, которое тоже является вашим правом. Вы сами можете в конце решить, насколько там это устраивает под конкретные задачи. Знаю, что у тех же банков очень часто там, ну, поскольку не меняется система кликоват центробанка, они, к примеру, могут использовать достаточно долгий период и продолжать работать, то там нет проблем, а вот под другие задачи уже требуют что-то новое, более современное. Ну, по поводу использования, вы здесь видите, как это работает. Ну, по сути, каждый раз мы должны определять конкретную спецификацию требований сервиса. Это оборудование доставляется, настраивается и оплачивается. И дальше, если нужно, вы расширяетесь, и дальше этот цикл продолжается. С точки зрения экономики, как и обещал, и здесь, наверное, тоже подсвечу, кому это может быть интересно в большей степени или в меньшей степени. Статистика показывает о том, что данные постоянно растут. И растут требования в вычислительных мощностях. Это, ну, наибольшая часть, если не говорю, что у всех, но все-таки это та практика, которая сейчас сложилась. Соответственно, вот именно вот этой лесенкой и будет выглядеть капик закупка, где, с одной стороны, вы в какие-то моменты будете тратить больше, чем вам следовало бы, потому что оборудование простает, а где-то вы можете столкнуться с тем, что не хватит оборудования мощностей и будет некий простой проект. В случае с Гринлейком, это вот, видите, те самые две пунктирные линии, вот минимальные, максимальные, а где-то между ними будет лежать физическая оплата. То есть, с одной стороны, и резерв, и с другой стороны, вы растете постепенно в соответствии с требованиями. Это та самая гибкость и общее снижение TCO. То есть, один из факторов, от которого мы пытаемся уйти, предлагая именно этот сервис, это то, что говорят англоязычные коллеги, и over-provision, то есть, перезакладывание. К сожалению, не смог более литературный перевод этого сделать. Как еще раз говорил, да, в комнате готов рассматривать на нашу экономическую модель, на примере, одного из проектов. Это вот коллеги предоставили в Европе, где этот сервис работает чуть дольше. То есть, вот как выглядит разбивка по годам. И здесь еще такое очень важно, усчитывать фактор дисконтирования еще один. То есть, то, о чем мы говорим, 100 рублей, потраченные сейчас, не равны 100 рублям, потраченным через год. Можно это как бы смотреть в две стороны. То есть, как инвестор я рассчитываю, что если у меня 100 рублей, я их во что-то вложу, как минимум заработаю 5%, да, там, положив их на депозит. А как максимум 15-20 и так далее, если я вкладываю в бизнес или какие-то другие более рискованные активы, но которые приносят мне деньги. И как бы как обратный эффект, то есть, можно сказать, что раз я ни во что не потратил, при этом фактор инфляции никто не отменял, то есть, через год уже на эти 100 рублей я куплю меньше, чем я бы купил сейчас. Поэтому важно очень приводить это к некому единому показателю. То есть, оценивать, а какова стоимость денег для вашего бизнеса и насколько выгодно именно выделить сейчас, или есть какие-то другие направления, в которые можно инвестировать, и это принесет больше денег. Но вот статистика показывает, что от 5 до 20% именно финансовой экономии можно добиться, разбив платежи на вот этот многолетний период с помощью GreenLake и аналогичных сервисов. Вот так это выглядит на графике и кэшфлоу, то есть, как он движется в процессе. Еще раз отмечу, добиться получается не всегда, то есть, это где-то может быть больше и меньше, это зависит, опять же, от уровня поддержки, от того, насколько это масштабируется, потому что лучше GreenLake работает на компаниях, которые растут, у которых вот как раз нужна эта фиксация тарифов, и которые расширяют свои мощности, потому что на больших объемах получается добиться большей экономии. Вот, из, ну, то есть, общих таких, наверное, показателей, можно сказать, эффективности, да, что можно отметить о GreenLake. Первый, наверное, как операционный, по сути, для того, что важно, там, им прежде всего, IT-директорам, это ускорение, это упрощение и ускорение запуска проектов, закупка оборудования, то есть, это становится более понятный, быстрый цикл закупки. Для бизнеса очень важна именно совокупная стоимость владения, это факторы, там, опять же, влияние на налоговые показатели, при этом избежать использования каких-то заемных средств, при этом добиться большей, там, инвестиционной привлекательности. Вот то, что получает бизнес. Ну, и безопасность, сотрудники информационной безопасности получают решение, которое удовлетворяет их требованиям, которое не требуется как-то дополнительно настраивать, наверное, отслеживать в том плане, что все оборудование физически у вас, там есть плюс еще внутренняя консоль, на которую можно отслеживать, ну, то есть, контроль использования и безопасность – это такой третий фактор эффективности. В целом могу сказать, что, опять же, коллеги европейские провели статистику о том, что вот именно время запуска и время специалистов, оно уменьшается на какие-то рутинные операции и может быть использовано для каких-то других задач. Таким образом, что у нас, по сути, лежит? В данном случае я сейчас говорю глобально, да, там есть традиционная закупка капекс, которая может быть, как и этот гараж, наполнен красивыми, дорогими и наверняка прекрасно едущими автомобилями, которые, тем не менее, нужно этот парк поддерживать. Это механики, это гараж, который должен отапливаться и так далее. А вопрос, а как часто вы ездите? Если вы готовы содержать, пожалуйста, это тоже там один из способов. Есть такси, куда, шеф, поедем? Соответственно, вы можете выбрать там автомобиль, на котором вы поедете, даже водитель, на который поедете и так далее, но не вы за рулем. То есть это понятная модель развития, которая, тем не менее, как показывает практика, наверное, никогда не будет приведена, когда все компании используют только облака, а не используют свое оборудование. И GreenLake – это вот некий, по сути, гибридный подход, где вам дается болид, вам дается команда, гараж, а дальше вы уже оплачиваете только для того, чтобы гонять по трассе, так как вам это необходимо. Так, постарался в свой тайминг уложиться. Давайте, наверное, на этом слайде останусь. Так, Андрей готов перейти к вопросам. Да, с таймингом отлично. Сразу прошу вас или вашу команду контактов в чат. Это очень помогает в скорости реакции. Ну и давайте прям к вопросам. Ну вот, может быть, вы вернулись бы на 25-й, по-моему, слайд. Вот сейчас верните нам, пожалуйста, картинку. Пару слайдов назад, пожалуйста, да? А, вот на один слайд назад. Давайте я сам попробую. Да, и вот к этому вопрос Евгения. Видите вопрос Евгения, да? Там говорит, цифр побольше. Возьмем такую-то стойку, там, OCP версия 2 в стойке 2400 Core, 15 терабайт RAM. Значит, вместо CO2PB ход 600 терабайт. Есть сравнение или понимание выгоды без капекс и ПО. Вот относятся эти цифры к тому, что он говорит. Или там какие могут быть нюансы для конкретных случаев. И как вообще быть людям, которые хотели бы более детально понять, ну вот, сравнение сделать и понять выгоды. Евгений, спасибо за вопрос. С точки зрения того, как можно цифр побольше. Однозначно можно. И мы как раз и призываем смотреть под конкретные кейсы. И как раз то, что я буду показывать. И когда вот есть такая задача, у меня в голове нет встроенного интернета и счетчика сразу прикинуть тарифы, да? То есть не готов это сделать в моменте. Понятно задачи, под что требуется. Возможно, коллеги что-то уточнят. И вместе мы просто делаем просчет. То есть как это сейчас выглядит. Исходя из технических требований, мы формируем спецификацию. Вот опять же, просто и формируем цены, по сути, да? То есть если вы это просто закупите, если это вы закупите по модели GreenLake. Понятное сравнение, в котором мы показываем, где будут плюсы и минусы. Потому что, ну, могу сразу отметить, да, GreenLake всегда в абсолютных цифрах дороже. Ну, просто всегда. Именно физически, потому что мы говорим о многолетнем контракте. При этом, когда мы добавляем, опять же, те самые факторы дисконтирования, вопрос некого запаса, который мы заложили, переменной мощности, влияние на НДС и налог на прибыль, уже получается немножко, ну, может получаться, там, картина как АПЕК все еще выгоднее, может получаться как GreenLake. И, соответственно, мы здесь уже, по сути, как консультанты, можем вам просто дать рекомендацию, что, исходя из ваших требований, мы рекомендуем вот там сейчас выбрать именно такой формат. Понятно. И вы некоторых деталей будете касаться в переговорке, как я понимаю. Да, все верно. И там уже больше уже можно деталей как раз погрузиться в техническое решение. Потому что, как я сказал, по сути, GreenLake – это модель закупки, да, то есть она изначально от вендоров или по картам Enterprise, она может быть адаптирована и на другие решения, и мы, по сути, собираем такую новую большую солянку, да, которую мы уже там говорим за то, что это должно обслуживаться. Вот там был один из кейсов, точнее вопрос как раз, кто из крупных предприятий, из тех, кого могу назвать, это, к примеру, группа компаний Novotrans, это, возможно, известно, это железнодорожный оператор, один из крупнейших. Еще также один из производителей Волжских, но там, к сожалению, ввиду NDA, они считают своим ноу-хау, очень всегда просят никак не называть. Там это кейс связан с работой SAP. То есть это полностью на нас взята задача предоставить работу SAP, это интегрировать с облаком и обеспечить поддержку всего этого. В целом могу по кейсам, опять же, с точки зрения отраслей, где мы сейчас видим востребованность промышленности, то прежде всего, я не знаю, с чем связано, наверное, как-то промышленники у нас более так это прогрессивно смотрят, потому что тут, знаете, тоже есть некий аспект психологический, а готовность перестроиться на нечто новое и другое. Видим заинтересованность в банках, там это базовая инфраструктура, то есть их базовый ЦОД и обеспечение отказоустойчивости вот как раз на базе GreenLake сейчас несколько таких кейсов есть. Александр Пронин, а есть ли трейд-ин, сдать HPE старый и получить HPE GreenLake? Скажем так, дополнительно прорабатывать надо. Насколько я знаю, такая программа была раньше, сейчас это кейс-бай-кейс, можно как минимум обсудить. Может быть, мы там как софтлайн можем как-то что-то с этим оборудованием подумать. В принципе, там вариации есть. Так, вот Михаил спрашивает, на каком уровне в отношении гипервизора работает GreenLake? Честно, я пытаюсь вопрос для себя понять, я его еще до этого прочитал, все, на каком уровне? Ну, уточните вопрос, Михаил, да? Я попрошу, может быть, либо коллегам переадресу, потому что часто я просто в текущем виде не совсем понимаю, что именно... Андрей Мэй, каковы ограничения для входа в программу GreenLake? Ну, видимо, снизу. Ну, смотрите, здесь речь не об ограничениях, здесь речь скорее о той самой экономической целесообразности. Практика показывает, что это контракт от 100-120 тысяч долларов и выше уже в зависимости от объема. Чем дальше, как я уже говорил, тем это зачастую эффективнее. Если в рубли, то 9-10 миллионов рублей, там, не знаю, там, условно, 5-6 серверов и так далее. Как я уже сказал, там, может быть, разные задачи. Может быть, сейчас даже маленький объем, но если планируется дальнейший большой рост, то как раз та самая фиксация тарифов, она может быть и интереснее. Поэтому кейс-бай-кейс, но вот рекомендуемый цифр я назвал, когда это более интересно. Хорошо, Михаил спрашивает, какие среды виртуализации операционной системы используются в решении? Вот ровно те, что захотите. В данном случае преимущество софтлайна и мультик, то, что мы являемся мультивендорным партнером, они подбираются, исходя из того, что требуется. Зарубежное, отечественное. Как раз вот тот слайд, что я показывал, он основан ровно в том, что мы подбираем, то есть вы обозначаете требования, мы подбираем нужное оборудование. И тот же самый софт. Ну и также вот Михаил упоминает сегодняшнее ночное сообщение о том, что Zoom ограничил функционал для госучреждений России. HP, может быть, и не сможет гарантировать неналожение санкций, пишет он. Как здесь, прокомментируйте, пожалуйста, есть ли у вас облако от российского вендора, спрашивает Михаил, типа Яндекс или Mail.ru. Я так понимаю, у вас здесь свое, наверное, да? Ну, во-первых, да, есть свое, и, насколько я помню, по рейтингам и по объемам оно, кстати, на первом месте в России. То есть, да, есть свое собственное облако, есть партнерство с Microsoft Azure, Amazon и, забыл, как называется, гугловское. В общем, есть международное облако, есть наше российское, да, это не проблема. Как прокомментировать? Не может гарантировать наложение санкций. Знаете, у меня тут, наверное, будет ответный вопрос Михаилу, а кто может гарантировать? То есть понятно, что есть зарубежные партнеры, есть российские. В данном случае мы можем, ну, там, с точки зрения, опять же, если, там, вот мы моделируем этот кейс, вот, но он случился, что происходит, там, вообще запрет полной работы или запрет поставок оборудования? Оборудование уже поставлено, контракт есть, провайдер в данном случае софтлайн. Специалисты, которые могут это поддерживать, также есть. Соответственно, с текущим оборудованием, ну, я не вижу какой-то такой проблемы, почему оно перестанет работать, да, то есть там нету этой глобальной кнопки, которую, не знаю, в Белом доме нажали, и все отключилось. Ну, мне хочется верить, что ее нет. Соответственно, с текущим оборудованием вопрос, ну, там, поддержки ее работы, он продолжится. Это, как бы, для софтлайн не преграда, да, для выполнения своих договорных обязательств. Там, для будущих, ну, видимо, это уже будет тот самый пересмотр и выбор других виндоров железных. Тут мы иначе, наверное, других решений я не вижу. Понятно. А цены, в которых вот эти соглашения, контракты, это рубли, ну, в чем они важны? В рублях, в евро, в долгах, да. Если мы говорим про вот изначально, условно, нулевой момент заключения, да, то есть вот тот первый, условно, спецификация, это исключительно рубли, которые вообще никак с валютой не связаны, они на весь контракт, все, они неизменны, чтобы там не было с какой-то валютой. Если мы говорим про то же самое оборудование HPE, которое может быть там приобретено в дальнейшем, мы не можем зафиксировать его в рублях, это уже фиксация в долларах, но при этом мы фиксируем в том числе и курс. Это хэтч 15%, который, ну, в принципе, помогает страховать себя от рисков, какого-то там излишнего, скажем так, колебаний, слишком большого скачка. Но больше уже, к сожалению, там, те риски, которые, наверное, не готовы брать. Здесь будет вопрос, ну, выбор других виндоров. Ну, и в данном случае клиентский путь какой? Вот задал вам тот же вопрос, который задавался Роману Годсу. Точнее, который он сам предложил и сам на него ответил. Это прекрасный вопрос. Да, да. Вопрос был вот такой, что и так есть старое некоторое парк оборудования, и дальше мы хотим перейти на новое, то есть модернизировать старое, замены на новое и оптимизации. Как вот для этой ситуации вы предлагаете поступать? Вот мне теперь нужно время, чтобы ответить не так же, как он, потому что изначально я бы, когда я слушал вопрос, думаю, как бы ответил, я думаю, ну, да, вот как раз отличный ответ. Но действительно вопрос в том, что первое, понять, что делать с текущим оборудованием, ну, и тут, наверное, есть внутреннее понимание, и может быть наш как технический консалтинг, да, если там роль TrustAdvisor, то есть насколько оно выполняет текущие задачи, либо вы хотите его полностью заменить. Вот, кстати, на самом деле кейс группы компании Novotrans начинался ровно с того, что был большой парк арендуемого оборудования, который нужно было полностью заменить. Вот и тогда на тот момент было выбрано решение, сформировано как раз там, по-моему, сервера из HD и сетевой было поставлено, которые, кстати, в процессе, они потом еще как минимум дважды масштабировались, в том числе вот в прошлом году. Соответственно, понять требования, сколько дуфлерой текущим, сформировать новые и предложить там экономические, опять же, экономические разные модели капик закупки или аренды оборудования. Гринлейк, тут, кстати, был вопрос, что считать ли Гринлейк арендой. Я могу сказать, это можно считать арендой со спецопциями, либо это считать полноценным сервисом, потому что вот эта часть работы, она тоже очень важна и является вот этой частью. Так, ну и давайте немножко клиентский путь тогда проясним, то есть чего будет начинать с вашей командой, пожалуйста. Определение требований, исходя из того, какая вообще задача, то есть это мы можем, скажем так, плясать от железа, да, что называется, мы можем плясать от требований, исходя из того, что вот есть, опять же, задача, там, кстати, приводился пример, что делать с данными видеоаналитики. Ну, то есть отдельная может быть задача, там, не знаю, настройка, вот система резервного копирования. Понятно, первый встает вопрос, что это за данные, как их мы можем максимально эффективно реплицировать и дублицировать, то есть их сжимать и там сделать это максимально эффективный процесс. Дальше идет подбор именно того самого оборудования, софта поверх этого, который мы прилагаем, и насколько там закрывается это текущими специалистами, либо мы добавляем сервис. То есть вот вспоминаю, тут, может быть, давайте на слайд еще раз кликну. То есть мы, по сути, из этого... А, простите, далеко ушел. Да не буду. В общем, это некий блин, в котором мы выбираем железо, софт, поддержка. Все, как только это сформировано, у нас идет вопрос тарифов и вопросу, там, контракт, что делать с этим оборудованием, хочет заказчик выкупать или не выкупать. Ну, по сути, некое определение опций, там, договорная уже работа. Дальше оборудование физически приезжает к нашим заказчикам, мы это инсталируем, оно запускается в работу, все, начинается работа именно сервиса, да, вот эти мощности на месте. Мы должны гарантировать и поддержать их работу, чтобы это было работоспособно, и наши заказчики могли этим пользоваться. Все, дальше, если нет никакого расширения, то, как бы, контракт закончился, и вопрос, хорошо, что мы дальше с этим делаем. Либо, как я уже говорил, да, мы в процессе можем его как-то менять, расширять и так далее. Понятно. Хорошо. Ну что ж, я думаю, пришло время пригласить в переговорку, да, и я понимаю, вот сейчас обращаюсь к Андрею Рашкину, там у вас был вопрос по работе с большим трафиком, там, пожалуйста, тоже в переговорку иногда перейдете и получите свой ответ. Вот Юлия Городецкая опубликовала ссылку. Василий, что вы будете там еще показывать? У вас ведь что-то подготовлено, да, для переговорки? Да, как я уже говорил, это именно экономическая модель, я могу честно сказать, она не оформлялась как презентация и прочее, это разбор Excel, ну, назовем это, мастер-класс, наверное, слишком громко будет звучить и самонадеянно, это разбор, как бы, финансов для IT, то есть как можно защитить в том числе более дорогую финансовую модель, потому что, ну, очень часто у нас стоит вопрос, ну, там, у IT-директоров, да, кто отвечает за инфраструктуру, там, хотим больше, но бюджет на это не дают, приходится ужиматься, брать какие-то другие решения, которые, может быть, не полностью удовлетворяют, но вот вопрос этого остается. Соответственно, как можно защитить модель более дорогую, чтобы не терять в каких-то, именно в каком-то функционале, или в техническом качестве, и на какие факторы именно экономические, обратить внимание при закупке IT-оборудования, а не только на вот технологические факторы. Ну, прекрасно, я рад, что вы выбрали такой хороший практический кейс для как раз разбора в онлайн-переговорке. Уважаемые участники, нажимайте на ссылку и переключайтесь, да, пожалуйста. Спасибо, Андрей. Отключаюсь, перехожу. Я думаю, Евгению будет интересно, который как раз конкретными деталями интересовался, да, и Андрея Рашкина туда просим, пожалуйста, переходите, да. Все welcome. И всех, кто заинтересовался. Спасибо вам большое, Василий. Спасибо. Так, значит, нажимайте на ссылку, опубликованную Юлией Городецкой, и ваш браузер открывает вам отдельное окошко, вы оказываетесь в отдельном виртуальном помещении, где вас сейчас ждет Василий, так, Василий Демидов, так, где будет разбирать весьма-весьма интересный, собственно, пример, да, обоснование затрат на примере такого разговора об экселевском файле, ну, и будет готов коснуться любых других вопросов, которые вас интересуют. Так что жмите на ссылку, вот, а потом возвращайтесь к нам. А мы сейчас продолжаем нашу программу, и я с большим удовольствием приглашаю следующего выступающего, Илья Кондратьев, так, заместитель директора департамента информационно-безопасности АМТ-Групп, управление сетью межсетевых экранов быстрее, безопаснее, эффективнее. Алло, нас слышно? Да, да, презентация на экране. Коллеги, слышите меня? Отлично, слышим хорошо. Слышно, да? Да, да, да. Я вас не слышу. Вы нас не слышите, да. Окей. Так. Мы слышим. Теперь слышу. Так, прекрасно. Уважаемые коллеги, спасибо, что нашли время и возможность посетить наше мероприятие. Как уже Андрей сказал, меня зовут Кондратьев Илья, я работаю в департаменте информационной безопасности, и хочу рассказать сегодня о подходе, направленном на оптимизацию затрат, с одной стороны, но, с другой стороны, тесно связанном с задачами обеспечения информационной безопасности. И Б, как мы все с вами знаем, вещь затратная, но одновременно необходимая. И затраты тут складываются не только напрямую из денежных средств, потраченных на эту задачу, но также это и время, и трудозатраты специалистов. Так как же все-таки эту тему можно попытаться автоматизировать? Ну, ответ, с одной стороны, на поверхности, это автоматизировать процессы информационной безопасности, которые часто очень тормозят те или иные благие начинания. Ну, для начала о наболевшем. У многих наших заказчиков схожие проблемы. Средств защиты хороших, разных, классных много, и с учетом последних трендов со стороны злоумышленников становится больше. Управлять им приходится все тому же количеству людей, и сомневаюсь, что у кого-то из вашей организации есть такие серьезные планы по удвоению, например, штата ИБ специалистов в связи с цифровизацией вашего бизнеса. И тут проблема еще в том, что многие процессы ИБ медленные. Что-то завязано на бумагу. К примеру, запрос на предоставление доступа может выполняться неделями, и двойная неприятность в том, что айтишная составляющая организации ушла достаточно далеко вперед с применением облачных технологий. Система запускается достаточно быстро, а ИБ на своем, в общем-то, бронепоезде ползет не так быстро, как летит Айти на своих реактивных самолетах. И доступ, к примеру, проковырируется просто неделями к уже запущенным системам. При этом другой пласт проблем связан с дефицитом квалифицированных кадров. А там, где этой проблемы нет, существуют сложности с дирижированием большим оркестром специалистов, с тем, чтобы достигнуть разумных сроков выполнения задач. И эта ситуация не только у нас, в мире, в общем-то, те же проблемы. И, общем-то, практика ответа на эти вызовы – это применение подхода к автоматизации задач информационной безопасности. Внедрение данного подхода может быть на разных уровнях, но эффект есть даже от простых решений. И автоматическое решение простых задач дает возможность использовать их как кирпичики для решения более сложных и комплексных проблем. Автоматизация хотя бы части задач уже серьезно сокращает время их решения и позволяет, в общем-то, увереннее себя чувствовать в борьбе за безопасность организации. К примеру, у одного из наших заказчиков среднее время на обработку несложных, в общем-то, инцидентов занимало около часа. А благодаря автоматизации операций по заведению кейсов в сервис-деске по обогащению их типовыми проверками со смежных средств защиты позволило сократить это время в два раза. При этом нужно понимать, что автоматизация – это не какой-то готовый коробочный продукт. Это, скорее, подход. И у данного подхода, в общем-то, нужно для его успешного применения необходимо четко определить цели, ради чего автоматизируется тот или иной процесс. И, опять же, сами процессы выявить, определить, может быть, модернизировать, обязательно документировать. Потому что без описания процессной части, без понимания того, ради чего это делается, получается автоматизированный хаос, который, в общем-то, не дает существенного прироста эффективности и оптимизации временных ресурсов и трудовых затрат. И понятно, что изобретение велосипеда никому не приносило пользу. Что-то уже автоматизировано, не нужно переавтоматизировать то, что уже делается так или иначе автоматически. И для этого хотелось бы еще раз напомнить, из каких компонентов состоит этот подход, этот путь. Это, в первую очередь, процессная составляющая. Но сами процессы, нарисовать их схемы, допустим, в AERIS, либо в какой-то системе, позволяющей использовать различную нотацию, недостаточно. Достаточно требуется их детализировать, описать сценарии применения тех или иных средств и методов. И, естественно, сами средства защиты хорошо бы, чтобы уже были с какими-то возможностями для их автоматизации. Поддерживали некие API. Хотя, конечно, можно работать и с традиционными доступами к средствам защиты по SSH либо по другим традиционным протоколам управления. И ядром всего этого процесса является платформа автоматизации, которая как раз и реализует автоматическое выполнение тех или иных функций, тех или иных задач, операций, процессов, которые автоматизируются. Но при этом надо понимать, что это еще не все. Есть еще очень важная составляющая – это люди. Кто же сможет пройти по этому пути, по трансформации процессов обеспечения информационной безопасности, по трансформации их операций, так, чтобы и существующий процесс в переходном периоде продолжал функционировать. И состоялся гладкий переход на новый подход к управлению информационной безопасностью. Ну, общих слов, на мой взгляд, сейчас достаточно. Давайте рассмотрим более конкретно на примере процесса управления межсетевыми экранами. И здесь, как мы с вами знаем, достаточно большое количество специфичных проблем. Ну, во-первых, в сетях уже среднего масштаба маршрутизаторов, средств сетевой фильтрации достаточно много. А учитывая то, что происходит разного рода слияние, поглощение, трансформации, опять же, переход на каких-то других, более современных производителей, часто наблюдается в той или иной мере зоопарк решений по фильтрации трафика. И не менее болезненной проблемой является то, что владельцы IT-систем, которые защищаются межсетевыми экранами, и администраторы фаерволов, а также специалисты-безопасники, говорят отчасти на разных языках, потому что специалисту, ответственному за IT-систему, в принципе, неважно, как устроена сеть. Для него лишь бы его трафик работ проходил без каких-то проблем, задержек и нарушений. Кроме того, поскольку правила фильтрации завязаны с процессами согласования тех или иных доступов, то много где, много у кого эти вещи до сих пор делаются в бумаге, либо квазибумажном варианте, когда согласование идет по электронной почте без применения систем электронного документа, оборота. И неприятность дальше в том, что эти изменения, даже согласованные пускай, применяются во многих местах руками. А это влечет за собой дополнительные ошибки, время на их поиск и устранение, а все это время пользователь, который хочет получить доступ к IT-системе, не может этого сделать. Итак, кто же участвует во всем этом замечательном процессе? С одной стороны, как я уже сказал, это люди ответственные за бизнес-приложения, за их доступность, за их правильное функционирование. На другом конце стола находятся ответственные за информационную безопасность, люди, которые отвечают за compliance, отвечают за то, чтобы проходы в фейерволах настраивались только согласованные. А реальную работу по конфигурированию сети, по перенастройке мечтевых экранов выполняют администраторы сети во многих организациях и за все это отвечает IT-мен. Так что же можно предложить для ускорения и облегчения жизни всех этих участников данного процесса? Естественно, платформа управления мечтевым экранированием. И тут первая часть, о которой хотелось бы поговорить, это средства и инструменты, предназначенные для владельцев IT-приложений, которые позволяют им описать на понятном для них простом языке, отвязанном в первую очередь от сетевой топологии, требования к правилам мечтевого экранирования, описать трафик их приложений, взаимодействия их компонентов. И тут, в общем-то, на нашем рынке представлено два таких достаточно зрелых решения. Это производители компании AlgoSec и Tufin, израильские компании, которые очень давно по этой теме работают. И они, с помощью своих решений, AlgoSec, Upviz и Tufin's Q-Rep, предлагают инструмент для описания на понятном и удобном языке сетевых взаимодействий между компонентами тех или иных IT-систем и IT-приложений. И после чего позволяют автоматически, без вникания ответственных за приложения в сетевую топологию, трансформировать их в правила межсетевых экранов. При этом параллельно предоставляется возможность провести анализ рисков. Вообще, будет ли такое изменение, которое запланировал IT-администратор, согласовано безопасниками, либо его сразу зарежут и требуется ему каким-то образом дальше думать и дорабатывать свой подход. И одновременно возможно реализовать контроль работы этих правил межсетевых экранов, насколько они соответствуют требованиям приложения. И все это делать автоматически. При этом понятно, что магия невозможна без какого-то инструмента, который взаимодействует непосредственно со средствами защиты, непосредственно анализирует правила межсетевых экранов, топологию сети, и в данном случае есть такие инструменты от тех же производителей, от Logosec Firewall Analyzer, Tufton Secure Track, и также добавляется инструмент производителя тоже израильской компании Skybox, Firewall и Network Assurance, которые как раз позволяют специалистам, ответственным за информационную безопасность, выполнять свои аналитические функции, анализировать топологию сети и проверять соответствие правил межсетевого экранирования тому, что заложено в требованиях как регуляторах, так и в корпоративном стандарте. И при всем при этом автоматизирует сбор этой информации с самих средств защиты. В данном случае неважно, какой производитель средств межсетевого экранирования, потому что данное решение поддерживает вендор-агностик подход, что, в общем-то, позволяет выстроить топологию всей сети и тем самым достаточно быстро моделировать возможные изменения в ней, возможности злоумышленников по достижению своих целей через те или иные правила межсетевого экранирования и существенно ускорить работу специалистов, ответственных за информационную безопасность, как с точки зрения проведения аудитов, так и с точки зрения оптимизации правил межсетевого экранирования, потому что, как мы с вами знаем, часто до этого ни у кого не доходят руки, потому что никто не понимает в организации, за что конкретное правило отвечает, если оно существует достаточно продолжительное время. В данном случае эти инструменты позволяют унифицированно и из одной точки проводить такую достаточно глубокую аналитику. Но при этом, несмотря на то, что есть два таких хороших инструмента, чего-то все-таки не хватает. Не хватает инструмента по управлению, по реализации автоматизированных процессов, так называемого инструмента по реализации change management, когда вам необходимо не только создать заявку на сетевой доступ, но и провести ее через целый круг согласований, и дальше уже имплементировать ее на конкретном железе. Данные решения позволяют очень гибко настроить тот или иной воркфлоу в зависимости от маршрута согласования заявки на сетевой доступ. Тесно интегрируются, в общем-то, с существующими тиккендинговыми системами и в большинстве случаев могут вносить изменения на межсетевых экранах, добавлять правила, причем не только железные межсетевые экраны имеются в виду, но и облачные от Амазона, от Майкрософта межсетевые экраны. Автоматизация внесения изменений реализована даже для этих решений, которые все более и более популярны в кругах IT, которые безопасники часто рассматривают как, в общем-то, потенциальную угрозу. При этом осуществляется, естественно, полный аудит и важный момент проверка того, что внесенные изменения соответствуют запрошенным доступам. Что в результате? А в результате оказывается, что половина, до 50% правил на межсетевых экранах, которые копились годами, не нужны, потому что они перекрываются более свежими. Их можно безболезненно удалить. Также порядка 20% заявок на сетевой доступ вообще не требуют выполнения каких-то действий и, соответственно, не требуют внимания специалистов, и они могут переключиться на более важные задачи. Просто потому, что эти доступы уже разрешены. Кроме всего прочего, появляется возможность автоматизации документирования как сетевой топологии, иметь ее постоянно up-to-date, так и документирования тех или иных правил на межсетевых экранах. Что, в свою очередь, приводит к достаточно существенному повышению устойчивости организации к кибератакам в силу того, что своевременно выявляются слишком широкие доступы. Ну а теперь реальный кейс из нашей практики, который, в общем-то, успешно реализован на просторах нашей Родины. К сожалению, не могу называть название заказчика, он под NDA, но смысл достаточно простой. Большой организации, состоящей из нескольких дочерних предприятий, сеть весьма затейливо устроена и состоит из большого количества устройств. При этом также имеются отечественные криптографические шлюзы, куда же без них. И целостного понимания о том, какая топология сети, в большой организации нет практически ни у кого. И это, как оказалось, проблема существует в достаточно большом количестве наших заказчиков. При этом традиционный подход работы с заявками на сетевой доступ это добавить правила в конец базы правил, лишь бы оно не нарушало общую логику. Удалять правила никто не в состоянии, просто потому, что их очень большое количество, мечтевых экранов сотни. И самое главное, понять, что за что отвечает, не так просто, в силу большой истории эксплуатации данной сети. Про аудит вообще можно забыть, потому что ручной аудит занимает много времени, и к тому моменту, когда он заканчивается, его результаты уже теряют весь всякий смысл, потому что правила мечтевых экранов уже существенно поменялись. Что в итоге? После достаточно интересного проекта, связанного как с процессной составляющей, потому что то, как правильно открывать доступ, и кто в какой момент что согласовывает, в зависимости от своей зоны ответственности, в этой организации этого не было, и нами, в общем-то, была проведена продолжительная работа по выявлению всех участников данного мероприятия. Оказалось, что на больших фейерволах 40% правил можно смело удалить. Они перекрываются, они дублируются, ну, в той или иной степени, потому что, например, есть какое-то узкое правило, и более широкое правило перекрывает. Очевидно, что узкое правило можно удалить. 20% заявок стабильно. Это не требует никакой работы со стороны администратора сети. Пользователи запрашивают тот доступ, который и так уже есть у них с их рабочих мест к IT-системам. При этом заказчик получил автоматический инструмент для актуализации своей топологии сети. Ряд проблем был выявлен именно в настройке маршрутизации. К примеру, на ряде площадок оказалось, что администраторы, как местные, так и из головной организации, думали, что трафик ходит через мечтевой экран. После запуска аналитики оказалось, что он его минует и напрямую идет на криптошлюзы с коммутаторов площадки. То есть безопасники были, честно говоря, достаточно удивлены такой ситуацией, и без такого инструмента им было достаточно сложно ее выявить. И, кроме всего прочего, появился инструмент для проверки наличия этого доступа в сети. К примеру, если у технической поддержки возникают вопросы о том, что у пользователя что-то не работает, в течение секунд можно проверить наличие сетевого доступа и пойти лечить проблемы там, где они еще существуют, если с сетью все в порядке. Вот. И самый главный вывод, который, в общем-то, по итогам этого проекта, это существенное ускорение внесения изменений на нешетевых экранах. Именно за счет автоматизации. Поэтому вот такой подход, направленный на оптимизацию через оптимизацию, на мой взгляд, востребован сейчас у многих наших заказчиков и будет более востребован в будущем в силу роста количества угроз и количества средств защиты от них. Ну, на этом доклад окончил. Буду рад ответить на вопросы. Да, спасибо. Спасибо большое, Илья. Уважаемые участники, ждем ваших вопросов в чате. Так, так, ну вот первый уже есть, Андрей говорит, а как можно было не заметить такую глобальную ошибку маршрутизации, как в вашем примере? Так, что-то у меня совсем, Андрей, я вас не слышу. Меня слышно? Да, мы вас слышим, да. Слышно, да? Хорошо. Да. Вопрос, как я вижу. Как можно было не заметить такую глобальную ошибку маршрутизации? Ну, связано это было, в первую очередь, с тем, что трафик ходит, ходит, пользователи не жалуются, не жалуются. Да, площадки, в которых было настроено обход межсетевых экранов по маршрутизации, ну, они достаточно удаленные, они не самые центровые, но, тем не менее, это не единичный случай, когда просто люди при ручном конфигурировании таблиц маршрутизации на коммутаторах и на криптошлюзах допустили такую ошибку. А как мы с вами понимаем, криптошлюз и коммутатор, они контроль сессии не осуществляют, в силу этого трафик ходит совершенно спокойно. Давайте к оптимизации затрат. Вы много деталей дали в своем выступлении, но вот если в резюме так раз, два, три, да, потому что у вас было время, раз, ну, то есть то, что потом пересчитывается в деньги, да, может быть, у вас есть пример, вы слышите меня, да? Да. Может быть, у вас есть пример как раз какого-то кейса, когда вы для заказчика оценивали или помогали ему оценивать экономический эффект, какие там были основные составляющие, ну, и какова размерность этих эффектов. Микрофон у вас сейчас включена. Да. Тут очень важный момент, что с безопасностью в этом плане все достаточно сложно, потому что оценить в деньгах тот риск, который несет в себе открытое правило на межсетевом экране, оно может принести ущерб, а может и не принести. Поэтому тут скорее проводились качественные, в первую очередь, оценки именно с точки зрения времени, как измеримого параметра, так и с точки зрения продолжения жизни межсетевых экранов, потому что, как мы с вами знаем, правила анализируются в основном последовательно. Если мы в два раза можем уменьшить требуемое количество правил, которые нужно проверить, мы тем самым повышаем производительность оборудования. И срок его жизни увеличивается в среднем процентов на 20. То есть вам нужно заниматься апгрейдом фаерволов не каждые 4 года условно, а уже каждые 5 лет. И вот этот год вы получаете, называется, в результате оптимизации затрат как временных, так и конфигурационных. Понятно. То есть, по сути, вы говорите о необходимом элементе управления вот этой инфраструктурой безопасности, которая дает такие эффекты. Надо его, так сказать, внедрять и применять. Да? Так, хорошо. Ценовая политика какая-то имеется? Ну или как здесь вообще подход к стоимости, да? Значит, что касается стоимости. Ну, данное решение, в первую очередь, привязывается к типам и количеству устройств. Ну, то есть, как бы, если у вас маленькая сеть, условно, из 50 межсервых экранов, то это одни деньги. Если у вас это десятки, сотни устройств, то это другой объем капитальных затрат на приобретение софта. Да, но при этом, что важно, объем работ по нормализации процесса управления сетевым доступом может быть сравним. То есть, есть такой эффект, скажем, вы оплачиваете трудозатраты один раз, да, а эффект достигается за счет масштабирования. Ну, вот если приняли решение, внедрили, чему радуются ИБшники, чему радуются Айтишники? Произвышаются ли какие-то такие классические, не знаю, противоречия рабочие? Да, действительно, важный момент. ИБ получает инструмент контроля за Айти, потому что, ну, во многих организациях ИБ выполняет контролирующую функцию, тогда как имплементацию и эксплуатацию средств защиты несет на себе Айти-департамент. Ну, такая практика. Вот, и в данном случае ИБ действительно получает дополнительный инструмент контроля, а Айти, опять же, получает инструмент с точки зрения сети для того, чтобы ответить на вопрос, почему не работают. Они совершенно спокойно могут показать сетью все в порядке. Понятно. Так, ну, вот предыдущие выступающие касались вопросов внедрения и разных моделей сотрудничества для того, чтобы облегчить для заказчика достижение результата. Да, там определенный, так сказать, консалтинг, некоторые, вот, как Атос, даже готовы формулировать IT-стратегию, да, и не только помогать в создании архитектуры. Вот здесь, в вашем случае, что вы берете на себя, что, ну, и по какого роду договорам, да? Пожалуйста. В силу нашего достаточно большого опыта внедрения данных решений мы, как, во-первых, начинаем всегда с консалтинга, потому что пока не определен процесс управления доступом, вот, применять средства автоматизации – вещь достаточно бесполезная. Ну, как, потратить деньги, конечно, можно, но эффект будет, пар выйдет в трубу. Это проектирование, это внедрение и налаживание, самое главное, вот этого процесса, потому что, когда у вас эксплуатация осуществляется в ручном режиме, перевести ее на автоматизированные рельсы, это большая работа и связана во многом с тем, что люди, которые привыкли эксплуатировать вручную, опасаются, что после внедрения средства автоматизации они останутся без работы. На самом деле, это не так. Они продолжат работать просто по-другому и с большей эффективностью. Какое характерное время внедрения? Так, не слышим. Микрофон выключен. Есть возможное решение по переносу затрат на эти процессы из капитальных затрат в операционные. Да, в этом производители данных программных продуктов эту идею понимают, поддерживают, и есть варианты приобретения по подписке, там, на год, на два, то есть тут это все обсуждаемо. Плюс мы, как интегратор внедрения, оказываем техническую поддержку и консультационную, что очень важно, потому что средство автоматизации, оно не так просто, как может показать. Понятно. Дайте, пожалуйста, в чат ваши контакты. Это упростит взаимодействие с вами. Так, и на вопрос Николая Владимировича я просил бы вас ответить в чате, поскольку я слежу за временем, и пора предоставлять слово следующему выступающему. Ладно? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо Еле Кондратьеву и компании AMT Group. Теперь с большим удовольствием представляю вам Юрия Бражникова, генерального директора СВЗ. Тема выступления – оптимизация вовсенной инфраструктуры с Zexpress и Acronix. Так, ждем подключения. Юрия, вот, здравствуйте, появились. Слышим вас. Так. Так, презентацию на экране можно начинать, пожалуйста. Да-да-да, добрый день, уважаемые коллеги. Я очень благодарен вам за предыдущее выступление. Очень много здравых мыслей и очень много, так сказать, мостиков в мою презентацию, поскольку мы работаем с одними и теми же, так сказать, людьми, с одними и теми же компаниями. Мы видим примерно одни и те же проблемы. Коллеги мои коснулись одних аспектов этой проблемы, я затрону несколько других. Тоже начну со статистики. В прошлом году мы увидели там, скажем так, идеальный шторм, когда развернувшаяся цифровая трансформация наложилась на пандемию. И это усилило нагрузку на IT-департамент. И, собственно говоря, вот как раз в это время провели коллеги из XMatters интересное исследование по поводу того, что влияет, что в цифровой трансформации влияет на поддержку IT-систем. Сразу скажу, что 53% опрошенных сказали, что самой большой проблемой с поддержкой – это сложность IT-инфраструктуры. Вот как раз о том, как эту сложность уменьшить, мы поговорим дальше. Эта проблема всем понятна, она на самом деле достаточно проста для осознания, но очень сложно найти из нее, так сказать, выход, поскольку нынешняя сложность инфраструктуры, она сложилась не за один день, а за десятки или там для многих и более лет. И часто она связана с политикой самих вендоров, которые иногда намеренно усложняют лицензирование своих продуктов, чтобы склонить клиента к лояльности или навязать ему подписку на целый ряд продуктов, которые, например, он не использует. И, собственно говоря, согласно отчету IDS, который, кстати, выпущен недавно, значит, как раз вот сложность лицензирования стоит организации 25% бюджета на ее приобретение. То есть, собственно говоря, вот перекличка между количеством инфраструктурных систем и лицензированием приводит к тому, что компании тратят по фактически в воздух достаточно большие средства. И поэтому, согласно опросу Pricewaterhouse, 50% управляющих информационными технологиями в компании приоритетами на 2021 год ставят как раз упрощение IT-ландшафта предприятий. Я, конечно, так сказать, сильно упростил картину. Значит, возможно, у вас все это выглядит не так страшно, как вот на этом слайде, но на самом деле, как бы там плюс-минус, система у всех основных, большинство одна и та же. Для того, чтобы построить рабочую инфраструктуру с приложениями базовыми, нужно собрать не менее 15 систем от разных вендоров. Вендоров будет чуть больше, чуть меньше, но это всегда, так сказать, лоскутное одеяло. Вкратце пробежимся. Платформа виртуализации, как правило, отличается в крупных компаниях от серверной платформы. Есть отдельное решение для управления сетью, управления виртуальными машинами, отдельная система мониторинга, обязательно всегда отдельное резервное копирование и то, о чем рассказывал предыдущий коллега, отдельная система Firewall, IDS, антивирус, причем они тоже могут быть разнесены на две или даже на три разных системы. Серверная ось, на которой крутится свой антивирус, который отличен, например, от антивируса, который на рабочих местах. Далее идут набор сервисов уже приложений. Это работа с файлами, система для совместной работы с документами, почтовый сервер – это всегда отдельная система. Отдельно системы для видеосвязи, чатов, различных социальных сетей. Внутри организации и на рабочих местах у всех офисный пакет с антивирусом. Вот такое лоскутное одеяло, собственно говоря, и причиняет проблемы для 50% компаний, то есть те, которые, по крайней мере, себе в этом уже сознались. Но не все понимают, какие есть выходы пути из этой проблемы, из этого тупика. И как раз переосмысление своего подхода к построению инфраструктуры и лицензированию и может принести, на самом деле, существенный долгосрочный экономический эффект, поскольку, что касается набора систем, различных их поддержки, это, естественно, вещи взаимосвязанные и значительно увеличивают стоимость владения инфраструктурой. Мы предлагаем, естественно, вариантов выхода из ситуации множество, мы предлагаем один из них. Если, так сказать, пойти по пути, который мы предлагаем, у вас вместо 15 останется 5 систем и всего лишь 4 вендора. Я еще раз говорю, мы не затрагиваем сейчас весь ландшафт, мы затрагиваем сейчас в основном систему офисного документа оборота, коммуникации и, естественно, следующую из этого инфраструктуру, которая необходима для развертывания и функционирования. Что у нас получается в результате? Платформу виртуализации мы используем Microsoft Hyper-V, поскольку более 50% серверов сейчас как раз работают на этой операционной системе. То есть есть и, так сказать, специалисты, есть уже купленные лицензии, поэтому не обязательно их выбрасывать. Microsoft Hyper-V – это достаточно известная и, скажем, зрелая система, которую многие знают, поэтому стоит использовать ее и дальше, пока для этого есть возможности. Но управление, мониторинг, бэкап, управление сетью можно свести в одно решение, которое предлагает Acronis Cloud Manager. Cloud Security того же самого производителя комплексно защищает инфраструктуру при помощи фаервола межсетевого экрана IDS безагентного антивируса, причем безагентный антивирус работает как на самих серверах, так и на рабочих местах, точнее, виртуальных машинах, причем он безагентный, поэтому, соответственно, нагрузка на инфраструктуру значительно меньше. А всю абсолютно систему документооборота, работы, не столько документооборота, сколько именно работы с документами и коммуникацией может исполнить всего лишь одно решение от одного вендора от Zexter, это Zexter Suite и TeamPro в едином решении, которые в себе сочетают почтовый сервер, работу с документами, файловые сервисы, внутри, соответственно, есть антивирус-антиспам для почтового сервиса, системы для работы, для совместной работы с документами, с офисным пакетом, коммуникационные серверы для видеоконференций и чатов. То есть все это вместе работает на одной платформе и требует, собственно говоря, одного специалиста, который будет поддерживать это все вместо там 10 или нескольких, которые использовались до этого. Расскажем чуть подробнее о том, что представят из себя эти вендоры, хотя многие хорошо знают, тем, кто не знает, будет интересно, поскольку 5.9 Software, который разрабатывает инфраструктурное решение, недавно стал частью Acronis, поэтому сейчас как бы те, кто знали 5.9 Manager, теперь должны знать о том, что это Acronis Manager, Acronis Cloud Manager. Это 10 лет, более 10 лет специализации в разработке решений для управления и защиты Microsoft Cloud, соответственно, 100 тысяч пользователей во всех клиентах, масса наград, признание комьюнити, IT-комьюнити мирового. И сейчас все это доступно, как в принципе и ранее, так сказать, российским пользователям, которые могут все это приобрести в рамках одного пакета, одного соглашения, получить Acronis Cloud Security, все это комплексные безагентные безопасности, Hyper-V и Azure, сделаем упор на том, что это решение для гибридного облака, что тоже понижает стоимость владений и упрощает инфраструктуру. Acronis Cloud Manager, который также для гибридного облака обеспечивает весь набор функций для управления, мониторинга и безотказной работы. И Cloud Migration для того, чтобы делать, соответственно, миграции с VMware и в разные облачные, соответственно, инфраструктуры. Acronis Cloud Manager представляет из себя решение для централизованного управлениями большими инфраструктурами с тысячей виртуальных машин, географически распределенных в ЦОД для крупных компаний. В единой консоли, вот подчеркну это, в единой консоли, можно, соответственно, контролировать доступ, давать права администраторам для управления группами серверов, ресурсами и виртуальными машинами, управлять ресурсами, как в Azure в облаке, так и в своем ЦОД, осуществлять мониторинг всей этой инфраструктуры, решать проблемы с производительностью автоматически, автоматизированно осуществлять резервное копирование, восстановление, репликация данных, бэкап внутри, поддерживать отказоустойчивость при помощи кластеров. И есть решение по управлению контроллером сети, Software Defined Networking, это очень важно, потому что это современное решение, оно тоже существенно уменьшает трудоемкость и затраты при построении и поддержке собственных сетей. Это решение созданное для любых сценариев, для крупных компаний, сервис-провайдеров. Очень простой пользовательский интерфейс, вот вы можете видеть, что у вас здесь справа-слево, справа-сверху все ресурсы, которые вы можете каким угодно образом, так сказать, сгруппировать. Внизу весь набор операций, это и Hyper-V, и Azure управление, мониторинг, бэкап, SDN управление сетью, и ролевые модели. И далее, те ресурсы, которые есть, и как, что вы можете с ними сделать, все это видно, понятно, ясно, не нужно переключаться между консолями, как System Center, например, у Microsoft. Мониторинг с самого верху о здоровье всего дата-центра до конкретных параметров работы виртуальных машин, причем можно интерактивно выставлять пороги срабатывания после достижения производительности и использования ресурсов. Администратор узнает о том, что какие-то ресурсы требуют расширения или каких-либо других действий. Есть отчеты, есть самое важное, это резервное копирование, уже находится внутри этого решения, нужно покупать отдельное резервное копирование, это инкрементальное копирование, которое осуществляет копирование только изменившихся объемов данных, то есть, соответственно, снижается объем трафика и увеличивается скорость операции копирования и восстановления. Копирование и восстановление есть различные сценарии, и самое интересное, то, что можно резервировать данные не только на свою инфраструктуру, но и в Azure, если у вас есть такие золотые VM, которые должны сохраниться в летатель любой аварии. Кроме Cloud Security, это как раз современное средство защиты информации для гибридного облака, то есть, это решение и для Hyper-V, и для Azure одновременно, то есть, вы получаете многоорвенную защиту, межсетевой экран для того, чтобы сегментировать инфраструктуру, безагентный антивирус, который будет защищать соответственно инфраструктуру как сам хохос виртуализации, так и виртуальные машины, и сеть в том числе, и система обнаружения вторжения в едином решении. Достаточно простая, простой интерфейс управления, за счет интеграции в виртуальный свитч Hyper-V работает на 30%, употребляет меньше ресурсов, чем обычные наложенные средства защиты информации, и в 70 раз быстрее работает за счет инкрементального сканирования. Именно интеграция с Windows сервер и с Hyper-V позволяет этому средствующей информации быть более эффективным для среды Microsoft Cloud. Безагентный способ защиты, о чем я уже упомянул, очень важно то, что есть мониторинг, контроль доступа и логирование, и интеграция с системами CM. Решение по набору возможностей защиты соответствует требованию 152FSF стек, таким стандартам, как PCI DSS, и есть веб-портал для управления и использования в качестве операторов и провайдеров в качестве решения использования безопасности как сервис, СКС. Важной частью решения является поведенческий анализ нашей собственной разработки, который добавляет к работе с базам данных, соответственно, угроз, существующими, работу с теми угрозами, которых еще нет в базах данных, которые, так сказать, предоставляют производители, всем известный, Defender, Касперский, СНОРТ, ЦИСК-СНОРТ и так далее. То есть мы оцениваем трафик, и если, скажем, появился какой-то трафик в сети, как часто бывает с шифраторами, который простукивает внутреннюю сеть, потом ищет связи с внешними, какими-то, соответственно, источниками, и, соответственно, выявляя вот этот необычный трафик, можно быстро предотвратить заражение всей сети, как вы помните, было в Норвежске, у норвежского производителя алюминия, когда вся сеть окирпичилась, если бы она была сегментирована, использовались подобные средства, соответственно, анализа, то таких проблем бы не было. Собственно говоря, решение интересное тем, что оно использует уже существующие технологии Microsoft, оно дает возможность управлять инфраструктурой безопасности в едином решении. Acronis имеет уникальный опыт разработки внедрения услуги безопасности как сервис, низкой стоимости старта и развития проекта, и главное, точное понимание срокового этапа реализации проекта, поскольку это решение из коробки, не требует каких-то дописок, так сказать, каких-то там интеграций там серьезных, то есть это как бы уже все готово и 10 лет как используется большим количеством клиентов по всему миру. Теперь по поводу работы с документами и коммуникаций для компании. Значит, это решение от Zextras. Zextras – это компания, которая использует и разрабатывает на базе Open Source уже более 20 лет. Сегодня это уже не просто почтовый сервис, это, по сути дела, объединенные коммуникации для компании и провайдера любого размера. Это второй после Exchange, соответственно, почтовый сервер, к которому более 100 миллионов пользователей по всему миру. Важной частью потребителей является провайдер, у которых очень высокие требования к отказу устойчивости, к различным параметрам надежности. Среди этих провайдеров, как самые известные мировые провайдеры, Comcast, Vodafone, NTT, так и хорошо известные у нас МТС, OneCloud и другие. Сейчас Zextras на базе Zimper Open Source – это уже не почтовый сервер, это, по сути дела, инфраструктура цифровых рабочих мест. Что из себя это представляет? В веб-интерфейсе любой пользователь получает весь набор инструментов для работы. То есть это удобно, поскольку вы зашли с любого устройства и получили доступ к почте, работе с документами, пакету, офисному виртуальному диску, к митингам и видеоконференциям в одном интерфейсе на устройствах любимых, с любыми ОС, в том числе мобильных. Просто. Это сейчас как бы главный тренд, поскольку очень много удаленки, соответственно, большая проблема с поддержкой тех, кто удаленки с установкой ПО, с поддержкой установленного ПО, с апгрейдом и так далее. Здесь ничего устанавливать не надо. С любого абсолютного устройства пользователь зашел в корпоративную сеть с необходимыми политиками безопасности, преднастроенными на стороне, централизованной стороне, соответственно, ЦОДа. И затем далее он просто пользует, использует те инструменты, которые ему доступны, которые ему, опять же, разрешил использовать, так сказать, работодатель. И, соответственно, он спокойно работает, так сказать, и никого ни о чем не просит. Это безопасно, поскольку вся переписка и файлы остаются на корпоративных серверах, то есть нет такого варианта, что клиент с собой регулярно утаскивает всю переписку, и в случае ухода он может, так сказать, ее и оставить навсегда с собой или поделиться с теми, с кем бы не хотелось, чтобы делились. Встроенный онлайн-бэкап сохраняет 100% информацию в случае аварии. Интерфейс тоже очень простой. Почта, контакты, ежедневник, то, что вы хорошо знаете, добавляется Drive и Team. Drive – это виртуальный диск, и Team – это корпоративный мессенджер с видеоконференцией. Можно работать и со всеми хорошо известными декстоп-клиентами Outlook, с Underbill, и интерфейс может брендироваться под вашу компанию или под провайдер. Интересной частью, вот как раз новой частью этого решения является Drive. Это персональный диск, который непосредственно программно создается на емкостях и хранилищах самой компании, то есть это не облачное хранилище, в отличие от OneDrive и Dropbox, когда корпоративные данные находятся за границей и, соответственно, доступны тем, кому, в общем-то, может быть, и не стоит доверять слишком сильно. Здесь все находится в периметре защиты компании под, соответственно, ее политиками безопасности, ее средства и политика безопасности. Можно хранить почту, делиться документами, делиться со сторонними пользователями, ссылками, назначать права использования файлов и получать к ним доступ с iOS и Android благодаря тому, что есть приложение для мобильных устройств. Docs — это модуль, который интегрирован с Drive. Он позволяет, соответственно, представлять из себя онлайн пакет, офисный пакет либо офис для работы с документами, таблицами и презентациями. Раба создавать документы можно прямо из Drive, может, соответственно, работать совместно, очень важно, то есть, по сути дела, заменяет такие известные системы совместной работы с документами SharePoint. То есть, можно совместно редактировать любым количеством пользователей, лишь бы ресурсов серверных на это хватило, ограничений нет никаких. Поддерживается более 100 форматов, в том числе формат Microsoft Office очень хорошо работает. Мы на своем, собственно, примере видим, что никаких проблем с форматированием, с сохранением в разных форматах мы не наблюдаем. И документы можно создавать прямо из виртуального диска Drive. Обменные коммуникации из Extras обеспечивают обмен сообщениями в группах, митингах, виртуальных, переговорных. Можно, соответственно, всех ваших коллег разделить на группы, на каналы по каким-либо признакам, например, каналы там отгрузки, финансы, производства, разработчики. Все будут общаться, каждый в своем, так сказать, кругу, для того, чтобы, опять же, информация стала конфиденциальной. Можно общаться с виртуальных переговорных, можно делиться файлами, делиться столом и создать в любой момент видеоконференцию, причем без ограничения количества пользователей. Количество пользователей ограничено только ресурсами, которые выделяются на видеосервер. Есть приложение для iOS и Android, то есть удобно, можно на ходу связаться с коллегами и, соответственно, так сказать, пообщаться с ними, если вы не в офисе. Мобайл позволяет, как раз модуль Мобайл позволяет поддерживать Outlook и, так сказать, все мобильные устройства благодаря наличию в нем Exchange ActiveSync. В нем интегрирован уже Mobile Device Management, то есть для увеличения безопасности можно отключать в мобильных устройствах камеры, сетевые возможности, возможности записи на диск. Соответственно, это позволяет повысить безопасность инфраструктуры компании. Это очень интересный сценарий для торговых сетей, потому что вот сейчас вы видите продавцы ходят по залу, там сканируют коды и смотрят наличие на, так сказать, складах тех или иных товаров. Это в том числе тоже наша, часть из них это наши пользователи, наши клиенты. Вот. Есть интересные кейсы с энергетиками, которые используют Mobile в своих, так сказать, большом количестве бригад, которые там удаленно чинят какие-то объекты, соответственно, они могут при этом связываться и получать данные из корпоративной базы благодаря тому, что вот как бы есть такое приложение, как Mobile. Инвестиционная безопасность решения это основа всего этого, так сказать, этой платформы. Она была изначально создана для европейских органов власти для замены Exchange на open-source Zimbra. И дополнительные уровни безопасности, которые добавил туда Zexteros и те, которые уже были в Zimbra, как раз помогают сделать решение безопасным. То есть, как я говорил, антивирус, антиспам уже интегрированы в почтовый сервер. Кроме этого, есть различные системы аутентификации, есть, соответственно, SAML, который повысит безопасность организации, возможны интеграции платформы с системами CEMU и BADLP благодаря открытому коду и API. И очень важно, что использовать систему, все данные будут храниться на территории Российской Федерации, обрабатываться в соответствии с федеральным законодательством. Это очень важно. Кроме того, что видят клиенты, то, о чем я рассказал ранее, то есть, есть системы, есть часть систем, которые используют администраторы. То, что я рассказал ранее, встречается, на самом деле, в большом количестве, в каком-то количестве решений, а вот то, что есть под капотом, это, как бы, уникальные черты, свойственные только Zextras. Это прежде всего онлайн-бэкап, которого фактически больше нет в индустрии. Это бэкап, который делает не снапшоты, в отличие от известных всем вам, так сказать, решений бэкапа. При этом, если произошла авария, часть информации, естественно, вы теряете. Здесь записывается каждый изменит информацию, и важно, что это не только почта, но и документы, и все сообщения, и все они, сто процентов, будут установлены в случае аварии. Это уникальное решение для рынка. Благодаря компрессии и антидубликации объем пространства для этого, для хранения данных, уменьшается до 50%. Модуль админ позволяет развернуть архитектуру мультитенанси, мультиарендности для компаний, то есть, если у компании много филиалов или она состоит из дочерних компаний, то можно глобальному администратору создать делегированных администраторов, дать им определенные права, и они будут управлять соответственно отдельными тенантами, в которых они могут удалять, так сказать, создавать новых пользователей и мало того, могут назначать каждому пользователю свой набор инструментов. Одному почту, другому почту и, например, там, работу с документами, а третьему еще плюс видеоконференцию. То есть, ресурсы тоже распределяются более экономно и более безопасно в целом для инфраструктуры. PowerStore позволяет управлять дисковыми системами, то есть, если у вас есть самая простая дисковая СХД, вы можете увеличить ее возможности, опять же, сэкономив деньги, используя то же самое решение. Здесь появляется многоуровневое хранение, поскольку вы можете часть данных держать на SSD, например, дисках в течение недели, пока к ним много обращений, а затем перемещать либо на шпиндельные, либо на облачные хранилища S3. У нас протестирована совместимость Яндекс Клауд, то есть, вы можете Яндекс Клаудсом работать с их объектным хранилищем, как для хранения долгостройства информации, для уменьшения затрат на поддержку хранилища у себя. Подводя итоги, сектор с клиентом смогут существенно сократить затраты на коммуникацию работы с документами, упростить лицензирование и поддержку в один продукт вместо многих с простым лицензированием. Развернуть удобное рабочее место на любых устройствах, получить едином интерфейсе доступ ко всем необходимым для работы сервисам, обеспечить 100% сохранность информации благодаря бэкапу, сэкономить до 50% пространства и повысить безопасность, снизить риски благодаря обработке и хранению данных в России, использованию корпоративного мессенджера и персонального диска вместо публичных. есть еще другая история, когда можно вообще принципиально уйти от своей инфраструктуры и получить все это в виде сервиса от известных наших провайдеров Cloud, MTS, Lank Cloud или развернуть инфраструктуру в Яндекс.Облако. И вот один из наших недавних проектов. В МГУ мы как раз на базе существующих у них серверов Windows Server развернули Acronis Cloud менеджер для управления виртуальной среде, а внутри создали уже удобную коммуникационную инфраструктуру для того, чтобы удобно работать было и с документами, и проводить совещания. То есть в результате внедрения клиент сохранил свои инвестиции, но получил гораздо больше функций, плюс добавил отказоустойчивость, добавил новые функции коммуникации внутри своей организации и сэкономил бюджет. Вот примерно все, что я хотел вам рассказать о нашем решении. Если будут вопросы, готов ответить. Юрий, спасибо большое. Вы описали такую красивую экумену, и наши участники как раз стараются понять с точки зрения оптимизации, что это значит. Ну, а оптимизация в конечном счете мы ее измеряем в деньгах, поэтому немножко остановиться на этом. В деньгах какие эффекты на каком периоде удается получать? В лоб на экономиях по сравнению с Microsoft сразу экономия от двух раз, то есть сам по себе exchange стоит в два раза дороже, пустой exchange, то есть просто как почта, стоит по лицензии в два раза дороже, чем Zimbra плюс Zexra с функциями совместной работы с документами. Если считать Steam Pro, Steam у Microsoft, то это может быть экономия до трех-пяти раз. Учитывая, что вы отказываетесь от Windows сервера в части и калов, то, соответственно, в части именно инфраструктуры, то есть в части развертания сервисов, вот так я правильно скажу, то есть у вас остается Windows сервер со всеми необходимыми лицензиями на уровне инфраструктуры, а на уровне приложения вы можете развернуть все это на бесплатный Ubuntu и, соответственно, сэкономить на калах и на Windows сервере для развертывания почтового сервиса. То есть это единственный вообще, на мой взгляд, кейс, который позволяет в лоб получить экономию в 3-5 раз. А учитывая, если можно выкинуть еще Windows на рабочих местах и отказаться от Enterprise и Grimmings Microsoft, который для многих кабальным временем висит десятками лет, то там можно говорить о том, что можно построить рядом еще вторую такую же инфраструктуру за те же деньги с меньшей головной болью потом. Понятно. Практика, кстати, миграции какая наилучшая? Зависит от количества, соответственно, пользователей и от того, какие задачи перед ними стоят. То есть это может быть от простых совсем миграций автоматических, но в любом случае они автоматизированы для больших клиентов, для больших инфраструктур. Приятно то, что клиент, например, все-таки сохраняет тот же Windows сервер и свои, так сказать, компетенции в нем. То есть Cloud Manager очень органично вписывается в существующую инфраструктуру тех, кто использовал System Center или тех, кто, например, мигрирует с VMware, вы можете увидеть очень схожий интерфейс и легко переключиться с одного решения на другое. Понятно. Вот Илья высказывает такую точку зрения, что следует в таком случае и платформа виртуализации весь программный стэк переводить на open source. Так, нет? Часть, да, то есть, вот как раз часть офисная, она как бы предполагает как раз использование open source, то есть Ubuntu. Часть, та, которая касается инфраструктуры, поскольку у вас уже есть лицензии и, так сказать, есть хорошее для этого средство управления, ну, как бы это ваше решение. Если у вас вы готовы к прыжку, так сказать, которая может порвать брюки, то как бы да. Если вы хотите идти шагами, так сказать, спокойно и, так сказать, там, оглядываясь по сторонам, то лучше делать, так сказать, трансформацию за несколько итераций и, возможно, на каком-то из этапов вы полностью перейдете на open source. Это хорошее, кстати, мы всегда за open source, против любых закрытых решений, которые ставят клиента на колени перед крупными междунациональными компаниями. Спасибо. У нас сегодня будет, кстати, прекрасный доклад Тимура Колескина, директор департамента информационной технологии Акбарсбанка, как раз управление расходами ВТ open source. Так, ваши контакты я вижу в чате, ваша коллега Екатерина спасибо ей большое за активность опубликовала. Время закончилось, но я прошу вас посмотреть, пожалуйста, в чате, есть там вопросы о планах по сертификации, в СТЭК, есть еще ряд вопросов, которые вы не прокомментировали. Посмотрите, пожалуйста, в чате. Большое спасибо, ждем, не дождемся open source от вашего следующего выступающего. До свидания. Спасибо, спасибо, отлично. Ну что ж, уважаемые участники, мы сейчас совершаем такой решительный поворот к практике и меняем угол зрения и смотрим теперь с позиции тех компаний, которые приобретают, собственно, инвестируют в средства и достигают, собственно, эффектов, так, и капитализируют эти эффекты. Сейчас предоставляю слово Василию Стешову, начальнику отдела найти инфраструктуру и технической поддержки ТЭЛА Корпорэйшн, это транспортно-логистическая компания, тем выступлением, насколько экономически эффективным оказался переход в облако для компании ТЭЛА. Ну, с учетом того, что мы только что услышали, я думаю, накопилось масса вопросов, так сказать, все измерить предложения и видения поставщиков с тем, что удается получать на практике. Да, я вас вижу, Василий, еще раз. Да, добрый день. Презентация на экране, добро пожаловать, можно начинать. Да, рад снова всех слышать, видеть, многие лица уже знакомы, встречались на предыдущих мероприятиях. Для начала расскажу немножечко о компании. Собственно, ИТЭЛА это часть подразделения компании Пости Групп, это очень крупная компания с родиной Финляндии, так скажем, уже свыше 370 лет корпоративной истории, один из самых древних брендов, с годовым оборотом где-то полутора, порядка полутора миллиардов евро. В ИТЭЛа России работает более 2000 сотрудников, компания имеет около 200 тысяч квадратных метров собственных складских площадей, ну и собственно география присутствия фактически вся Россия, центральный регион и все, что за Уралом, включая Владивосток и Новосибирск. В двух словах о чем хочу рассказать. Два года назад в компании было принято решение, ну уже три года назад фактически, было принято решение отказаться фактически полностью от физической инфраструктуры и уйти в облака. Проект на тот момент был очень большой, весьма амбициозный, не так много было примеров к тому времени успешной реализации перехода в облако полной, то есть частичное, конечно же, было, но вот так, чтобы полностью уйти, пожалуй, был один из первых примеров. Собственно, что вызвало, какие были предпосылки к этому проекту? В первую очередь хотелось, естественно, оптимизировать затраты на IT, также сократить операционные затраты. Хотелось избежать постоянной модернизации очень быстро устаревающего оборудования. Ну и, собственно, предоставить хороший плацдарм для развития бизнеса в дальнейшем, чтобы IT-ландшафт никак не сдерживал развитие бизнеса, а только подстегивал и предоставлял новые возможности для этого. Собственно, какие бонусы мы получили от миграции в облака? Во-первых, это, естественно, гибкое управление ресурсами. То есть, при необходимости мы можем резко нарастить мощности, то, чего раньше было, собственно, достичь невозможно. Как уже упоминалось ранее, это связано с определенной внутренней бюрократией при необходимости провести какую-то крупную закупку и отсутствие возможности у поставщиков предоставить в сжатый срок необходимое количество оборудования и, соответственно, необходимое качество этого оборудования. Что удалось добиться с финансовой точки зрения? Во-первых, это экономия на фод, естественно, то есть часть затрат, которые ранее несла компания на поддержку железной инфраструктуры, они перенеслись в операционные расходы и, собственно, стоимость этой поддержки снизилась, так как в облачных решениях поддержка, она, ну, скажем так, диверсифицирована между всеми клиентами, пользующимися облаком. Ну, и, соответственно, экономия на ресурсах, то, что касалось обновления парка техники, мейтенанса и всего остального, где-то порядка еще 5 миллионов рублей в год. Также удалось повысить надежность, то, во что обычно люди с трудом верят, но, действительно, количество инцидентов, связанных с инфраструктурой, снизилось почти на пятую часть. Ну, отсюда, соответственно, вытекает высокий уровень сервиса, достижение SLA 99-98, ну, и доступность сервиса 99-99. То, что касается именно финансовых данных, вы можете увидеть на предоставленных графиках, за 2019 год вы видите, насколько близко коррелирует стоимость инфраструктуры от объема операций на нашем производстве, то есть складских операций. Данные, собственно, весьма красноречивые, то есть, чем выше операции количество, тем, соответственно, мы можем гибко управляя инфраструктурой, повышать качество сервисов именно в те моменты, когда это необходимо, в моменты пиковых нагрузок. На втором графике вы видите данные за прошлый год, тут они немножечко расходятся, так скажем, количество операций и стоимость инфраструктуры, ну, это, собственно, вызвано влиянием всем нам известной пандемии, которая, к сожалению, еще не закончилась, но будем надеяться, что она уже на излете. Собственно, в этот пик вошло в основном потребление дополнительных ресурсов для офисных пользователей. Большую часть сотрудников пришлось вывести на дистанционную работу на удаленку. Соответственно, в тот момент, когда все это начинало и происходило, закрупить какую-то технику и привести ее к корпоративному стандарту было уже достаточно сложно. Поэтому пошли в сторону предоставления VDI-сервисов. Это решение от ЭВСа. Оно помогло обеспечить достаточный уровень безопасности, на техники, которой пользуются люди в повседневной жизни дома. Ну и, собственно, предоставило тот минимально необходимый уровень сервисов, которые позволили людям комфортно работать у себя дома без использования корпоративной техники. Накопительный эффект от миграции в облако составил экономия на фод за три года порядка 7,5 миллионов рублей. на ресурсов за 2019-2020 год это порядка 3 миллионов рублей. Это уже с учетом тех дополнительных затрат, которые пришлось понести в связи с ситуацией по ковиду. Ну, как я уже упоминал, соответственно, удалось снизить количество инцидентов по инфраструктуре и повысить СЛА и доступность сервисов. Как дополнительные возможности стоит отметить возможность очень гибко управлять как боевой инфраструктурой, продуктивной средой, так и тестовыми средами. У нас большое количество клиентов более 250 крупных ну, крупных бизнесов в России. Не могу сказать, что это ритейл. Туда относятся разные группы, так скажем, компаний, включая фарму, включая ритейлы, запчасти, обувь, все что угодно. И, соответственно, имея облачную инфраструктуру, появилась возможность очень быстро и очень оперативно при подключении нового клиента разворачивать, к примеру, тестовые среды под них. Ну, и, соответственно, появилась возможность очень четко разделять пользовательские данные, разносить тестовые среды с точки зрения безопасности по разным ресурсам, не позволяя никаким пользовательским данным пересекаться. Соответственно, появилась также возможность организации быстрого доступа к данным, то есть мультиоблачные решения позволяют хранить данные одновременно, ну, и, так скажем, реплицировать данные одновременно в нескольких облаках, в частности, мы используем амазоновские облака, Azure, ну, и приватное облако одного из российских подрядчиков наших сервис-провайдеров. Удалось добиться то, чего, собственно, обычно все очень боятся при миграции в облаках, это высокий уровень безопасности по хранению и передаче данных. Проводились исследования, собственно, проводилась сертификация как подрядчика, так и наших нормационных систем, они соответствуют всем необходимым стандартам и требованиям наших регуляторов по поводу хранения персональных данных, ну, и, соответственно, коммерческой информации. Помимо ухода в облако, также по результатам, даже, так скажем, ухода в облако, было принято решение полностью изменить структуру, инфраструктуры, оставшейся физической на наших складах, на нашем производстве, по сути, осталось у нас только Wi-Fi-сеть и активное оборудование, и по результатам перехода инфраструктуры в облака было принято решение, что и, собственно, Wi-Fi-сеть тоже надо подтягивать до необходимого уровня. Мы в итоге перешли на технологию от HP Aruba было развернуто порядка 300 точек доступа. Вся работа, весь этот проект был проведен без остановки сервиса, то есть бесшовно, соответственно, не минуты простоя для бизнеса мы себе позволить не могли. по результатам всего происшедшего с точки зрения покрытия сети качество значительно улучшилось, соответственно, снизилось количество инцидентов, связанных с сетью, сократился значительно объем физического оборудования, так как Aruba работает по технологии Mesh, и там нету как такового контроллера доступа, собственно, к которому все привыкли, ну и значительно уменьшился простой связанный с проблемами на стороне инфраструктуры, что очень положительно отразилось на финансовых результатах компании. Ну и, соответственно, какие основные преимущества были для бизнеса, как я уже упоминал, это снижение затрат на поддержку инфраструктуры, увеличение качества предоставляемых услуг, так как это увеличение зоны охвата, переход на новые стандарты шифрования, поддержка новых устройств, экономия порядка 9 миллионов рублей, это связано с отсутствием как раз тех самых простоев и необходимости дорогостоящего обслуживания, так скажем, по-честному устаревшего на тот момент Wi-Fi-оборудования. Ну, соответственно, появилась возможность более эффективно распределять наш же внутренний бюджет, отдать приоритет развитию, нежели просто поддержке и сохранению предыдущего уровня сервиса, ну, и повысить стабильность работы производства. Ну, и суммарный эффект по результатам этих, так скажем, двух изменений в компании за три года могу примерно описать как экономия на фод порядка 2,5 миллионов в год, экономия на ресурсах порядка 12 миллионов в год уже это включая нашу инфраструктуру железную, которая была в нашем цоде и та Wi-Fi-сеть, которую пришлось заменить и проапгрейдить. Еще раз напоминаю, что снизилось количество инцидентов, связанных с инфраструктурой, ну, и, соответственно, повысилось количество, повысилось уровень сервиса и доступность наших систем. В принципе, все, что хотел рассказать. Если будут вопросы, обращайтесь, подскажу, расскажу, поделюсь. Вызывает явный интерес ваш заклад. В некоторых деталях хотели бы наши участники разобраться, в частности. Вот Илья сегодня мне прямо замечательно помогает вопросами. Вот он интересуется, какой из СЛИ взяли на себя интернет-провайдеры и на каких технологиях они этот СЛИ поддерживают. Ну, у нас диверсифицированы каналы внутри СОД-провайдера, соответственно, на текущий момент это четыре канала, есть технологии, как просто обычный интернет, поверх которого мы, так скажем, строим уже наши туннели, есть МПЛС, соответственно, и так как все наши сетевые апплайенсы, по сути тоже виртуализированы, то есть у нас вся циска, она работает в виде виртуальных машин, это позволяет очень гибко балансировать нагрузку между проблемными, так скажем, каналами, которые все-таки нет-нет, да возникают, чудес не бывает в технике, и дополнительно также регулировать, балансировать нагрузку на сетевые инстансы, то есть если возникает пиковая нагрузка, которую мы наблюдали в связи с выходом людей на удаленную работу, мы имеем возможность очень гибко отреагировать на это и очень быстро добросить необходимые ресурсы именно в то место, где требуется. Да, хорошо, Алексей Максимов старается разобраться именно в тех цифрах эффектов экономических, которые вы приводили, ну и каким образом сократились, как сократились операционные затраты, если все перешло в облако, то есть как раз в ОПЕКС, или в основном это ФОД, и какие пропорции ФОД, и сокращение ОПЕКС, и роста, сокращение ФОД, и роста ОПЕКС, то есть насколько ОПЕКС у вас вырос, и вырос ли он? ОПЕКС на самом деле действительно вырос, тут наверное все-таки, как сказать, немножечко некорректно с моей стороны прозвучало снижение всех операционных затрат, так скажем, внутри нашего департамента у нас операционными затратами принято было считать как раз вот обслуживание техники и, соответственно, ФОД и внешние затраты на поставщиков. То есть из этого пула ушла большая часть расходов, связанных с мейтененсом, то есть закупкой там запчастей, апгрейдом техники, плановым необходимым, с заменой там жестких дисков на ИСХД и так далее. То есть все мы понимаем, что это по большому счету было просто переведено на сторону подрядчика, предоставляющего этот сервис, но так как мы не единственный клиент у данного провайдера, соответственно, при больших масштабах закупки как оборудования, так и сервисов для каждого клиента стоимость ощутимо ниже, нежели мы сами бы занимались закупкой подобного оборудования и занимались своими инженерами его обслуживанием, скажем так. Да, ясно, спасибо, что прояснили. Так, вот были примеры запросов больших дополнительных мощностей в облаке, когда оператор не смог предоставить необходимые ресурсы, и что планируете делать при таком развитии событий? Ну, на текущий момент таких ситуаций не возникало, скажу честно, в принципе, более-менее мы можем прогнозировать наши потребности, не считая форс-мажорных ситуаций, таких вот, как были связаны с ковидом, и, собственно, заранее предупреждаем сервис-провайдера о том, что, ну, в течение полугода планируем там плавно наращивать какие-то мощности. Ну, собственно, это в наших интересах, дабы не оказалась ситуация, когда там мы можем потерять необходимый уровень сервиса. В целом, если такая ситуация внезапно произойдет, ну, как я уже говорил, мы не сторонники хранить яйца в одной корзине, что называется, мы можем получить высококачественный сервис, как на стороне нашего облачного, ну, так скажем, приватного облака, так и, в принципе, на стороне АВС или Ажур, ну, тут уже вопрос, собственно, цены. То есть, если мы понимаем, что нам необходимо вот прямо по щелчку пальцев и уже завтра получить дополнительные объемы вычислительные или там дополнительные объемы хранения информации, ну, соответственно, мы просто знаем, что это будет стоить дороже, понимаем, что лучше просто заранее предупредить и подготовить провайдера к тому, что мы придем с определенными запросами. Понятно. Есть несколько таких уточняющих вопросов, ну, не буду их стараться связывать, просто вот в порядке, который написан. Илья, вас просит уточнить, вы используете SD-WAN или только MPLS? Пока что MPLS, есть мысль по переходу на SD-WAN, технология не дешевая в имплементации, скажем так, но дает ряд определенных преимуществ и по управлению сетью, и с точки зрения информационной безопасности, ну, собственно. А какой учетной системой пользуетесь? Что вы имеете в виду под учетной системой? картина под облако. Ну, вот, Илья, уточните, понимаете, контекст. Что касается, да, если касается именно облако, соответственно, это базовые системы отчетности от AWS и от Azure, то есть, соответственно, с cost management, по-моему, у них называется, это консоль, ну, и с сервис-провайдером выставление счета по факту использованного на текущий момент виртуального оборудования, то есть, ну, по сути, PSU-GO. Понятно, да. Хорошо, так, так, так. Вот, А, про ERP вопрос. Да, я понял. ERP на нашей стороне, у нас, так как, собственно, главная организация находится в Финляндии, то, по сути, основной ERP для нас это SAP, но он предоставляется уже нашими финскими коллегами и, собственно, с ними мы взаимодействуем только по предоставлению определенной отчетности по передаче в эту информационную систему. На нашей стороне отчетность ведется в продуктах компании 1С, ну, это, соответственно, управление предприятием, ZOOP, там, дело производства, ну, и все, что с этим связано. Спасибо. Андрей из компании May спрашивает, какова ширина канала, если не секрет? Ну, довольно сложно на вскидку ответить, потому что, собственно, нагрузка у нас изменяется и периодически мы ее, так скажем, корректируем. На нашу головную компанию это что-то порядка суммарно 300 мегабит, то есть, ну, два канала, один там, 200, другой 100, один основной, другой резервный, и на наши нужды, собственно, выход в сторону российского интернета, это где-то порядка 250 мегабит. Да, Я, Александр Пронин, точнее, это отдел информационной безопасности в Финляндии у вас? У нас, ну, так скажем, двойной контур безопасности, естественно, информационная безопасность на стороне Финляндии основной контур, то есть, они обеспечивают физический и, в основном, физический доступ к сети, то есть, управляют правилами фаерволов первично, так скажем, и вторично это уже на нашей стороне, то есть, наши сети разделены, опять же, на уровне сетей фаерволами, то есть, мы управляем на своей стороне правилами, плюс финские коллеги еще обеспечивают безопасность на внешнем периметре. Естественно, присутствуют различные системы мониторинга, там, проксирование, ну, все в стандартах, так скажем. Алексей Максимов просит все-таки вас прямо ответить на вопрос, насколько вырос реальный ОПЕКС на облако? Ну, здесь не уверен вот в последнем на облако, потому что вы сказали, что у вас снизились затраты на обслуживание, да, на ремонты, так, и то есть, про эффект вы говорили, а вот просто если взять только вот ОПЕКС? Если взять чистый ОПЕКС, скажу вот так по-честному, ну, в связи со всеми изменениями... ... ... со всеми изменениями по коронавирусу, так скажем, прирост по стоимости облака был где-то порядка 20-25%, и из этих 25% это где-то порядка, наверное, 70% стоимость VDI решений для конечных пользователей, то есть именно инфраструктура как таковая была изменена незначительна, то есть мы буквально там на несколько процентов изменили объем оперативной памяти на сетевых инстансах, которые принимали подключение, а все остальное ушло именно на оплату лицензии для Windows 10, по сути, для пользовательских, ну, и оплаты инстансов рабочих станций для пользователей. Да, понятно, спасибо, спасибо большое, ну, очень интересный ваш опыт, и ваш проект корреспондирует с тем, что звучало сегодня на нашей конференции, спасибо большое, Василий, сейчас я не вижу других вопросов, буду рад увидеться с вами в дискуссии в 14.30. Хорошо, спасибо, спасибо за внимание. Спасибо, замечательно, на мой взгляд, такое очень хорошее, четкое, интересное выступление, благодарю. так, ну, и анонсировал я уже выступление Тимура Колескина, директор департамента информационной технологии Акбарсбанк, так, управление расходами в IT и open source для крупных компаний, ждем, вот, Тимур, появились на нашем экране, здравствуйте. Здравствуйте. Слышим вас отлично, презентация включилась, вам удалось послушать некоторые из выступлений? Да, я послушал, да, очень интересно, действительно, пересекается, возможно, тоже будет время это обсудить, давайте начнем. Пожалуйста, да. Итак, о чем хотелось бы рассказать. Акбарсбанк достаточно крупный банк, с учетом того, что я сейчас буду, по сути, говорить об принципах, которые распространяются на группу компании Акбарс, в которую входит не только Акбарсбанк, и мы активно продвигаем идеологию open source, и хотелось бы об этом тоже рассказать. Итак, давайте начнем, давайте начнем, но у меня почему-то нет возможности листать слайды. Очень странно. Да, в том-то и дело, что о, вот теперь вижу, все, вот теперь все есть. Так, да, значит, ну, здесь оглавление пропускаем, поехали. Итак, как мы видим структуру расходов, да, если мы говорим о чем-то, что хотим уменьшать, нам необходимо этим начинать как-то управлять и считать, да, все это мы разделяем на три большие области, да, это прикладные сервисы, технологические сервисы доступа, то есть, access level, да, не думаю, что кому-то здесь нужно объяснять границы и разницу в этом, чуть подробнее будет подробнее позже. Значит, три области управления, да, в основе этого всего лежит системный учет затрат на ИТ, который пронизывает абсолютно все эти компоненты и, разумеется, мы в это все учитываем еще и расходы на персонал. Значит, с чего вообще, ну, как бы мы начинали и, наверное, рекомендация, может быть, поглядеть с этой стороны и коллегам, да, это первое, понять действительно, ну, как бы, может быть, и не надо эффективнее, то есть, может быть, нужно наоборот, там инвестиции и те инвестиции, которые нужны в ИТ, они перекроют там какие-то экономию какую-то и вообще сейчас фаза организации не та, которой нужно там сильно резать косты. Это первый такой вопрос и ответьте на вопрос, нужно ли вообще в эту сторону сейчас бежать, может быть, нужно все силы тратить на развитие, а не на оптимизацию. Второй очень важный момент, и он часто почему-то остается в стороне, это капексы или опексы. У всех организаций очень разные цели, как ни странно, несмотря на то, что вроде у всех цель заработать деньги, коммерческих, как минимум, цели разные и важно понимать, что именно владельцам бизнеса, руководству, как, что им важно из финансовых показателей, что является вторичным, то есть иногда важнее капитализация, тогда проще инвестировать именно как капексы, иногда операционные расходы важнее и показатели, например, в банках это кост-пуинка, показатель есть такой, очень много разных историй. Есть еще большие тонкости, обращайте внимание обязательно на учетную политику, которую, это бухгалтерский учет, в которой вы можете менять что-то, можете превращать компьютер в опексы, можете превращать компьютеры в капексы, и вы даже на этом ничего особо, ну, как бы, не предпринимая такого системного, вы можете сделать так, что будет проще реализовывать какие-то задачи и улучшать показатели, которые важны. Ну, соответственно, уже сказал, да, что адекватность потребностям бизнеса, то есть, может быть, и не нужно вообще экономить, нужно инвестировать, ну, и важный отдельный аспект, это, конечно, работать с поставщиками, это, тоже об этом немного поговорим. Итак, в основе нашей концепции, в основе всего у нас лежит понятие IT-сервис, который включает в себя совокупность определенных активов, программное обеспечение, лицензии, вычислительных ресурсов, разумеется, и IT-персонала, ну, и контрактов. Вот, есть везде жесткая ассоциация, причем жесткая ассоциация есть настолько глубоко, что, вот, например, мы со стопроцентной уверенностью всегда знаем, какой контракт в нашей сети, контракт это обеспечивает сетевую связь между двумя микросегментами, к какой IT-системе ассоциированы всегда, и это же связано со всеми правилами на фейерволах абсолютно, везде прошит диапазонами IP-адресов, абсолютно все ресурсы, какие вы себе можете представить, ассоциированы, да, то есть вот здесь мы пошли с фанатизмом и не поживели, на самом деле, гораздо прозрачнее становится картинка. Значит, ну, естественно, понятно, точки контроля при внедрении таких систем учета обязательно точки контроля, которые определяют и ограничивают возможность пойти не туда, да, соответственно, что еще важно в рамках этого, да, это нам позволяет уметь прогнозировать затраты, это гораздо сложнее действительно, чем кажется, не всегда это нужно просто умножить на 3 и это позволяет нам упрощает прогнозирование затрат. Реально очень сложная история, особенно с этими пандемиями, сами понимаете. Ну, понятно дальше расходы, доходы, насколько это все экономически целесообразно, ну, и самое главное, наверное, наставление, да, в любом случае, если вы решитесь все-таки с этого начать, ну, без фанатизма, коллеги, то есть это не бухучет вообще, то есть не нужно там там мега точность какую-то, несмотря на то, о чем я сказал ранее, о том, что у нас там даже контракт. Это на самом деле нужно больше немножко для других вещей, потом обсудим. Итак, давайте поговорим сначала про сервисы доступа, то есть вот по какой, какие векторы, куда вот мы смотрели, ну, и рекомендуем смотреть всем, да, это первое, это, понятно, переход как раз коробок каких-то на open source. Вариантов тут достаточно много, да, это истории, связанные с уходом операционной системы, аксессной, ну, пользовательской, это все ки-офисные окружения, вот тоже говорили, в принципе, можно сюда отнести и системы коммуникаций, и так далее, сложности вы тут прекрасно знаете, достаточно тяжело все идет и требует иногда таких инвестиций, что реально проще на винде автор. Особенно, если у вас крупная организация, да, управление лицензиями, вот это, наверное, место, где действительно очень много можно сэкономить, просто разобравшись с политиками лицензирования и грамотно применив, не экономьте на этом свои силы, тратьте свое время, погружайтесь, пожалуйста, в принципы лицензирования, особенно если у вас сидит крупняк, да, это наша там четверка больших виндоров заграничных. Соответственно, технологической архитектурой, понятно, здесь все идут в VDI, хотя мы пошли другим путем, таким экспериментальным, достаточно интересный получился результат распределенных как раз вычислений, а не VDI. И аутсорсинг, здесь это очевидный ответ, сюда все смотрят, это must-have. Значит, что по прикладным сервисам, да, здесь вот как раз, на мой взгляд, уход в open source это не то место на данный момент, в котором нужно уходить. Здесь, почему? Потому что прикладные сервисы это то, что дает вам дополнительную ценность как организации. И здесь уникальность играет очень большую роль. поэтому, на наш взгляд, прикладные сервисы, да, конкретные какие-то, необходимо целесообразнее тащить в собственную разработку. Понятно, на использовании там фреймворков, фомбенсорсных, библиотек, это все понятно, но суть именно в том, что это не коробка, которая будет вас зависеть, и вы будете такие же, как все, в лучшем случае, потому что эту коробку, понятно, продают не только вам. Соответственно, управление лицензией, там абсолютно, тут абсолютно такая же история, это значительно влияет на стоимость владения. Управление архитектурой, это вот как раз то место, где, к сожалению, не часто даже группные организации уделяют это много времени. Почему? Потому что это начинает работать только на достаточно большой перспективе, 3-5 лет, обычно это, ну, не всегда удобный и выгодный срок для, там, менеджмента. И, соответственно, еще возникает большая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, правильно или быстро. И это очень часто, прямо, настолько серьезная проблема, бизнес говорит, давайте быстрее, а мы понимаем, что если сделать быстрее, можно сделать только неправильно. Ну, и вот каждый раз приходится выбирать, и да, сознательно иногда выбираем неправильно, но, тем не менее, сознательно это делает. Ну, СААС, мы используем, прямо скажу, тоже опять возвращаясь к истории, что СААС решение не делает вас уникальным. Дальше, технологические сервисы, немножко ускорясь. Здесь, вот как раз, поле для open source просто бесконечное. Управление лицензией, мощностями здесь играет наибольшую роль, здесь очень можно здорово промахнуться, и этим риском нужно активно управлять, технологической архитектурой, нужно управлять только одним, так как это дело сейчас все, переходить в облако, какое, не важно, частное вы свое строите, как мы, или нашли просто хорошего партнера себе, это не важно, потому что вся эта технологическая история сейчас это коллеги чистой воды комодитис. Там нужно просто, чтобы оно работало, и все быстро, быстро был деплой, кондур из ICD, кубер, сейчас еще очень важная тема, кондур не только для девопс, но и AI девопс, да, то есть, для тех команд, которые занимаются нейросетями, сейчас тоже достаточно актуальная тема, конкретно для меня, дать им хороший, хороший инструмент. Ну и, соответственно, вот как раз на ПАС здесь и нужно переходить. Итак, давайте теперь чуть подробнее про open source, да, вот возвращаясь к этой мысли, да, вот если весь слой такой идеологический организации разделить на пять таких слоев с точки зрения айтишника, руководителя айтишного, да, это будет наверху бизнес-процессы какие-то, которые зарабатывают деньги, под ними какие-то данные, какие-то методы их преобразования, скажем так, как логика именно преобразования, да, под ним вот engine-апплекуха какая-то лежит, потом ниже платформы, понятно, там граница такая достаточно условная, ну и еще ниже это уже железо какое-то, которое... Так вот, вот если на это посмотреть, весь мир в свое время понял, что в принципе вариативность и ценность всей этой истории наверху, а внизу, вот чем глубже туда вниз, тем меньше нужно вариативности, ну если уж прям совсем так экстремально, да, вариантов электропитания, кроме трехфаски и однофаски, как бы нет, да, а вот вариантов бизнес-процессов очень много, ну то есть чем ниже туда по инфраструктурной вертикали, айтишной, так вот, и там как раз опенсорсы начали, то есть там, где нужна минимальная вариативность, оказалось, что большинству нужно одно и то же, и по этой причине это все и началось как раз с того самого Линукса, да, и причем ГНУ, да, Not Unix, Unix здесь символизирует, это такое рекурсивное, да, такое выражение ГНУ, это ГНУ Not Unix, Unix здесь символизирует коробочные версии операционной системы еще в те 70-е времена, да, которые были вот этими вот как раз платными, тяжелыми, фуровыми вещами, вот, значит, успешный open source проект максимально универсален, и в этом мы его суем, по поводу JPL, Apache, BSD, MIT, видов лицензирования, коллеги, если вы для внутриорганизации спорта, планируете это использовать, не заморачивайтесь, кому интересно, загуглите, это важно только для тех, кто собирается продавать софт на основе этих компонентов, там есть тонкости, для большинства это не так важно, open source, он бесплатный, скажем, хотя, может, кто-то поспорит, можно там много поспорить, но отдельно, значит, еще момент, тренд какой по open source, прошло время одиночек, коллеги, обратите внимание, кто делает сейчас последний такой хороший enterprise open source, такой, назовем это так, он родился в enterprise open source для enterprise, как ни страна, и он родился вот из крупных организаций, в основном в том числе по лицензированию Apache, вот так это все выглядит, но есть отдельные истории, есть, например, стартапы, которые потом купили просто, это RabbitMQ, VMware, знаете, купили, Greenplan купил EMC в свое время, Redis, не помню, кто тоже купили, вот, ну и есть отдельные звездочки, такие самостоятельные проекты, типа Zabix, Elastic, которые там продались крупным конторам и так далее, вот, и значит, вообще, как мы его воспринимаем open source, да, мы его делим на мелкие и крупные проекты, мелкие проекты, это библиотеки, которые в основном, которые мы используем в рамках разработки своего софта, у нас достаточно большая своя разработка, у нас там серьезная часть систем своих собственных, разработанных самими, вот, крупные проекты, это весь крупняк, ну и, соответственно, он делится на Community Enterprise Edition, и здесь я могу только, ну, часто делиться, да, могу сказать, что далеко не всегда, даже крупным организациям, нужна Enterprise Edition, платная подписка и так далее. Мы очень часто начинаем с Community Edition, и на нем и остаемся, не везде, но остаемся. Примеров у нас там тоже достаточно много, где Community хватает просто с головы. Дальше поехали. Итак, преимущества и недостатки. Ниже стоимость владения при определенных условиях, да, спецам интереснее, это, коллеги, очень важный момент. Реально, Open Source, ребятам, командам заниматься интереснее. Они прекрасно понимают, что этот опыт они потом на рынке продадут, в отличие от крупняка какого-то, коробочного, а еще и прикладного, который, ну, вот, есть рынок и есть, вот, пока он есть, пока хорошо. Рынок начинает схлопываться, все становится плохо. Можете создать команду, там, подхватить форк, это опция, то есть тут свобода какая-то появляется, хороший инструмент давления на ваших партнеров, которые коробки продают вам. Вы начинаете говорить, что мы открыли проект, мы начинаем двигаться в эту сторону и неожиданно оказывается, что есть еще скидки. Это тоже приятно, да, обращаясь, ну, это вот тоже такой приятный бонус. Ну, про ковинти я сказал, что плохо, а вот теперь, как говорится, ложка дегтя, да, проекты потухают, сейчас мы с вами посмотрим, в конце будет слайдик, об этом на примере Линукса, проекты покупают крупные организации и говорят, вот мы сейчас платную, ну, и превращают в платную версию, да, и, в общем, становится неприятно, потому что комьюнити эдишн забрасывают, и он уже как-то не движется никуда. Ну, соответственно, пойдут не туда, такие истории тоже бывают, значит, ну, и еще важный момент, проект может подвести не сразу, да, то есть, это всегда код какой-то в мешке, если вы смотрите на какие-то крупные проекты, да, если вы увидели что-то интересное, но вы видите, что оно еще достаточно молодое, следующий слайд будет об этом, тогда вы рискуете, ну, здесь, ребята, ничего не остается, как просто смотреть и анализировать, как, как раз следующий слайд об этом, ну, первое, понятно, он должен быть стратегией, это больше к архитектуре, вот, это тоже есть некоторые ограничения, если вы сказали, я только Postgres использую, да, например, никакого Oracle, ну, тогда вам нужно принять, что все предложения, которые не поддерживают Postgres, отваливаются. Определим стадию жизненного цикла, обязательно смотрите на GitHub Insights, погружайтесь в это, есть Gartner Hype Cycle, в котором видно, на какой стадии находится тот или иной продукт, можете этим пользоваться, смотрите количество активных контрибуторов, commitment rate, обязательно смотрите, живой проект, у него много апдейтов, много коммитов, значит, он, ну, по крайней мере, пока живет, да, вот, Community Edition не всегда, он адекватен, Enterprise Edition у всех по-разному, поэтому на это нужно важно тоже обращать внимание, ну, и доп. услуги, как бонус, тоже важно, ну, и обязательно спрашивайте команду, которую вы хотите продать, как идея проекта, интересный это или нет, тоже важный момент такой, и вот, как пример, давайте посмотрим с вами Linux, да, когда сначала было совсем немного Linux, когда он только появился, то есть тут веточки, вы видите, Debian, RedHut и SLS, ну, который сейчас называется SLS, вот, потом началась волна такая, началась куча форков, все пошли что-то делать, какие-то разные версии Linux, но на самом деле, если мы про грубня говорим, все равно выжили определенные только ветки, выжила ветка Ubuntu, выжила ветка Ardhat и Cintosa, хотя Cintosa как раз сейчас тоже такой, сами знаете, интересный момент с ним, да, ну, и суть как-то немножко живет, но достаточно нишевая на самом деле история, вот, как бы, да, то есть если вы вначале, вам достаточно легко выбрать, потому что немного, небольшой вариант, если вы в середине, вы очень легко можете поставить не на ту лошадь, и обычно, когда уже это все совсем созрело, как сейчас, например, да, в Linux, то становится опять достаточно просто, но опять-таки, не забывайте, есть приколы, типа, истории с Cintosa, вот, поэтому на этом все, спасибо большое за внимание, готов ответить на вопросы. Спасибо большое, Тимур, на мой взгляд, замечательное, такое у вас систематизирующее выступление, но и главное, опирающееся на на ваш опыт и практику. Уважаемые участники, ждем вопросов, так, используете ли вы, там, open source, если да, то как бы, да, я согласен с Ильей, что очень исчерпывающее выступление, но давайте тогда конкретные какие-то проясняющие вопросы, да, чтобы сделать, чтобы Тимур мог, может быть, ваш кейс прокомментировать, да, давайте ждем, ждем, Тимур, пока мы ждем, ну вот, попробуем к деньгам, да, вот по вашей практике, вот у нас было сегодня выступление, напомню, Юрия Бражникова, который на примере своего продукта, имеющего open source, как раз ядро, говорил о том, что здесь можно от двух до пяти раз уменьшить расходы, так по сравнению с лицензиями, вот по вашему опыту такая картина, или где там собака зарыта? Ну, да, собака обычно начинается в моменте, когда вот вы решили, например, давайте откажемся от Microsoft SQL Server и Oracle, давайте везде сделаем пост, сразу говорю, там, в 99% случаев вам его уже будет достаточно, коллеги, для того, чтобы закрыть все ваши вопросы, именно с точки зрения как движка, да, то есть как технологии, он очень зрелый сейчас, тот же Postgres, и все какие-то тонкие моменты, которые, недоработки, все это решает в своем случае на уровне приклада. Так вот, на уровне Postgres, вроде хорошая идея, но возникает вопрос, у вас много легаси, вот у нас, например, в банке насчитывается порядка, внутренних порядка 260 сервисов, да, это, по сути, 260 систем, больших, маленьких, разных, конечно, да, вот вопрос, везде ли то, что там работает, поддерживает этот самый Postgres, и чем больше у вас инфраструктура, тем более сложный будет этот вопрос, и у нас есть реальные примеры, когда нам проще было внедрить новое решение, чем пересадить текущее на Postgres. у нас есть реальные сервисы, у нас есть реальные сервисы, их количество, а, стоп, есть вопрос, Алексей Максимова, у нас участники имеют приоритет, уточните, пожалуйста, по вашему опыту, насколько дороже обходится поддержка open source решений, с учетом доработок и дальнейшего сопровождения? получается дешевле, ну, смотрите, еще раз вернусь, вот, как бы, идеологии, если мы говорим о прикладном уровне, именно о прикладном, и вы хотите внедрить какое-то решение, которое, ну, грубо говоря, имеет интерфейс для пользователя, да, решили Альфреско внедрить, аналог ширипоинта, да, open source какой-то, вопрос возникает, ответ, вообще не факт, что будет дешевле, прям, вот, но, есть там небольшой плюс, тот, что вы получите независимую свою команду разработки, которая будет делать именно то, что вам нужно, а не брать готовое, это не везде надо, не всегда нужно, операционные поддерживающие сервисы, например, решили вы систему управления остатками на складах, внедрить, и сделали, например, на Альфреско, что там плохая идея, наверное, будет, ну, не важно, тут не суть важна, и вы его, по сути, начинаете с нуля пилить, да, ну, вопрос, а надо ли, да, если есть коробка, и если вы не планируете ее сильно менять, вот, смотрите, тут, коллеги, вопрос именно в этом, если вы видите какое-то решение, которое вы не планируете сильно менять, ну, на прикладном уровне подчеркиваю, то, коробка может выиграть, особенно, если это там адекватные там поставщики, хотя тоже у нас были примеры, когда и коробка неожиданно банкротилась, и все, и вы ничего не можете сделать, коров у вас нет, ничего нет, приехали с вашей коробкой, бывает такое, вот, соответственно, если мы говорим про технологический уровень, то тут уже совсем другая история, да, здесь уже зачастую, вот, возвращаясь к истории о вариативности, вариативность резко падает, и тот же, например, постгресс, вот он есть, вы не будете постгресс дорабатывать, коллеги, никогда, вы будете дорабатывать приклад на постгрессе, но постгресс вы никогда не будете дорабатывать, точно так же вы Linux не будете дорабатывать, вряд ли кто-то из вас сейчас вносит изменения в код ядра Linux, и вряд ли таких людей много. Ясно, спасибо, то здесь, ну, вариативность на прикладном уровне, и поэтому варианты, и снижение вариативности на уровне, ну, так сказать, технологии, и там, как раз, очевиднее выбор open source, так понимаю. Да. Так, Александр Пронин, средство обеспечения информационной безопасности в компании СПО, честно говоря, не знаю, аппревиатура СПО, понятен вопрос? Ну, я не очень понимаю, что подразумевается, если имеется в виду... Сходное программное обеспечение. значит, понял. Значит, что насчет, как вы, используете ли вы от open source решения в части закрытия контура информационной безопасности, да, ну, значит, по стандартной схеме контуров информационной безопасности достаточно много. Да, на, вначале, в самом ядре, одним из контур информационной безопасности, например, является сама операционная система Linux, да, как пример. Ее тоже надо патчить, да, и здесь есть много тонких моментов, и мы здесь, вот в этом месте мы ориентируемся на на open source, по сути, да, то есть там, где это Linux, где операционная система. если мы говорим уже IDS всякое, IPS, то есть, ну, на всевозможные контуры защиты уже, да, превеншн какой-то и так далее, нет, здесь нет, потому что, ну, это, мы используем Checkpoint, мы используем Cisco, мы используем много других вендоров, и здесь у нас open source, вы знаете, откровенно говоря, для меня такой действительно интересный, хороший вопрос, потому что, вот даже никогда что-то мы и не думали о том, чтобы в эту сторону смотреть, ну, потому что это информационная безопасность, это, ну, не то место, на котором пока, наверное, нужно будет чего-то, ну, экономить как-то, нет, мы не экономим информационной безопасности, но вопрос интересный, кстати, может быть, там лет через пять что-то и будет и в этом направлении. Интересно, у нас, кстати, уважаемые участники, завтра будет по информационной безопасности мероприятие, там будет часть дискуссионная, и в конце будут регуляторы, так, так что, те из вас, кто на эту тему хочет продолжить, вот завтра можете, так сказать, свои комментарии, вопросы нам давать во время конференции. Так, Алексей спрашивает, если базис это ВОС-Линукс, то какая служба каталога при количестве пользователей тысячи, десять тысяч, что взамен OpenDeal? Да, коллеги, не воспринимайте, пожалуйста, там вот слово векторы направлением, которое нужно думать, это не значит, что мы это реализовали, ну, вот именно в этой части, на самом деле, то есть про постгресс реализовали, мы очень активно там внутри СОДа используем OpenSource, там и Кубер, и само собой операционные системы соответствующие и так далее. Все, что касается каталога, ну, вот мы в интерпризе, ну, это не работает, вот на данный момент, вот для нас, для наших масштабов, и наш анализ связан с тем, что если нам пересадить все-таки это все на Linux и OpenOffice, отвечают, что сейчас это настолько большие расходы, которые абсолютно несоизмеримы с теми расходами, которые мы сейчас несем в рамках Enterprise Agreement, например, с компанией Microsoft. Это вообще разные цифры, наверное, когда-то это будет, но пока нет. Ну, то есть это вопрос доступности решений и целесообразности. Совершенно верно, то есть это тот случай, когда мы сказали нет. Так, пока ждем еще вопросов. Вот у меня вот какой. А, есть еще Андрей Рашкин, да, как вы проходите проверку стэг ваших OpenSource продуктов, которые сами доработали? Проходим. Ну, да, я тоже. Смотрите, по поводу стэга и немножко об этой теме, да, то есть вот недавно мы вообще собрали конкурт под К2, коллеги. Ну, кто в курсе, ну, не К1, конечно, но под К2 это тоже то еще упражнение, да, и это все возможно, и на самом деле вы же знаете прекрасно, что как раз, как ни странно, около ГАСУшные задачи первыми вообще в OpenSource пошли. Стэг гораздо гораздо лучше поддерживает и приветствует OpenSource решения, тем более они часто имеют форки сертифицированные с фтеком и даже с не сертифицированные, смотрят они на это гораздо лучше. Спасибо. Еще вот какой момент, если мы работаем в контексте цифровой трансформации, да, и обсуждаем именно подход, ну, практику на предприятиях, то очень часто мы видим такое изменение, что службы различные, там, кадровые службы, технологи, там, энергетики и так далее, начинают создавать сервисы, сервисы для других функциональных служб, для других подразделений. И вы тоже упоминали сервисы, их большое количество, и здесь я хотел бы вас спросить, как выглядит с точки зрения вообще рациональности и оптимизации, да, вот это такая новая тема. Вот вы знаете, у HR-ов сейчас популярен подход Zero HR, в чем он выражается в том числе, в том, что они начинают создавать сервисы, заменяющие бюрократические взаимодействия сотрудников со службой персонала на некоторые, так сказать, услуги сетевые. Так, и вот с этой точки зрения, ну, это же некоторый челлендж все-таки, да, для того стека решений, которые используются в компании. Здесь и вопрос по опенсорсу, и вообще вопрос по тому, как рационально подходить к этому, да, пожалуйста, могли бы прокомментировать? Тимур. Да. ну, что могу прокомментировать? Все обеспечивающие сервисы обречены на то, чтобы стать максимально автоматизированными. автоматизированными. Почему? Потому что все в организации разделяется на то, что приносит дополнительную стоимость какую-то, и то, что не приносит. И основная задача, на мой взгляд, там, в том числе и руководству IT, все, что приносит дополнительную стоимость, обеспечить максимальную скорость изменения этого и максимальную уникальность этих процессов, потому что это уникальные бизнес-процессы зарабатывают реальные деньги. Ничего больше не зарабатывают. Все, что является незарабатывающим процессом, если вы не планируете на этом зарабатывать, уводите в аутсорсинге. Либо сами делайте, чтобы это работало хорошо и максимально эффективно, либо отдавайте на аутсорсинг тем, кто умеет это делать. Собственно, мы это и наблюдаем, да, если раньше как бы у нас оргтехнику, сопровождение оргтехники занимались люди во всех организациях, сейчас я даже не знаю вообще, есть ли организации, которые вообще сопровождают оргтехнику. То же самое сейчас происходит и с инфраструктурой, с ОДом, точно так же скоро вряд ли у кого-то возникнет гениальная идея самому построить СОД. Вот и снизу опять-таки история такая же, это все снизу начинается и потихонечку будет наверх подниматься, подниматься и подниматься, что мы и наблюдаем. Спасибо, спасибо большое, буду рад продолжить с вами диалог буквально через одно выступление в нашей дискуссии. Спасибо большое, Тимур, действительно прекрасный опыт, отличная экспертиза, ну и исчерпывающее выступление. Спасибо. Всего доброго. Уважаемые участники, продолжаем мы смотреть с точки зрения опыта, с точки зрения подходов, применяемых в различных организациях, которые инвестируют в инфраструктуру, предоставляют эту инфраструктуру для своих служб и для своих потребителей. И сейчас выступление Алексея Богомолова, начальника управления IT-инфраструктуры Департамента развития инфраструктурных решений ООО группы компаний МЕДСИ. Тема выступления модернизации IT-инфраструктуры современного медицинского центра МЕДСИ. Ждем подключения Алексея. Алексей будет выступать без презентации, но я хорошо знаю и помню, я думаю, вы помните, что Алексей очень ярко и точно формулирует свои мысли, тезисы, так что большим удовольствием предоставляю, Алексей, вам слово. Здравствуйте. Так, пока нет звука. Ждем. Напоминаю, на всякий случай, если какие-то трудности со звуком, перезагрузка страницы. Так, вижу, вы включаете, отключаете микрофон. Слышно? Да, слышим вас, Алексей. О, хорошо. Так, здравствуйте, коллеги. Так, мне тут продуло вчера, поэтому я сейчас буду косплеить Дарт Вейдера, да, буду хрипеть и над собой дышать. Вот, но, тем не менее, я это самое самоотверженно постараюсь донести все, что хотел донести, да, ну, наверное, все-таки покороче, чем собирался, там, совсем растекаясь, по греву. Интересует, камеру будете включать? Нет, камеру я включать не буду, я, то самое, глазки красные, хотел, да, я там, похвастаться своей, там, отросшей бородой за последнее время, но нет, не корпоративный у меня сейчас вид, все-таки, не знаю, там, может, вторая волна ковида меня так прихватила, но я в маске, если что, так что не бойтесь. Значит, слушайте, коллеги, послушал я доклады предыдущие, да, прям вот, у меня такое впечатление складывается, что мне прямо добавить нечего, но, тем не менее, все-таки, сейчас чего-нибудь я поговорю, да, как минимум, для того, чтобы задать тон дискуссии, да, которая будет после моего выступления, ну, и постараюсь своим выступлением все-таки вернуть честное имя такому хорошему слову русскому, да, оптимизация, потому что, ну, все повторяли оптимизацию, оптимизация, да, с некоторым пренебрежением и каким-то даже очень негативным оттенком, я все-таки считаю, что оптимизация, слово хорошее, и надо этим делом заниматься, но все-таки, действительно, ну, не надо, прежде всего, это воспринимать как там вот, однозначные, откровенные, прям вот, снижение затрат. Я все-таки за оптимально работающую инфраструктуру, за какие-то там правильные подходы к этому всему, да, к определению там правильного функционала использования там его и так далее. Вот. Чем, собственно говоря, хочу поделиться? Давайте начнем, в общем-то, с банальных вещей, да, но, тем не менее, из чего-то начинать надо. Значит, мы достаточно много строим, ну, клирить, естественно, да, хотя вот тут, допустим, еще и офис себе новый построили, вот, не суть. Соответственно, очень буйным цветом цветет вопрос, что выбирать, кого выбирать, да, в качестве подрядчиков, в качестве вендоров, ну, поставщиков оборудования и так далее. Вот. И, соответственно, убирать все, делаем ли мы там, некое там максимально моно-вендорное решение, да, или уже все-таки мы оптимизируемся в этом смысле, да, и делаем мультивендорное, но соответствующими всеми своими, там, достоинствами и недостатками. Ну, опять же, не буду все перечислять, да, если как, то все понятно. Если это моно-вендор, да, мы там очень хорошо можем торговаться с этим моно-вендором, да, можем там очень хорошо снижать опек за счет, там, тех же самых затрат первичных на закупку поддержки и так далее, да, не тратимся, там, на переобучение персонала и так далее, и так далее, ну, в общем, все как обычно, но там и главный недостаток, да, можно подсесть. Ну, и когда вендор это начинает замечать, да, у него там уже вот по поводу как раз того самого, блин, бессмысленного и беспощадного торга появляются лишние, так сказать, козыря, чего бы, в общем-то, никакой коммерческой конторе не хотелось. Вот, так как мы все-таки контора коммерческая, не гасуха, вот, у нас в этом смысле есть большой плюс, собственно говоря, мы можем выбирать не то, что прям надо, да, и то, что там выигрывает там по какому-нибудь там, 94-му ФЗ, да, мы можем выбирать то, что нам надо. Вот, хотя у нас на самом деле внутренние регламенты, они еще строже, чем упомянутые там ФЗ, да, и работать по ним действительно сложно. Ну, и плюс, как в любой конторе, да, чем больше котел, тем у него длиннее там постоянные, температурные. Так же, собственно говоря, и у нас, да, 10 тысяч, в общем-то, персонала, ну, дает о себе знать, там, офис там 500 человек, да, когда я пришел, там, уменьшился уже до 700, вот, ну, и все эти люди чем-то заняты, ну, в основном заняты как раз тем, что вот эти самые регламенты блюдут, да, и зорко следят, чтобы, не дай бог, айтишники там чего-нибудь себе лишнего не купили. вот, как это происходит у нас, собственно говоря, мы прежде чем что-то строить, да, делаем там, ну, примерно раз в год, да, некий, назовем это, технический конкурс, где мы действительно выставляем именно требования, и, собственно говоря, по этим требованиям выбираем вендоров, которые, то есть, оборудование этим самым требует соответствовать. Делается это долго, убрюмо, там, вендора обижаются и так далее. Но, тем не менее, соответственно, исходя из этого, мы составляем шорт-лист, и в этом шорт-листе уже дальше, когда нам действительно надобится это оборудование, да, мы уже играем конкурса, но играем уже их не по требованиям, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, да, чтобы такое со мной не случилось, вот, а играем уже их по спецификациям. Соответственно, если это, ну, действительно, в техническом конкурсе победил Вадим Вендор, да, то это прямо спецификация одного вендора, да, если бы победило, так сказать, несколько вендоров, то это спецификации, соответственно, нескольких вендоров, но, повторяю, спецификации, никакого там, или аналог там, никакого там вот этого вот всего, да, мы стараемся не допускать, но, опять же, в рамках наших регламентов, да, которые нам подобные вещи очень усиленно навязывают, вот, ну, опять же, навязывать одно дело, да, решение-то мне принимать, потому что ответственно в результате я окажусь. Вот, вкратце, наверное, рассказал по поводу моего отношения к моновендору и мультивендору. А, ну, и, собственно, что в результате по практике получается? То есть, мы по практике приняли для себя следующий вариант, что у нас на одном объекте по подсистемам, ну, заметьте, да, ну, понятно дело, вот, все-таки моновендор. А если мы осматриваем инфраструктуру в целом, да, ну, такая получается все-таки тенденция все-таки к моновендорности, да, но, тем не менее, нет-нет, да иногда мультивендор выскакивает именно внутри подсистем. Вот, если мы, опять же, да, копнуть глубже, то есть, допустим, вот там, вроде мы договорились, там, вендоров не называют, да, но я сейчас попробую и не назвать, да, если у нас вся сетерка циска, да, то, допустим, каналообразующее оборудование у нас, ну, прям совсем не циска, прям вот отнюдь, да, ровно потому, что оно выполняет свою функцию, и свою функцию она выполняет прям вот, даже не на 5 с плюсом, да, наверное, на 10, но ничего другого от него, соответственно, требовать и нельзя. Когда там пришел там бизнес, да, с запросами, давайте-ка мы там лишнего чего-нибудь, да, придумаем, вот на этом оборудовании, которое мы так задешево купили, да, ну, я просто, в общем-то, обоснованный бизнес послал закупать нормальное сетевое оборудование, да, на котором вот это вот все можно реализовывать. ну, не совсем бизнес, понятно, да, юниты, которые там от бизнеса пришли, наши же айтишные, вот, не надо там себя тешить, это самое, тем, что там ко мне бизнес по коему ходит, да, нет такого, конечно же, вот, скорее все-таки я к ним, да, нежели они ко мне, но тем не менее, вот, значит, соответственно, как я уже сказал, да, некая мультивендорность у нас есть, да, и я прекрасно понимаю, ну, насколько это действительно дорого, блин, даже по тем же самым деньгам, даже если это оптимально с точки зрения функционала, с точки зрения бизнеса и так далее, да, это действительно дорого, то есть это, как минимум, там, это новые люди, там, на поддержку, это прям вот в 100% случаев аутсорс, на какую-то там более высокоуровневую поддержку всего этого добра и так далее, вот, ну, в любом случае, мы, собственно говоря, на все покупаем расширенную поддержку, но, тем не менее, следует понимать, да, чем одна расширенная поддержка, другой отличается, да, и 24 на 7 НБД, да, 24 на 7, да, 6 часов реагирования, ну, тоже все понимаем, да, что вроде и там, и там 24 на 7, да, но совершенно разные, так сказать, отношения, вот, ну, вот я как-то плавно так перетек, да, по поводу капексов, опексов, вот, ну, политика партии, у нас все-таки, да, капексы не снижать, ну, потому что мы там, какой год уже там пытаемся выйти на IPO, да, ну, и почти выше, наверное, да, потому что там все соответствующие бумаги оформлены, все соответствующие действия сделаны, вот, а в данном случае капекс, да, капитализация, никуда не денешься, но при этом все-таки про опекс мы тоже не забываем, да, ну, как я уже сказал, да, мы в обязательном порядке на все оборудование покупаем расширенную поддержку, вот, ну, и также уже эти самые стандартные опексные затраты, да, на поддержку, на обслуживание, там, и так далее, и тому подобное, вот, что касается аутсорсинга, по поводу перевода капекс в опекс, в полном цикле нам это не удалось сделать, причем не удалось сделать, там, по ряду причин, и деньги, кстати, не самые последние из них, вот, потому что все-таки аутсорс, это аутсорс, да, есть договор, есть SLA, а мы все-таки занимаемся, скажем так, богоугодным делом, да, мы людей спасаем, и вот, когда у тебя там человек на приеме сидит, да, в какой-нибудь там неправильной позе, да, и врач там, у него там по локоть там куда-нибудь залез, вот, а у него тут вдруг это самое, капутир сломался, ну, так вот, аутсорсинга есть SLA, да, и вот не подорвется он там туда бежать, да, потому что вот то, что я описал, вот, собственно, потому что у него есть SLA, а своего человека мы можем понудить, реагировать на подобные вещи правильным образом, вот, поэтому, вот, да, вытирание соплей пользователем, да, это вот наша, вот, одна из основных задач, да, и у нас в последнее время штат достаточно неплохо подрос, по-моему, раз в два, я тут последние цифры смотрел, да, там, не берусь утверждать однозначно, именно на техподдержку, вот, потом все-таки на техподдержку тоже там куча задач сваливается, связанных, ну, именно вот наших специфических, именно медицинских задач, я сейчас не говорю про медоборудование, медоборудование там занимаются специально выделенные отдельные люди, да, вот, но именно вот все вопросы на стыке, да, решает наша техподдержка, честь и, в общем-то, и хвала. Вот, дальше, когда мы говорим про оптимизацию, да, всегда надо прям вот первым делом не капекс считать, не опекс считать, да, а надо считать целиком ТСО, ну, total cost of of Nership, да, по нашему совокупной стоимость владения. Естественно, есть там различные подходы к этому вопросу, да, различные там опять же приложухи для этого дела есть там очень дорогие и прям совсем капец какие дорогие, да, но, естественно, мы вот перед тем, как что бы то ни было закупать, да, проводим некий расчет этого самого, этой самой совокупной стоимости, да, ну, делаем это, естественно, в Excel, и потому что, ну, покупать приложухи, которые сейчас еще и по подписке так уж продаются, да, ну, это дорого, да, и на самом деле глупо, потому что есть свои методики уже наработанные, есть свои best practices и есть, скажем так, формулы, которым верят, там, и бухгалтерия, и финики, там, и безопасность, и аудиторы, и все-все-все, давно уже согласованные, давно уже все там сделанные. Вот, поэтому иногда, да, получается, что все-таки, если мы там решаем, что же нам все-таки поставить маленькую клиничку, да, там, циску или длинк, вот, ну, обещал не называть, ну, ладно, длинк-то можно. Вот, то, когда в результате посчитаем вот это самое ТСО, да, а потом еще туда еще и риски накинем, ну, которые у нас, скажем так, неким хитрым образом тоже в ТСО входят, вот, то получается, что, ну, там, та же самая циска может раза в три дешевле выйти, чем длинк. Вот, по вполне, в общем-то, понятным всем причинам, я надеюсь. Что, значит, что еще хотел бы я отметить? Вот, такой вопрос, как консолидация вычислительных ресурсов? Значит, смотрите, как я и говорил, мы много строим клиник, и в идеале у нас в клинике вообще только сетевка. Несмотря на то, что медицина, об этом я еще не говорил, да, вот сейчас, наверное, сейчас расскажу. Медицина очень консервативная отрасль, в том числе, внутри IT. IT в медицине, это просто какой-то кошмар, на самом деле, для любого айтишника, да, там, у меня резко это оставит волосы и начинает шевелиться. Ну, то есть, к примеру, до сих пор там используются приложения, прям вот, прям по-честному, прям используются и прям обслуживаются, написанные, допустим, на Дельфе. Ну, как клиент-сервер. Вот. И у нас они есть, и много. Вот. Используются приложения, написанные вроде как на нормальном стеке технологий, но при этом требующие одного братка с доменом, к примеру, со своим сервером. Ну, что, вот, ну, на мой взгляд, идиотство просто вообще чистейшей воды, да, но как раз поэтому, вот, та же самая циска, да, дешевле Делинка обходится. Ну, потому что, вот, на циске это можно сделать, да, на Делинке нет. Растянуть братка с домен, аж до цода. Вот. Ну, и, собственно говоря, подходим напрямую к консолидации, да. Когда в свое время пришел Минси, да, там на площадках, видимо, невидимо было вычислительных мощностей, что они там делали, одному богу известно, никто не знал, и это, собственно говоря, была одна из основных причин, не потому что там дешевле это все сделать, да, а просто для того, чтобы понять, ну, зачем это все там, да. Вот. Все вычислительные ресурсы были сконсолидированы в ЦОГе, вот. Теперь, если кому-то какие-то эти самые вычислительные ресурсы нужны, да, ну, то есть с вопросом, а давайте-ка мы поставим сервер на площадку, да, ну, идут по, в общем-то, определенному трехбуквенному адресу, да, и эти буквы там вовсе не на х начинаются, а эти три буквы – это ЦОГ. Вот. ЦОГ у нас, естественно, построен по трехплощадочной архитектуре, да, это две синхронные площадки, плюс одна площадка для витнесов, для внешнего мониторинга, ну, и так далее, и так далее, но об этом я тоже рассказывать не буду, да, в книжках все написано. Вот. ЦОГ у нас сейчас пока коммерческие, два синхронных, да, третья площадка, ну, на самом деле, у нас пять площадок, именно ЦОГ. Ну, так вот исторически сложилось, да, что там кое-где, кое-что до сих пор есть, и до сих пор работает, но все именно консолидировано в единой уже политике, в единых там системах мониторинга и так далее. Вот. Собственно, ну, вот этот плавный перетек, да, как раз к системам мониторинга, управления и всего остального прочего. Вот. Одна из задач была внедрить единую систему мониторинга, мониторинга единую до сих пор внедрить не удалось, потому что разные системы мониторинга, да, ну, заточены немножко под разные вещи. Вот. Пока сейчас остановились на двух, собственно, сетевку мониторит Zavix, да, вычислительные ресурсы мы мониторим с полом. Ну, плюс вендорские эти самые системы управления мониторинга, ну, которые уже там по всем для узкоспециализированных задач используются, да, в целом все-таки, что касается там прислать там смс-ку, письмо и так далее, это вот эти две системы. Вот. Дальше уже исключительно для траблшутинга и так далее. Вот. Ну, кстати, вот тут тоже моно-вендорность и сильно нас спасает, когда у нас есть там один вендор там для того, другой для этого, и третий для всего остального. Вот. Мониторить это все дело гораздо проще, и система мониторинга, ну, там не разрастается прям, упираясь, так сказать, древом в небо, да, и корнями там доставая там до самых там ку-фу-фу-чи надо. Вот. У нас достаточно все просто. Я вообще в принципе приверженец идеи КИС. Это не когда целовать всех надо, хотя там дочка у меня вокруг бегает, да, наверняка надо это сделать. это расшифровывается как символ ступида. Ну, никому конкретно я не отношу, если что. А то мало ли кто обидится. Вот. То есть, чем проще мы сделаем свою архитектуру, тем она у нас, собственно говоря, дольше проживет, будет максимально эффективно, максимально хорошо эксплуатируемо и так далее. Вот. И когда, опять же, те же самые там юниты приходят там, да, с некими там псевдотребованиями от бизнеса, давайте-ка мы сейчас вам тут это самое, вот, наставляем костылей, ну, в общем-то, тоже все благополучно посылаются на те же самые три буквы, но в данном случае уже не в сот. Вот. Потому что риски, связанные с тем, что у нас инфраструктура может рухнуть, да, они очень высоки. Мы тут еще до этого самого, до ковидного кризиса считали, что у нас, если действительно упадет сот, вот прям вот все три площадки сразу, ну, точнее, две, нет, все-таки три, потому что на третью площадку у нас переезжает в ручном режиме, вот если все три площадки упадут, да, то простой сот до одной минуты у нас будет стоить что-то порядка там миллиона рублей. вот, то я уж не говорю сейчас, это именно вот прям вот, что касается прям по кассе, вот, я уже не говорю о репродукционных рисках, и так далее, и тому подобное, опять же, все, коллеги, в книжках написано, да, не хочу растекаться. вот, вплотную, собственно говоря, подходим мы к внедрению новых технологий, там, тенденции развития и так далее, да, у нас есть облака, у нас есть, ну, условно можно это назвать публичными облаками, ну, просто так как мы в АФК, да, у нас есть любимая жена МТС, и они для нас условно публичное облако делают, ну, в качестве его, так сказать, подходов и мер к эксплуатации, но, по сути, на самом деле, это частное облако, сделано исключительно под нас, ну, потому что там 152 ФЗ во всю голову прям играет, там все зашифровано, прям, все-все-все, короче, хорошо, они молодцы, они аттестовали все это дело, и мы бед не знаем. Единственный вопрос, который в последнее время стал возникать, да, все-таки, что мы, достаточно много публичных сервисов вытаскиваем в облако к ним, и стали наблюдаться проблемы с каналом связи, то есть до сих пор мы используем, ну, используем пока еще, собственно, интернет, несмотря на могучую, там, мою связность, да, я там являюсь лиром, ну, я, МИСИ, наверное, да, вот, я админ те, чем в этом лире являюсь. И у меня 10 пиров, не все сразу говорю, фулл вьюшные, вот, ну, ладно, об этом, наверное, я попозже расскажу, если время останется, вот, но все равно через интернет, как раз именно потому, что там все это дело, там, через гостовые туннели идет и так далее, стали мы испытывать некоторые проблемы со связанностью с облаком. Вот, сейчас прорабатывается вопрос, я решил там не это самое, не мудрствовать лукаво, да, не делать каналы, да, я прямо сразу запросил тупо оптику до наших двух садов, чтобы была и отказоустойчивость, да, ну, и соответствующая надежность, там, шевна канала и все остальное. Ну, то есть, по оптике я все, что хочешь, в принципе, могу прогнать, да, у нас есть ДВД на этот, если что. Вот, но пока еще вопрос не решен, окончательно, потому что, ну, как ни крути оптика оптики, да, ее все равно надо защищать. И, ну, это уже как раз, да, вот, завтра там безопасники, может быть, наверное, про это что-то расскажут, да, у меня пока хорошего, скажем так, решения, прям, чтобы там совсем хорошее, то есть, рабочие решения есть. То есть, есть наши российские вендора, да, которые там могут зашифровать оптику, к примеру, там, на 10 гигабитах, там, на лайнрейте. Вот, но стоит это, конечно, как шугунный мост. И я, когда эти ценники смотрю, меня, блин, начинают это угнетать, да, мне кажется, блин, а давай я еще на два объекта циску куплю, да, и там полную модернизацию сети проведу. Вот, вот, что касается, облаков, да, мы сами вплотную подошли к построению частного облака уже внутри нас, самих себя, вот, останавливает нас, да, нас не останавливает, да, все там, в бюджет заложено, там, деньги выделены, надо просто заняться этим вопросом, и когда там строить поменьше всего будем, да, наверное, займусь и сделаю. Вот, но тут нужна та самая пресловутая акишная чуйка, вот, чтобы не попасться в результате на какую-то такую вот подставу, потому что если мы это будем делать на вендоре, который там, к примеру, не обеспечивает ту же самую гибридизацию с публичным облаком, да, вот, то мы, собственно говоря, налетаем на все те самые вопросы, да, которые тут коллеги тоже в своих докладах описывали, да, что если нам вдруг понадобится свое частное облако превратить в гибридное, да, и часть ресурсов напрямую отдавать в публичное облако, ну, как я говорил, не совсем оно публичное, вот, то надо очень правильным образом подойти к выбору вендора, вот, в частности, этот самый конкурс по поводу именно вот этого требования, ну, и там ряд других требований я еще не проводил, соответственно, собираюсь этим заняться в этом году, думаю, будет интересно, проведу, если пригласят, еще раз доложу, вот, что еще хотел рассказать, да, по поводу облака вроде все рассказал, да, теперь давайте поговорим про связь, что касается связи, я вот тоже очень внимательно смотрю на развитие технологии SD-WAN, и так далее, и так далее, да, но, как я уже говорил, вот с тем же самым облаком, да, поверх интернета, несмотря на мою отличнейшую связность с интернетом, вот, все-таки поверх интернета это работает, ну, как-то, ну, не очень, короче, это работает, особенно с учетом того, что мы медицина, и у нас вот такие вот есть приложения, да, на Дельфе написаны, и так далее, и тому подобное, поэтому у нас с этим делом все просто, мы используем арендованные каналы для, там, разных там, не Владивостоков, да, а по Москве у меня вообще свое кольцо построено, на том самом оборудовании, которое, ну, оптика сама по себе арендованная, вот, а оборудование то самое, которое не ЦИСКО, вот, которое работает отлично, и там, когда там инциденты на кольце возникают, да, мы это, во-первых, хорошо видим, во-вторых, этого никто, кроме нас, не видит, не знаю, если бы там в свое время выбрал ЦИСКО, да, так либо оно хорошо работало, вот, ну, я вообще ЦИСКО-то люблю, поэтому ничего плохого говорить не буду, наверное, наверное, так же, но сомнения у меня по этому поводу, конечно же, есть, вот, не зря же я выбрал другого вендора, если что, это AdvoOptical, вот, рассказал про... Можно к резюме подходить, чтобы успеть пару вопросов, ну, и потом... Ага, ну, все-таки, да, растекся я мыслью подреву, да, хотя вроде не собирался, ну, ладно, да, в общем, собственно, да, ну, как я и говорил, с интернетом у меня связанность отличная, да, у меня 10 пиров, причем 10 по 2 ноги в каждой, сод, вот, 5 из них вувьюшные, 5 из них это АИКС, вот, поэтому с сода у меня связанность отличная, и, да, еще пару слов все-таки хочу сказать по поводу доставки приложений, как я говорил, приложения у нас не акти какие, да, доставляемые, и, в общем, слишком далеко, их надо доставлять все-таки с помощью цитрикса. Не буду, опять же, да, так сейчас описывать, да, чтобы не называть вендора, просто назову вендора. И мы, опять же, вплотную, как раз вот во время ковида, подошли к VDI, но, так как все-таки у нас все зарегулировано настолько, что никому ничего лишнего не надо, ну, точнее, мы просто отказываем в этом самом лишнем, то VDI у нас там маленькая фермочка появилась, но в результате так мы, впрот, это дело и не запустили. Вот. Рассказал все, теперь, собственно говоря, резюме какое. В общем, да какое тут может быть резюме? Прежде чем что-то делать, надо думать башкой. Надо проводить предпроектные мероприятия, вот, опять же, так, как это в книгах описано. То есть, надо очень тщательно выбирать партнеров, очень тщательно выбирать поставщиков, очень тщательно выбирать подрядчиков. И тогда оптимизация наступит сама собой. Вот. В частности, по, ну, вот, если там говорить о цифрах, да, ну, к примеру, я заполнил штат до ковида, и, собственно говоря, во время ковида мне штат расширять не пришлось. Прямо вот по-честному не пришлось, не потому что не дали, да, а потому что просто не пришлось. Хотя там количество заявок увеличилось кратно. Подкратно я подразумеваю, если были сотни, да, то встали тысячи, и мы нормально справляемся. Ну, это именно заявки, это не инциденты. То есть, прежде всего, там заявки на обслуживание. Ну, кстати, да, ну, вот, блин, да, про сервис-деск не сказал. Да, сервис-деск нужен правильный, нужно его очень хорошо внедрять, надо там, перед этим там весь IT изучить, да, если кто не знает, IT это library в конце. Вот. То есть, там пять книг основных, да, и там десятка два не основных. Вот это все, надо изучить, да, и вот дальше внедрять правильно. Вот. А люди очень любят пользоваться тем, что хорошо работает. Вот у нас заработал хорошо сервис-деск, да, вот они и пользуются, блин. А нам работы добавляют. Ну, но справляемся. Спасибо. Вот, все. Ничего рассказывать не буду, задавайте вопросы. Давайте экстренно. В экспресс-режиме так, вопросы. ЦОДы свои, как я понял, да? Нет, цоды, два синхронных цода коммерческие. Пока, вот пока так. Есть планы по переводу на свои площадки, да, но пока, это, пока планы. осуществимые, но планы. Насколько мультивендор дороже в процентах к мановендору? то есть, вот, спрашивайте. Ну, слушайте, просчитать деньги, это не ко мне, да, но если вот так вот, что называется, да, там, два лаптя по карте, да, если вот прям вот уберечься, что вот нам надо там прям вот купить на разные подсистемы, да, мультивендор, ну, процентов на 20 прям вот как с куста. Ну, потому что, да, когда мы, одно дело, когда мы покупаем там на 2 миллиона долларов, да, у вендора, и там есть о чем говорить, да, а другое дело, когда мы там покупаем на 100 тысяч, да, и говорить не о чем. Да, понятно. Вы так проводили централизацию, но описывали ее, у нас сегодня говорилось о бэдж-архитектурах, используете, нет? Нет, я в свое время даже выступил там на одном важном тоже мероприятии экспертам, да, как раз по стим-архитектурам, потому что перед этим все это дело плотно изучил, ну, в частности, у той же самой Уциски, да, там есть по этому поводу ряд решений, там, вплоть до контейнеров на самих свечах. Вот, мы эту тему консолидировано поизучали, подумали, надо ли оно нам и так далее, ну, скажу так, для себя надо, ну, то есть, для внутреннего использования внутри IT-инфраструктуры, для бизнеса не надо, ну, опять же, потому что у нас не забываем медицина, а это очень консервативно, и там, ни про какие контейнеры никто там глаза не видел, уши не слышал. Хорошо, сейчас мы с вами еще вопрос продолжим, но я уже хочу попросить команду подключать в дискуссии Тимура Колескина, Василия Стившова, Алексея Бага... Алексей, здесь Станислав? я здесь. Да, Юрия Бражникова, Илью Кондратьева, так, и Романа Горьцева, пожалуйста, вызывайте в эфир, пока подключаются коллеги, так, вот у нас, видите, дискуссия в чате, Алексей, развернулась тут по поводу, нарисовали такую, значит, картину, значит, Кустера или Делинк, да, а вот тут обсуждается микротик, не стали рассматривать? Нет, вот все-таки... Да, да. Так, пропал звук у Алексея, пропал звук у Алексея, так. Слышно? Да, теперь слышно. Ага, так, нет, микротик не рассматривали, все-таки мы рассматриваем, ну, вендоров там первого, второго эшелона. проделинк это все-таки, да, на уровне иронии было. Понятно. Хотя, на самом деле, тоже используем для, ну, то есть, совсем непродуктивных задач. Хорошо, отлично. Вот у нас подключились участники дискуссии, кто может включить камеры, включайте, не все еще подключились, кто подключится, чуть позже, будем рады. Так, ну, давайте мы, тема у нас в дискуссии, напоминаю вам, оптимизация затраты технической культуры, что важно учесть. На этом как раз мы сегодня фокусировали внимание. Наверное, я бы предложил в этой связи начать с того, чтобы жирающие участники дискуссии высказали отношение к тому, что было услышано, что они для себя важного отметили, что они считают важным для присутствующих. Да, пожалуйста. Кто хотел бы на это? Так, ну вот я вижу. Так, Фарф у нас здесь, Фарф Банченко, аэропорт Геленбург. Вы сегодня не выступали, я надеюсь, вам удалось немножко послушать выступление. Так, что с вашей точки зрения важно учесть, только из того, что говорил сегодня, а что упускаем, когда говорим об оптимизации на инфраструктуру. Пожалуйста. коллега Лепи, давайте, может, я все-таки задам дискуссии, как обещал, да, буду говорить, да, про экологию, да, для всех ЦК, вот, по поводу своего отношения к свободному программному обеспечению и вот, и всякое такое, да. Мое мнение тут строго следующее. То есть, есть вообще два подхода к организации, ну, IT-инфраструктуры в частности и IT вообще. Это так называемая гугловость и так называемая IBM-нутость. То есть, IBM-нутость подразумевает под собой, да, покупку больших черных робот, ну, в картоне, наверное, они серые, да, но когда их распакуешь, они все равно большие и черные, нажимаешь одну кнопку и все работает. И тебе для того, чтобы оно продолжало работать, надо, чтобы там за ней следил один человек. И причем, когда у этих коробок там будет 100, человек все равно останется один, ну, потому что вся его задача, да, красная там лампочка сверху горит или зеленая. И пока она зеленая, вот, человек сидит и смотрит дальше. Как она только становится красной, он звонит в IBM, хотя на самом деле сейчас звонить его не надо, IBM сам приезжает, говорит, вот у вас на такой-то коробке красная лампочка загорелась, вот, держите, мы вам уже новую привезли. Вот, и есть, соответственно, гугловость. Это когда мы набираем так называемую команду разработчиков, ну, давайте там, плохими словами буду это называть, да, набираем команду айтишников, да, бросаем их в бадью, накидываем туда им там полупроводников, там, компьютеров, ноутбуков, да, как следует эту бадью потом трясем, да, и ждем, когда оно там самоорганизуется. Вот, ну, я, как вы поняли, да, приверженец все-таки IBM-нутости, потому что, ну, у меня и так уже 12 человек в подчинении, да, а, как известно, больше семи на самом деле напрямую вообще контролировать невозможно. И я иногда даже страдаю, ну, у меня, естественно, есть там руководитель направления и так далее, да, но тем не менее, мне там каждого надо знать в лицо, здороваться за руку, да, хоть это в условиях удаленки и сложно, но тем не менее, я это еженедельно провожу. Спасибо, спасибо. Ну, подачу. Коллеги, что вы думаете по этому поводу? Так, хорошо. Ну, по-прежнему предлагаю сейчас пенефору Данченко, да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Смотрите, с одной стороны, позиция очень хорошая, иметь технические поддержки, сервисные контракты и так далее, аутсорсинг, это в действительности помогает более эффективно использовать свои ресурсы, я имею в виду штат и в том числе технические ресурсы, и помогает сокращать бюджеты, правда, не всегда. До сих пор вот у меня, допустим, у нас специфика бизнеса такая, что мы курортный город, курортный аэропорт, к нам летом летает очень много людей, это пиковые нагрузки, мы работаем на износ, а зимой наоборот у нас простой, соответственно, бывает один-два рейса в день, и это очень мало не покрывает наших ежедневных расходов, просто в принципе. Вот, поэтому мы со своей стороны вынуждены задумываться о том, что некоторые компании, которые не идут на компромисс. Кстати, вот с появлением пандемии все-таки наши партнеры разработали какие-то предложения по сервисам более гибкие, когда в определенные периоды они там сокращают объем, допустим, работ часов, вложенных в этот сервис и так далее, или там каких-то услуг сервисных сокращают объем, и за счет этого уменьшается стоимость сервисных контрактов, вот, но в большие компании, вот допустим, такие как IBM, та же Cisco, они не сильно предлагают гибкие какие-то такие вот, если так сказать, можно, стратегические подходы, то есть у них есть прескурант на стандартные сервисные контракты, и мы можем их приобрести, а можем не приобрести. Вот с этим, конечно, у нас есть такая сложность, хотя я сам, как вот руководитель своего подразделения, все-таки предпочитаю их иметь, вот, очень это полезная тема. Со стороны сказанного сегодня, скажу честно, мы в значимой, скажем, нашей инфраструктуре используем по минимуму open source, ввиду того, что мало предложений по поддержке данных решений, мало, скажем, каких-то гарантий по обслуживанию со стороны разработчиков, поэтому мы их используем минимум. Ну, конечно, у нас есть такие сервисы, как Zabix, тот же самый, который мы используем у себя, и я считаю, что это тоже хорошая стратегия для сокращения бюджета. Замечательно, спасибо, спасибо. Так, Роман, так, я сейчас к команде обращаюсь, пожалуйста, Тимуру отправьте приглашение, да, Тимуру Колескину. Так, Роман, да, слышим вас. Вот та история, когда одна большая коробка, я ее называю, правда, холодильником, да, и там зеленая и красная лампочка, вот эта тема нам очень сильно близка, если уж не говорить просто про сервера и там многопроцессорные наши сервера, но даже те программно-аппаратные комплексы, про которые я сегодня говорил, и именно вот собирать самостоятельно и верить в то, что там эти кавки, хай-фай, импалы и прочие айтишники выучат, либо же иметь программно-аппаратный комплекс и иметь за спиной грамотных людей от вендора, которые могут это все помочь, рассказать, показать, потому что у них в количестве есть такие внедрения. Поэтому поддержусь здесь с точки зрения оптимизации. Ну, здесь получается оптимизация затрат на людей фактически, да, что нету много неутилизированных людей, есть только те высокоуровневые люди, которые понимают, где и когда подтянуть вендора и сказать, вот ты иди сюда, вот сейчас твой холодильник не работает, сделай так, чтобы он работал. И самое главное, они не занимаются тем, не работает софт, не работает железо, не работает сеть, да, вот есть одна большая коробка, там что-то в ней не работает, разберитесь, Спасибо. Тимур Колескин, пожалуйста. Да, единственное, я там подсоединюсь к вам, но похоже, я не слышал начала вопроса, да, я услышал только последние два комментария, поэтому, если его повторят, я буду признать. Там была такая вилка нарисована Алексеем Богомолым, значит, что лучше вендор, который предоставляет поддержку, чем собственный персонал, который там упражняется с опенсорсом, ну, или с какой-то собственной, так сказать, сборкой, да, то есть тезис был за простоту и за использование компетенции вендора, что надо искать именно таких контрактов в первую очередь, и отсюда вытекает, что создавать свои команды только в том случае, не удается приобрести первого. Вот так. Да, прямо такой емкий, конечно, вопрос. Могу сказать, что первое, имея достаточно богатый опыт работы с вендорами зарубежными из разных стран и российскими, потому что мы потребляем услуги и используем ПО, кого только не используем. Могу сказать, что вендорская поддержка это хорошо, но когда у вас абсолютно нет никаких мозгов в организации, касающихся какой-то системы, это получается действительно тот самый SaaS, несмотря на то, что он может даже крутиться у вас, но по сути получается SaaS, и это не значит, что у вас не будет проблем вообще никак, в общем, большой опыт, когда мы утаскивали прям команды, прям из вендора выкупали команды и сажали их у себя, и все начинало работать просто прекрасно. А когда это было, это стоило бешеных денег, когда это было у вендора, и было плохо. Были такие истории. Если это какая-то система, еще раз повторюсь, коробка, давайте у нас все системы делятся на три класса, три категории банки, вот именно в части вендорской этой истории. Значит, первый систем, система полностью собственной разработки, там не важно, там используются компоненты, не используются, мы адепты дотнет-кора, мы неевисты, у нас много систем, написанных на дотнете. там все понятно, по сути, вендор это дочка дочернее общество нашего банка, которая полностью по сути, компания по разработке программного обеспечения, здесь все, это ребята близкие к нам максимально, это по сути IT. Вторая история, когда это крупные системы платформенные, ну, например, истории такие там, зибели всякие, ну, и так далее, наверное, САП можно, ну, у нас нет САПа, но аналог такой же, 1С, кстати, 1С, это платформы, это такие системы, которые платформы, такие конструкторы, на которых можно собрать именно уникальный для вас бизнес-процесс. И для таких класса систем, которые для вас очень важны, критически важно, на мой взгляд, держать команду внутри, потому что это команда, это и есть та самая добавочная стоимость, которая ваша организация приносит доход. И есть чисто коробки, у нас их тоже полно, это чисто коробки, от которых мы ничего не ждем, там вот как все работает, пусть так и работает, и если даже есть какие-то проблемы, ну, как говорится, даже если, ничего страшного, это вот третий класс систем. и, наверное, коллеги говорят о третьем классе систем, когда говорят о том, что лучше пусть вендор сопровождать. Естественно, если вам от этой системы особо ничего не нужно, и, знаете, какой режим, мы рады новому релизу, это называется, вы не говорите о том, мне нужно, чтобы в следующем релизе было то-то, то-то и то-то, а мы говорим, у вас там появилась новая фича какая-то, прекрасно, мы тоже будем пользоваться, все, достаточно тогда какой-нибудь полуторной линии поддержки, чтобы она просто перекидывала заявки, если какие-то проблемы, и обменивалась логами с вендором, все работает. Но если мы с вами говорим о системах, которые зарабатывают деньги для организации, то, ну, ну, нет. Или, если вы, опять-таки, типовая и нетиповая конфигурация 1С, да, то-есть, вот, пожалуйста, если у вас типовая конфигурация 1С, значит, вам не нужно никакой своей поддержки, все в рамках ИТС, да, но у нас, например, нетиповые конфигурации 1С, в их офисе используется, и как вы, ну, можно на аутсорсинге держать, но если, это просто аутстаффинг уже называется, да, когда вы держите команду, работающую чисто на вас, на вашу конфигурацию 1С, нетиповую, но она у вас в другой организации, но это уже такой частый случай. Понятно, да, спасибо, спасибо, так, есть комментарии, утрировать совсем четвертый вариант, потому что Тимур сказал, четвертый вариант, когда вот эти все системы, коммодити, они вносятся в облако, если в организации нет бизнес-критичных систем, то нет даже людей, отвечающих за инфраструктуру, потому что ее просто нет, а эти директоры превращаются в администратора, выписывающие счета для использования облака, где и ПАС, и СААС, и БРМетал, и там все, ну, не так все, нет, не так, коробка может быть и виртуализация коробкой, и я не сказал, где эта коробка находится, если она на вашей инфраструктуре, ну, окей, если не на вашей, не окей, то есть, нет, это как раз третья категория, если вас устраивает та платформа виртуализации, например, или та 1С, вообще не имеет значения, уровень, слоя этого, если он вас полностью устраивает, и вы не хотите ничего своего там сильно добавлять и выносить, то да, это проще действительно отдать профессионалам и не заниматься, ну, вот мы решили у себя растить, например, компетенцию именно по частному облаку в республике, и считаем это правильным решением, но это частный случай, естественно, невозможно растить компетенцию сразу по всем направлениям. Так, спасибо, спасибо. Есть мнение, Юрий Бражников, у вас? А, да, да, пожалуйста. Юрий? Так, нет, Юрия. Так. Значит, я хочу декортировать позицию. Алексей противопоставлял работу из МИДСИ, спасибо ему за, конечно, доклад, он противопоставлял подход open source, когда как бы непонятная команда в непонятное время будет делать непонятный результат, и работу с брендовыми, скажем так, вендорами, да, которые как бы дают коробку, которую тыкаешь, и она там что-то выдает. Ну, как бы сейчас на самом деле жизнь за последние 10 лет серьезно изменилась, и уже вот этого, скажем так, дикого open source, его становится все меньше. То есть есть сейчас очень хорошие примеры взаимодействия разработчиков, которые берут на себя поддержку open source в общем решении. Прекрасный пример как раз Zimbra. Это прямо вот самый шминейский open source. Но если вы, так сказать, хотите получить нормальную поддержку и расширенный набор функций, вы приобретаете Zextras, и вместе с ним приобретаете в том числе и поддержку по Zimbra. и это как раз вот тот вариант, когда вот новая модель, когда разработчик расширений open source дает и экспертизу, и поддержку, вот именно это, на мой взгляд, сейчас наиболее трендовая и наиболее такая востребованная ситуация, когда с одной стороны вы не зависите от вендора, то есть вы реально можете даже сами разрабатывать для этого, если у вас такого рода масштаб проекта или такого рода ответственность, и вас никто не заставит переходить в облако или там какие-то там подписки покупать, то есть если вам нравится там продукт, вы им пользуетесь, нет, вы дальше пользуетесь самим, вот и все, вот это вот, на мой взгляд, такой сбалансированный вариант, и второе, оптимизация, тоже коллеги очень много умных вещей сказали, я хочу подчеркнуть еще мысль уже, извините, не помню кого, о том, что оптимизация хороша, но есть риски, и всегда правильный выбор это как раз взвешивание между, так сказать, компромисс между, так сказать, оптимизацией цены и рисками, которые в результате понижения цены или там отказа отряда функций может, так сказать, понести предприятие. Спасибо. Так, есть комментарии по этому поводу, но я бы вернул на самом деле Алексею, если Алексей здесь с нами, так, где у нас Алексей? А нет, сейчас Алексея. Так, кто у нас имеет комментарий по этому поводу? Пожалуйста. Андрей, можно, меня слышно? Конечно, слышно. Коллеги, ну, как я повторюсь, представляю, департамент безопасности, и вот касательно двое, такой вот дилеммы, представленной Алексеем, хотелось бы прокомментировать, наверное, вторую опцию, когда разработка ведется самостоятельно, разработка ведется на основе там каких-то блоков взятых, заимствованных откуда-то, что очень важно не забывать тогда еще про организацию контроля безопасности этой разработки, это аналитика, динамический анализ кода, статический анализ кода, потому что когда используется условно enterprise брендовое решение, то их пытаются ломать много где и много кто по миру, соответственно, информация о том, что там есть уязвимости, она появляется в эфире достаточно часто и достаточно быстро. Для собственной разработки очень важно учитывать этот момент и регулярно в общем-то проверять и оптимизировать свой процесс контроля безопасности разработанного кода. Хорошо. Василий Демидов, есть ли у вас какие-то здесь комментарии с точки зрения вашей практики? Пожалуйста. На самом деле было очень интересно практику коллег и за это спасибо Тимуру и Юрию с точки зрения того, что никогда и нигде нет чего-то универсального, что действительно нужно исходить а из целей и б из рисков и того, что будет в результате. Почему тот же гринлей, о котором я говорил и почему он работает? Насколько это критично? Что будет, если эта самая черная коробка или холодильник будет какое-то время не работать? Сколько мы сейчас тратим на обслуживание? А сколько мы не слышим? Да-да. Василий? Да-да-да. Да-да. Вот. И, соответственно, вот, мне кажется, исходя из этого уже будет рождаться решение еще, под задачи, под ресурсы, которые есть сейчас или могут быть приобретены и вот исходя из этого уже можно формировать и тем самым оптимизировать. То есть, да, под оптимизацией же важно понимать, это не значит всегда, что это просто дешевле, да, это совокупное сравнение того, что мы получаем и что могли бы получить там при других моделях. Поэтому, наверное, этот подход является рекомендованным и там соответствует нашей практике. Почему, собственно, есть облака, есть сервисы, есть по-прежнему коробки, которые обслуживаются. И здесь, кстати, я согласен полностью с Алексеем в плане того, что есть какая-то какие-то прикладные задачи и есть специалисты, которые могут это сделать на месте и, конечно, это всегда будет дешевле, но вот сколько таких может потребовать специалистов. Нужно ли это на всю инфраструктуру или вот можно разделить, это уже другой вопрос. Да, спасибо. Спасибо большое. Ну, я вижу, что тезисы доклада Тимура Колескина овладели нами, да, мы, так сказать, сосредоточились на опенсорсе, провели такой круг обсуждения. Давайте теперь я предлагаю вам, уважаемые участники дискуссии, так же, как сделал Алексей Погомолов, бросьте свой вопрос какой-то, да, нам для обсуждения. Пожалуйста. Что важно учитывать при оптимизации расходов? Что, может быть, мы вот сейчас в ходе дискуссии не должны упустить? Пожалуйста, спровоцируйте кого-то. Можно задать конкретный вопрос конкретному участнику дискуссии? Хорошо. Попрос по поводу коробки IBM. Завтра, так сказать, коробка IBM, которая сегодня работает идеально и прибегает к вам человек и решает за вас все вопросы, не продляет вам контракт на поддержку из-за того, что есть санкции страны США. И на этом вся красивая история заканчивается в один день и полным оглушительным падением. Что вы будете делать? У вас нет даже плана B. Поэтому, если вы в современном мире работать на одном вендоре и верить ему бесконечно, что он будет вас поддерживать лично, ну, это такое большое заблуждение, которое, к сожалению, очень живуче в среде. Поэтому надо всегда иметь план B. То есть, не надо отказываться от того, что сегодня там кто-то вас хорошо кормит, да, но надо понимать, что завтра булку отнимут и нужно будет что-то еще кушать. Вот поэтому план B всегда должен быть у каждого крупного компании уже, так сказать, оттестированным и готовым к переключению в любой час икс, который может быть днем и ночью. Так. Спасибо. Какие комментарии к этому? Прошу. День икс. Когда вы выращиваете у себя команду. Сколько что-то говорили? А, Роман говорит сейчас. Ничего. Юрий не слышал. Госорганы. Минутку. Вы говорите одновременно, это затрудняет звук. Роман, пожалуйста. Есть и обратная история. Когда вы выращиваете экспертюзу внутри команды, это часто, например, по построению озер данных и по видеоаналитике, люди сидят и лет сами. Ну и вот BlackBars, кстати, у Тимура же есть, да, пишет самостоятельную видеоаналитику, распознавание лиц там, их дочерльная структура. Но потом вдруг так случается, что все те, кто были основополагателями этого написания встают и выходят. Ну, есть известная история перехода команд из компании в компанию правильных людей, других правильных людей, а есть еще истории, когда коды на мейнфреймы, например, когда-то кто-то на каболе писал, 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 а потом этих людей, ну, так уж получилось, да, это писали в 60-70, тогда их не стало. И поддерживать коды, и что-то с ними делать никто ничего дальше не может, и мигрировать с мейнфрейма тоже не может никто, и вот это гораздо, мне кажется, сложнее уже получается. Потому что пример, что вдруг закроют, это еще вдруг, а вдруг не закроют, а вот когда людей уже нет, и некому код портировать на x86 архитектуру, вот это уже тогда эпик фейл, как говорится, и миллиарды приходится тратить на поддержание того, чтобы оно хотя бы не упало. Так, спасибо. Еще мнение, пожалуйста. Здесь, в общем-то, вы пытаетесь поставить чисто, да? Пожалуйста, прошу. Так. Да. Смотрите, по поводу завтра это самое, введут санкции и отключат IBM и так далее, да? Вот, опять же хочу поделиться своим опытом, да? Я вот не зря рассказывал по поводу трехплощадочную архитектуру, да? Вот, собственно, да, на двух синхронных сайтах, да, у нас как раз-таки SKD-ские IBM-овские. Вот, но если вдруг завтра действительно там введут санкции, да, и нам отключат IBM, вот, то у нас есть как раз третья площадка, на которой вручную, не автоматически ни в коем разе, да, мы все то же самое поднимем, ну, наверное, там, с какими-то там ограничениями по ресурсам и так далее, да, потому что на третью площадку у нас, ну, обычно свозится умирать оборудование, выведенное из эксплуатации на двух этих самых предыдущих. Вот, но тем не менее мы то есть асинхронно туда данные сливаем, то есть мы абсолютно точно поднимем и там у нас, ну, вот так вот сложилось исторически, что там IBM. Вот, это такое, да, вот, что называется, мы не будем третье мнение, вот, а по поводу, кстати, этого самого, ой, блин, забыл, что хотел сказать, ну, ладно, все. По поводу собранных команд и разницей. Да, 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 по поводу собранных команд это, да, тоже, прям, тут еще на самом деле геморрой, коллеги, блин, ну, потому что действительно команда, это одно название команды, если ты ее сам собираешь, вот, как я, допустим, делаю, тогда это твоя команда, а когда ты ее там взял со стороны, да, ну, то есть они откуда-то, где-то они встали все дружно, ушли и пришли к тебе, то есть, ну, далеко не застрахован ты от того, что они точно так же дружно все встанут и уйдут к кому-то еще, вот, а по поводу, кстати, тех же самых санкций IBM, если вдруг там, ну, прям, действительно возьмут и отключат все, да, ну, то мы тупо выкупим команду IBM. ну, 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 то есть, учитывая, что российские вовсе достаточно велики, да, об этом говорил и Роман, и другие венды, слушайте, просто они нам большинство вопросов, мы даже в поддержку не обращаемся, да, просто есть вопрос, да, там, ну, у нас там с ними чатик есть, да, то есть, мы закидываем просто туда, они там, когда время есть, они нам отвечают, да, и все вопросы по поддержке только исключительно по РМА, ну, то есть, замена оборудования, ну, там, диски периодически строишь, выходит, вот, все, больше вопросов нет. Ясно, а у тебя есть комментарий к этой теме, прошу, к которой... Наверное, есть, что-то у нас немножко, мне кажется, мы начали в кучу мешать с разной вещью, абсолютно, есть история, связанная, действительно, с тем, что проблема с вендором, как вообще с субъектом, то есть, с юридическим лицом, какая-то возникает отношение, вот эта вот история с зумом, которая вчера же, новость прошла, это, про зум, это как бы раз история, история с командами, она, ну, это вообще никак не связано с этим, в любом случае, ваше, то, что у вас, вы используете, какой-то приклад, давайте вот на прикладном уровне, там, на инфре, немного вырождаются, немного, некоторые аспекты, поэтому на ней плохо примеры приводить, вот, если на уровне приклада, все-таки, вне зависимости от того, команда, еще раз повторюсь, может рассыпаться, вне зависимости от того, где она находится, у вендора, у вас, но, как показывает практика, вы достаточно более айтишники, и вы достаточно более самостоятельная айти компания, компания с айти подразделением, давайте так, да, если у вас свои айтишники, ну, можно со мной, наверное, поспорить, однако, посмотрите на Сбербанк, на Тинькофф, на любую другую крупную компанию, они используют внешние организации, как аутстав максимум, по определенным причинам, мы не будем сейчас о них говорить, но реально все прекрасно понимают, и фишку уже давно поняли, что только в собственной разработке есть какая-то ценность, вот, и, ну, остальное это уже детали. Понятно, Андрей, слышно? Да, слышно, ваш уровень звука, Роман, чуть ниже, чем у других докладчиков. Попробую прибавить или громче говорить, что тоже могу. Тимур, тут смотрите, вот с одной стороны, да, но с другой стороны, несмотря на то количество людей в Сбербанке и компанию Сбербанк-сервис и так далее, у них стоит большое количество Oracle Big Data Appliance, а это программа аппаратной комплексы, которые делаются вендором, где железо сверху Клаудера, Войстом и так далее, и как пак поставляются. То есть, казалось бы, есть люди, и давайте мы все сами будем везде всегда пилить, но нет, есть вот этот time to market, и когда быстрее бизнесу надо здесь и сейчас, и с точки зрения обслуживания, это, к примеру, с одной коробкой, зеленая и красная лампочка, и тогда они идут в эту сторону. Ну, когда это решение не из разряда, как вы приводили, третий пример, что это какой-то commodity, да, когда сложное решение и важно для бизнеса. На примере конкретно Сбербанка есть. Да, конечно, слушайте, мы тоже, да, есть истории, когда мы понимаем, что сейчас собирать команду, вы прекрасно все знаете, насколько сейчас сложно собрать айтишную команду, разработки, и не только разработки, это же просто же сейчас какая-то жесть началась на рынке. Конечно, там, где видно, что не оселяем собрать сейчас команду, приходится покупать коробку. Это априори хорошо для компании, которая эту коробку продает, и априори плохо для компании, кастомера, которая эту коробку покупает. И это делать просто не из-за хорошей жизни. Была бы возможность у Сбера сделать самим, они бы сделали сами. Берссервисы плохой пример привели, Берссервис никакого отношения не имеет к тому, о чем мы говорим. Это как раз компания, в которой сосредоточены коммодити-сервисы по сопровождению вот этого аксесс-сегмента компании Сбербанк. Тимур, а можно у вас прошу, вот смотрите, мы же говорим сейчас про оптимизацию затрат на эту инфраструктуру, но там в том числе есть люди. Вот человек, который обслуживает, например, Windows или VMware, это один человек. Человек, который обслуживает, например, AX PowerNate, ну, наверное, другой человек. А вот на сегодня на рынке, насколько я вижу, вот те самые дата-сайентисты, давайте их так назовем, да, или, не дай бог, не сайентологи, но вот что-то в этом духе, они стоят там от 500 и выше. И это такой разряд людей, которые вроде и нужны и срочно здесь и сейчас, но стоят каких-то невменяемых денег. Вот, может быть, смотреть по оптимизации, как у вот этих, то, что людей... Вообще нет такого понятия невменяемых денег. В принципе, такого понятия нет. Они стоят дорого, потому что то, что они делают, приносят очень большую добавочную стоимость организации и все. Они стоят ровно столько, за сколько они нужны рынку. Всегда так. Ну, это рынок. Да, да. Поэтому, ну, не очень понятно. Вообще, мое отношение к вот этой фразе «давайте соптимизируем айти», я его прям очень-очень не люблю и считаю, что «а давайте мы лучше инвестируем в айти» и сделаем там и научим ребят, которые занимаются виндой, научим их писать. У нас реально, вот у нас ребята, которые занимались виндой, сейчас на питоне пишут. Вот, а давайте их научим. Не надо никого сокращать. Это сейчас сокращать айтишников, это, ну, это последнее... Это можно только в одном случае, если вы собираетесь закрывать организацию. Да, тогда можно. Любому, даже и Никею, если грамотно подойти и научить его, можно, можно из него сделать хорошего человека. Понятно, есть там, ну, просто плохие сотрудники, ну, это другое, это ротация, это не связано. А я к тому, что, ну, сейчас не то время, чтобы экономить на айти и сокращать персонал, это вообще страшная история. Так, окей. Ну, есть еще раз комментарий к этой теме. Пожалуйста. Вот у нас сейчас чуть-чуть повернул ход дискуссии Роман, сосредоточив на людях, собственно, да? Вот. И, пожалуйста, какие у нас есть? здесь контекст какой? Что? Ну, понятно, что надо сохранять команды, понятно, что команды можно, так сказать, перепрофилировать. Должна ли входить оптимизация расходов на айти-команду вообще в наши ожидания по оптимизации затрат от айти-инфраструктуры? Если нет, то что должно входить? Я бы вот так сформулировал вопрос. Пожалуйста. Андрей, у меня нет ответа на этот вопрос, мне просто фразу хочется прямо сказать, это как в мультике про корову. Хочешь, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо просто меньше кормить и больше доить. Ну что, есть еще, пожалуйста, потому что действительно в числе эффектов, о которых мы говорили сегодня, очень часто стоял фонд оплаты труда, экономия на фонде оплаты труда, и я так понимаю, общее мнение участников дискуссии, сейчас вас провоцирую немножко, в том, что это не та экономия, если мы говорим о квалифицированных IT-специалистах, это не та экономия, на которую мы должны стремиться. Скорее, можно стремиться к автоматизации каких-то рутинных функций, где мы имеем персонал, ну, который может быть либо перепрофилирован, либо который не так жалко. Так? То есть внутренне операций, применяя какой-то IT-процесс или IT-систему, можно оптимизировать кадровый состав, то есть те, кто наиболее компетентны, дать им, так сказать, возможность развивать и, может быть, даже перепрофилироваться, как правильно заметил коллега, да, и в то же время, так сказать, скидывать на менее дорогостоящих админов, да, какие-то действительно рутинные мероприятия, операции, которые, как бы, в итоге могут, с одной стороны, да, может быть, уменьшить фод, да, но необязательно, и это точно должно быть самоцелью, потому что единственная ценность IT-ландшафта, я согласен, на 100% это люди. Другой вопрос, что есть политика вендоров по навязыванию дорогих специалистов, когда вендоров, так сказать, там, при помощи системы сертификатов поднимают стоимость своих специалистов на рынке, и это, естественно, потом влияет на себестоимость процесса, не всегда адекватно, то есть, если можно найти аналогичное решение, в котором, как бы, люди, вы не будете переплачивать своим специалистам за набор фантиков, да, то, как бы, почему нет? Коллеги, давайте я все-таки самые свои, там, пять копеек вставлю тоже по поводу экономии на фоте, то есть, экономия на фоте, да, она может быть только в одном и на мой взгляд, единственном случае, да, то есть, говорить, что вот, там, условно, там, некая там роль, да, там, системного администратора, там, или сетевого, да, вот, должна стоить столько-то, да, потому что мы так считаем, да, или потому что, так, так рыночек порешал вот это абсолютно неправильно, я в этом смысле человек, абсолютно человеколюбивый, и как раз моя, моя, та самая, практика набора собственной команды состоит в том, что, да, что я за них косми лягу, вот, но зато, и, собственно говоря, и они потом за меня косми лягут, в случае чего, если там что-то пойдет не так, вот, а экономия может быть только в одном случае, к примеру, ты набрал себе джуниоров, да, на ту же саму, там, на заявки, там, либо там, на дежурку, ну, куда угодно, короче, джуниоры, вот, и ты тупо начинаешь их обучать, но, опять же, обучать не за счет конторы, а за счет коррупционной составляющей, вот, почему меня обзывают коррупционером, потому что я, если что-то вендора покупаю, я с него потом с живого не слезу, пока они мне там условные, при неделе, там, да, обучение не предоставят, вот, и вот это вот условно-бесплатное обучение я как раз и использую для, собственно говоря, наращивания внутренней компетенции, да, но при этом, собственно говоря, человек после того, как он учился, ну, у него совести не хватит потом прийти ко мне и сказать, что, ну, слушай, я теперь охрененно много знаю, да, давай мне там денег накидь, вот, ну, они там по другим поводам приходят, и говорят, давай мне денег накинь, да, там, у кого там ребенок родился, у кого чего, да, но это уже другой вопрос, и это действительно надо решать, со своими людьми надо работать, прям, как с людьми, а не как с персоналом, вот, вот такие вот у меня практики. так, окей, спасибо, Алексей, спасибо. Коллеги, я бы еще тут добавил, я, наверное, тоже, наверное, чуть-чуть добавлю провокации, в том плане, что мы сейчас сравниваем, по сути, людей внутри, людей снаружи, сравниваем людей с людьми, а есть еще такая тенденция, тотальная автоматизация процессов, которую, в принципе, Андрей тоже чуть-чуть упомянул, и, ну, то, что называется искусственным интеллектом, да, полноценно это не назовешь, но, по сути, да, некие скрипты и прочее, которые уже в автоматическом режиме отслеживают и в том числе повышают отказоустойчивость инфраструктуры. Ну, это тоже можно считать как частью решения, когда то, опять же, о чем ранее Тимур говорил, когда это просто должно работать, оно не несет добавочной стоимости, а вот то, где люди уже должны приложить свой функционал, свое именно мышление и какие-то свои разработки, которые, ну, наверное, в ближайшие десятилетия точно нельзя переложить на средства автоматизации, это останется, а вот то, что было и есть кастом, ну, по сути, да, тратящим подразделением, не зарабатывающим, наверное, вот здесь можно смотреть на какую-то автоматизацию, и вот вижу вопрос, чат-бот заменит первую линию, но в текущем виде однозначно нет, но вспоминая, как развиваются технологии, я вполне допускаю, что в будущем, но, опять же, чат-бот, это мы сейчас опять говорим про взаимодействие с человеком, а если мы говорим просто про машина следит за машиной, да, то есть на конкретные показатели, опираясь на сбор какой-то, может быть, и мировой статистики, где используются аналогичные решения, что видим, а, ну, возможно, знаете, у вас там баг будет в ближайшее время, потому что это возникло у 42% других, давайте вот здесь немножко подправим, ну, то есть это тоже один из, наверное, вариантов оптимизации затрат на инфраструктуру. Спасибо, спасибо. Так, ну, вот, да, Тимур говорит, что сейчас от хайпа чат-ботов уже отходит. Да, а вот мы с... Коллеги, пожалуйста, пожалуйста, да, можно свои три копейки тоже добавлю, касательно, ну, как вот, внедрения автоматизации и передачи рутинных операций в ее могучие руки. Тут в нашей практике, по крайней мере, то, что мы сталкиваемся в проектах у заказчиков, что люди, которые сейчас задействованы в ручном или полуручном процессе, начинают активно сопротивляться внедрению автоматизации. И тут очень важно соблюдать вот эту вот тонкую грань, чтобы дать им понять, что они останутся нужны, может быть, их как-то дообучить до какого-то другого уровня либо на смежной технологии. Потому что без вот этого понимания палки в колеса вот в этой новой технике будут вставляться прям со всей ненавистью. Спасибо, спасибо. Так, ну, вот фото и человеческий фактор мы пообсуждали, то есть немножко с другого глаза зрения посмотрели на людей, но подошли к теме, я думаю, подошли к теме автоматизации, вот сейчас было упомянуто, и вот здесь я зацитирую Андрея Рашкина вам из чата, что ему кажется, что инвентаризация всех ресурсов, инфраструктуры дает большую оптимизацию. У большинства есть сервера, которые были запущены под какую-то задачу, потом забыты, или какие-то тестовые, и об этом же, о вложениях в систему учета, как я понимаю, обеспечивающий такой связанной представлении о том, что где происходит, рассказывал в своей презентации Тимур. Правильно, Тимур? Вот, то есть можно так сказать, что это, с вашей точки зрения, важный необходимый элемент для управления эффективностью или для управления оптимизацией для достижения оптимизации. Вот так. Да, ну, коллеги, конечно же, да, то есть управление мощностями это наше все, да, причем, подчеркиваю, очень важно этот процесс наладить до перехода в облако, вне зависимости от того, ваше это частное будет облако, там, да, облако как сервисный подход, да, или это тем более внешнее, потому что, к сожалению, если не управлять мощностями, эффективно, вы в облаке очень много денег потеряете, потому что в реально, ну, как бы у себя вы ограничены производительными мощностями того, что у вас есть, а у внешнего вы можете быть и неограничены, будут какие-то квоты, но если вы очень большие, этим управлять будет очень тяжело, да. Поэтому вот как у нас сделано это у нас? У нас есть люди, отвечающие за реестр промышленных систем и невозможно развернуть промышленную систему мимо этого процесса, то есть наше облако физически не даст возможность создать новый дипломент, если не прийти к определенным людям, которые вообще к инфре никакого отношения не имеют, это отдел методологии у нас в IT, и не зарегистрировать соответствующую систему. Это раз. Абсолютно та же история с тестовыми средами. Это отдельный реестр, который есть привязка к определенной IT-системе всегда, то есть есть ответственный, если он увольняется автоматически и ищется другой этим методологией, если не находится, включается режим там удаления дипломента через какое-то время, и это позволяет нам гарантировать, что нет левых шальных тестовых сред, я думаю, все прекрасно знают, насколько это большая проблема, особенно, если у вас много айтишников, всякие начинаются полувременные, да мне ненадолго и так далее, и потом это все болтается, и непонятно, кому нужно, ты еще и найди крайнего. Мы это на корню победили, дополнительно проводим раз в квартал дополнительный аудит, вот недавно буквально мне отчет начальник отдела присылал, проверяли тестовые среды, оказалось буквально там две под сомнениями, остальное все хорошо. И второй вопрос, отвечая, про управление мощностями, это было по сути управление развертыванием, да, это совокупность каких-то серверов и дисковых вычислительных ресурсов, а мощностей чуть другое, да, это в рамках другого процесса, процесс управления мощностями, когда мы анализируем не только то, сколько чего у нас осталось и сколько еще нужно докупить, там домочнить и так далее, но и смотрим внутрь каждого из, в первую очередь, крупных дипломентов, насколько они утилизированы, да, потому что у нас, естественно, есть все мониторинги на всех уровнях, это и там оператива, и диски, и так далее, и так далее, и прекрасно видно исторически, на квартальном отчете, насколько большой запас, запас всегда должен быть, и не переборщили ли мы, такое тоже бывает, потому что наши инженеры достаточно свободно могут увеличить в учителей мощности количество процессоров, и опять-таки, не везде, только там, где разрешена лицензионная политика, например, если это продукция IBM, чтобы увеличить количество процессоров на таком сервере, там надо столько бюрократии пройти, что им проще подумать о чем-то другом. Спасибо, спасибо, у нас новый, давайте пообмениваемся на эту тему, пожалуйста, у нас новый участник дискуссии, Николай Самосват, и время ограничено на дискуссию, поэтому, Николай, включайтесь, пожалуйста, комментируйте любой вопрос, который вас заинтересовал, прошу. Вы работаете в Киеве, как я понимаю, да, Николай? Да, все верно, я как раз занимаюсь IT-активами, и, в принципе, я практически совсем согласен, но нет здесь черного и белого каких-то правильных и неправильных решений, всегда нужно смотреть на реальные деньги, вот, инвентаризация всех ресурсов инфраструктуры вот действительно дает выхлоп, и еще интересен такой момент, мы с какого-то времени начали считать стоимость инфраструктуры под продукты, раньше мы этого просто не делали, то есть есть много ресурсов, они довольно дорогие, люди их просят, вроде как обосновывают, что да, нам это нужно, мы, в общем, хотим на этом зарабатывать, а мы, со своей стороны, не могли просто посчитать, сколько это будет стоить, ну, и ресурсы выделялись, и совершенно не факт, что этот продукт окупал даже хотя бы инфраструктуру, не говоря там про разработку и все остальное, вот, и сейчас мы имеем цифры, сколько стоит у нас там виртуальный гигабайт, виртуальное ядро, виртуальный терабайт, вот и так далее, и так далее, то есть в среднем по инфраструктуре конечно же там где-то там с какими-то упрощениями, то есть до нужной нам точности, вот, иногда это позволяет не выделять внутренние ресурсы, а просто уйти в облако, к примеру, потому что бывает, что облако может оказаться дешевле, чужое, вот, ну и в целом очень часто заказчики, у нас внутренние заказчики, уже более ответственно подходят к выбору мощностей, то есть они не просят там невероятное количество железа, когда мы выставляем стоимость этого железа на амортизации, вот они уже более адекватно оценивают свои, наверное, силы и более эффективно используют это оборудование, это в общем дает нам процентов 15 экономии на инфраструкторе. Интересно, то есть у вас существует такой внутренний ценник, который вы показываете вашим бизнес-заказчикам внутренним, внутренним, да? Мы не то, что мы за деньги работаем, да, мы просто говорим, будет стоить сколько штука. Да. Негласная такая штука, но она неплохо отрезает, и у нас штука обоснована, и мы всегда можем потом сказать, почему нам нужно еще там 600 миллионов плюсом к следующему году на бюджет, потому что вот-вот-вот-вот-вот-вот, прогнозы вот такие. После этого команды разработки, они задумывают, может быть, использовать другую базу данных, может быть, не сразу просить необходимые мощности, и так далее. Это позволяет канонить. Понятно, да, интересно. У вас такая практика есть, Тимур? Пошли. Значит, мы, это у нас официально включена методика расчета оценки стоимости владения, мощности, есть стоимость гигабайта, всего этого есть, мы это рассчитываем, все, и на Техкоме, это наш внутренний орган, который управляет IT-архитектурой, при появлении, допустим, новой системы или резких изменений объемов, мы, соответственно, утверждаем и изменяем оценку стоимости владения и показываем это бизнесу. Конечно, без этого просто, ну, несерьезно, бизнес не понимает, сколько стоит, для него это все черный ящик. Так, хорошо. Есть еще у нас комментарии по этой теме, пожалуйста, то есть вот у нас как раз речка шла бы на инвентаризацию, да, и и так же его, ну, либо такой внутренней стоимости владения, ну, какого-то аналога, такого ценника для бизнес-подразделения, чтобы они лучше понимали экономические последствия, да, своих запросов. Так, есть еще комментарии в эту тему, это важнейший, как я понимаю, элемент в наборе организационных и технических мер, которые любая организация, озабоченная оптимизацией затрат на эти инфраструктуры, должна себя реализовать. То есть, вот здесь Роман у нас есть, или кто-то, у кого есть опыт, вообще, может быть, вы знаете, там, Тимур или Николай, насколько это общее место, то есть, вот все делают так, как вы, да, или все-таки, или нет? Точно знаю, что не все, ну, по крайней мере, в трех компаниях, довольно крупных, где я работал, только в одной это делается, вот, поэтому нет, не все, и я думаю, что все понимают это, но вопрос всегда же еще эффективности, наверное, работы. То есть, на первый год работа не очень, кажется, полезная нужна, и я уверен, что у всех огромнейший бэклог, еще более огромный техдолг, ну, какой-нибудь, это просто руки не доходит. На простых местах работы у меня только из-за этого это не делалось, потому что это классно, это неплохо, бы инвентаризацию провести, инвентаризацию и просто виртуальных машин, вот мы сейчас у себя тоже это делаем, мы регулярно раз в полгода пересматриваем конфигурацию машин на основе нагрузки, если она неоптимальна, мы там урезаем, и бездокляем иногда, вот, то есть там процентов 10 срезаем, вот, но до этого 2-3 года этим не занимались, потому что просто была куча других проблем. Понятно. Так, еще есть комментарии? Пожалуйста, вот у нас рвется в эфир Алексей Богомолых, я попробую его тоже сейчас подключить, так, а, нет, не получилось, не получилось. Так, есть комментарии присутствующие? Давайте я коротко. Пожалуйста, вообще, вот, как бы тоже анализируя выступления коллег, можно подтвердить, что внедрение внутреннего облака, да, это хороший шаг на пути к оптимизации, потому что, во-первых, это может разгрузить с точки зрения использования актив, так сказать, ресурсов человеческих, то есть организация даже просто веб-портала доступа к услугам с самообслуживанием, оно уже намного, так сказать, во-первых, формализует использование этих, так сказать, ресурсов, и, вторых, позволяет вторым шагом внести внутренний биллинг, то есть, чтобы как бы было понятно, кто что и сколько использует, то есть, и в итоге всегда есть идея о том, чтобы IT-подразделение было хозрасчетным в том или ином виде, в прямом, или, так сказать, там, просто, так сказать, учитывать, что оно реально дает бизнесу. Вот как раз внедрение собственного внутреннего облака с веб-порталом это хороший шаг для того, чтобы IT-отдел стал сервисным подразделением и предоставлял не непонятные лампочки, да, а ресурсы, которые можно всегда посчитать, измерить и каким-то образом управлять их используя. Добавлю, вообще не обязательно, чтобы это было ваше частное область, иногда проще пойти и купить это на рынке. Сейчас, к счастью, рынок облачный стал гораздо более адекватный, чем, там, примерно, три года назад. С этим уже можно работать. И тут больше вопрос, там, есть ли у вас силы разворачивать свое частное облако, или проще пойти и взять у текущих продавцов облачных продавцов. слышно меня, да? Да, слышно. Так, ну, коллеги, я это самое, со своей стороны, просто хотел поделиться по поводу, да, инвентаризации и всего остального прочего, да? Ну, начнем, опять же, сначала. Надо читать книжки по Этиву. Вот, ну, без обид, что называется, да, кто не читал, с тем разговаривать просто ни о чем. Там, там все написано, что надо делать, как правильно это делать и бест практик и все остальное. Вот, что касается нас, у нас, во-первых, ну, идет интенсивная эксплуатация инфраструктуры, постоянно кому-то что-то надо, да, там, и так далее. Кому-то виртуалку, там, кому-то еще что-то, там, да, и так далее. Вот, поэтому неучтенных каких-то там этих самых, серверов у нас быть, ну, тупо не может. То есть у нас точно все учтено и точно все это самое. На мониторинге и так далее. Вот, а что касается, как эти потом затраты учитывать и все остальное, да, ну, вот тут у нас некоторый, скажем так, промах есть, ну, то есть мы, грубо говоря, считаем это в Excel, вот, но тем не менее, все равно любые затраты, то есть там выделили кому-то там виртуалку, да, соответствующий там бизнес-юнит эти затраты на себя оформляет, скажем так. Вот, конечно, да, очень бы помогло там, ну, вот, как я и говорил, что к облаку уже прямо подошли вплотную, и это одна из, собственно говоря, задач. Облако, да, чтобы был некий биллинг. Пускай там он даже из попугаев будет, да, которые мы там уже в Excel будем там в рубли переводить, да, но чтобы он был. Вот, и вот это я считаю абсолютно правильным, потому что, да, каждый бизнес-юнит со своими запросами, да, должен понимать, какие он на это дело затраты понесет. Что иной раз, ну, до смешного доходит, там, купили там какую-нибудь, там, хрен знает для чего нужную там систему, да, за какие-то там хренолярды, да, потому что в медицине это все обычно так и стоит. Вот. Приходят, отдайте к нам там до хрена виртуалок, да, и все там, чтобы там были там по 500 ядер, да, мы говорим, ребята, так это же под вас тут это самое, докупать придется. Они говорят, а какое докупать-то? Вот мы информационную систему вроде купили, и все, а типа, это уже ваши проблемы. Ну, нет, вроде, ребята, теперь уже ваши. Потому что, да, там 4 ядра там с 8 гиггами, да, но этот я там в любой момент там по собственному произволу могу выделить, да, а вот иногда поступают такие запросы, что просто вообще ну, нерастяжимо. Вот, да, и биллинг там прям вот уже вот прям сильно нужен. Ну, то есть, возвращая вам ваши фирмены, клауд, облако и с ним биллинг позволят вам культурно отправлять ваших бизнес-заказчиков на три буквы, но не в суд. Да, понятно. Окей, да, хорошо, есть еще у нас комментарии в эту тему и последний круг. Вот, я не знаю, есть ли у Василия видео что-то? Пожалуйста, если есть, скажите сейчас и в блиц-режиме последний круг. Я, наверное, здесь буду краток, уже действительно много сказано, в общем-то, с позиции согласен, но могу только отметить, что биллинг можно сделать не только на облако, но и локально. То есть, вот сервис GreenLake, он в том числе построен именно на этом самом учете и перераспределении, а общий подход, что IT становится действительно таким сервисным подразделением, где внутри выход за расчеты с другими подразделениями, ну, наверное, действительно наиболее частая и популярная практика, которую мы сейчас видим. Да, спасибо. И вот здесь я бы для последнего круга, если позволите, предложу вам тезис, который высказывали многие выступающие, в том числе и Тимур Колескин, и, если мне не изменивает память, и Алексей Богомолов. Так, это собственно, если мы определяем свою позицию о том, во что именно нужно инвестировать, да, сейчас. То есть оптимизация, я напомню, нашими выступающими расшифровалась не как, что давайте на всем экономить, да, здесь как раз все отказались ставить знак равенства, да. Вот мы обсудили тему, как лучше управлять, и теперь, принимая инвестиционные решения, так, ну, что следует учитывать. Вот у нас сегодня вендоры выступали, да, и показывали, что там, ну, в частности, Роман Глот, что стоимость нового поколения оборудования, новых паков, она снижается, вот, ну, например, наверное, есть и другие какие-то моменты, которые следует учитывать при принятии инвестиционных решений. Вот какой, как бы, must have, да, такой список при принятии инвестиционных решений для того, чтобы как раз формирующаяся или развивающаяся инфраструктура оптимально функционировала. Пожалуйста. Ну, чей был тезис, те я рассчитываю, что как раз подхватят вначале? Или сложно у меня получилось как-то, я мог бы... Давайте я, наверное... Да, пожалуйста. Да. Этого тезиса, ну, как бы, у меня был частично в докладе, то, о чем я рассказывал в комнате, как раз показывая коллегам в том числе, пример, где закупка эти оборудования была разложена, вот, по сути, как некий инвест-проект. И как мы делаем, когда делаем именно экономическое обоснование. Тут, как мне заметил один из заказчиков, что неважно, что покупать танки или IT-железки, ко всему подходит бизнес с очень простой формулировкой, что нам это принесет. Соответственно, то, о чем раньше говорили коллеги, учесть по максимуму все затраты, то есть это не только владение этим железным софтом и там прочее, это поддержки, это влияние на налоговые показатели, можно тоже сюда же заложить НДС и налог на прибыль, и некая добавочная стоимость, сколько мы рассчитываем зарабатывать, мы эти железки не просто так приобретаем, мы предполагаем, что они нам несут некий условный доход. Соответственно, исходя из этого и получается инвест-модель и окупаемость, сколько мы на это готовы тратить, либо вообще не готовы, и это тот самый ROI недостижимо. Понятно, что это некий попугай и удопущение, но других механизмов, наверное, так сходу не смогу назвать. Если коллеги могут назвать, буду рад услышать. Да, пожалуйста, давайте продолжим список. Так. Тимур, у вас был этот тезис? Может быть, выскажитесь на эту тему, пожалуйста. Да нет, я просто жду, может быть, еще кто-то выскажется. Да, хорошо, могу я эту тему. В общем, знаете, у меня сразу такая мысль возникает, что основная работа руководителя в IT это не управлять IT, действительно, а объяснять бизнесу, зачем вот эти все инвестиции действительно нужны. И это, причем, ну, причем вот у меня это занимает, наверное, большую часть времени часто. Управление рисками, да, особенно если мы говорим с вами, смотрите, вот как у нас сделано, да, у нас, по сути, инвестбюджет разделяется на две части, да, это инвестбюджет на продуктовые команды, которые тоже там включают в себя и в том числе и IT, и туда там можно лоцировать инфру через расходы на эти проекты. Не суть, суть в том, что это на продуктовые команды. И бизнесу понятно, что он получает, если это продуктовая команда, то есть какие конкретно он бизнес-задачи реализует за счет этого. А когда мы начинаем и смотрим, садимся обсуждать все, что ниже продуктовых команд, это инфраструктурные истории, вопросы непрерывности деятельности организации, это вообще же там, ну, как бы деньги бешеные, да, и, ну, не очевидные вообще, ну, то есть давайте потратим много миллиардов рублей на то, что может случиться, а может вообще не случиться. Информационная безопасность тоже, ну, с ней проще, кстати, с ней реально проще, потому что сейчас все боятся, у всех страх достаточно серьезный, никому не хочется на первые полосы газет, как фейсбуку, да, вот, и поэтому вот совет, наверное, даже больше, да, что если вы хотите продать какой-то инфраструктурный проект, который тяжело заходит в бизнес, объяснять, что вот если мы сейчас развернем кубер, то у нас тут вообще все полетит, то информационная безопасность обычно как-то бизнесу как-то ближе становится, что это, если это будет информационно безопаснее, то окей, давайте тогда. Ну, это вот из своего наблюдения какого-то, либо непрерывность деятельности считать стоимость простоя, инциденты и так далее, ну, не знаю, это обычно хуже заходит, но тут только на скиле это все работает, вот, на мой взгляд, только на умении убедить и попытаться связать бизнес-задачи с задачами вот этого технологического слоя. Спасибо, Николай. Что скажешь? совсем пока. Абсолютно согласен. Согласен. Так, Юрий? Микрофон надо включить. Пожалуйста, включите микрофон. Юрий, включите микрофон. Так, не слышит нас Юрий. На мой взгляд, коллеги уже идеально дополнили друг друга и картинка, на мой взгляд, вполне целостная. Добавить ничего, кроме того, что риски становятся наиболее важной частью выбора, мне нечего. Спасибо всем коллегам, очень было интересно и для себя много чего, так сказать, отметил. Спасибо большое. Есть еще какие-то краткие замечания, последние, закрывающие в нашей сегодняшней дискуссии? Любой может сказать все, что хочет. Пожалуйста. Любой из вас. Держу паузу, чтобы дать вам время на реакцию. Так, есть? Не вижу. Ну, что ж, уважаемые участники дискуссии, мне кажется, у нас получилось очень динамичное обсуждение, я вам признателен за такую открытость, откровенность, высочайший, на мой взгляд, профессионализм. Мне кажется, мы обсуждали тему спорную, да, ну, то есть сложную, многие из вас в своих выступлениях здесь отмечали в своих комментариях, но у меня ощущение, что благодаря вот нашему хорошему составу и очень активной поддержке наших участников в чате нам, в общем-то, удалось многие вещи упростить, да, и если такой executive summary делать, то, мне кажется, оно получится компактным и точным, да, хорошо фокусирующим внимание на важных вопросах и их последовательности. Мы меняли угол зрения, это тоже очень здорово, так что я вам признателен за ваше выступление, за отличную дискуссию, отдельная благодарность, отдельная благодарность нашим участникам, активно проявляющим себя в чате. Спасибо, что вы нами управляли, это облегчало задачу мне как ведущему, и мне кажется, это было очень важно, ну, вы видите, что это было очень важно и для всех, кто сегодня выступал и включал микрофон. Я вас благодарю, должен сделать анонс, сделаю анонс. Итак, уже упоминал, что завтра у нас будет конференция по защите информации в АСУТП и безопасность критических информационных инфраструктур. Традиционно там темы обсуждаются важные для промышленности, для банков, ну, то есть для собственных владельцев КИИ и ЗОКИИ будет и участие в СТЭК России, там предусмотрена специальная такая секция, множество вопросов, около 100 вопросов было подготовлено, передано представителям СТЭК и у нас тоже будет такой классный блиц, как это здорово получается у команды СТЭК, да, они большие молодцы в этом плане, очень стремятся к взаимопониманию. 14 апреля доверенные отечественные IT-системы импортозамещения в IT-сфере и 15 апреля информационная безопасность филиальной сети, вот такая у нас программа ближайшего времени, ну, по QR-коду доступно расписание других мероприятий. Напоминаю, что все презентации, которые мы получили, будут опубликованы на интернет-странице конференции, и там же будет помещена ссылка на видео, включая дискуссию. Спасибо вам еще раз, настоящее удовольствие я получил, вот, спасибо Юрию Бражникову, спасибо вам, Тимур Колескин, замечательно вписалось, на мой взгляд, ваше выступление и ваша практика в нашу программу, спасибо, Николай Самосват, что вы к нам подключились, надеемся вас видеть и в числе выступающих тоже, Илья Кондратьев, вам большое спасибо, Василию Демидову, так, очень интересные, мне кажется, ну, в общем, здорово, когда хорошие команды работают и присутствует значительный управленческий опыт. Так, ну, и отдельное спасибо, сейчас в эфире нет у нас Алексея Богомолова, он выступил сегодня таким хорошим провокатором и, на мой взгляд, блистательным практиком в таком сложном бизнесе, в котором он работает, это тем более важно и интересно. Спасибо огромное всем, давайте прощаемся, до свидания. Пока. Алексею выздоравливать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok